Народного форума по здоровью «Исцели себя сам». Сейчас мы с вами проверим качество звука и видео. Я попрошу вас в чат поставить плюс, если вы меня хорошо видите и слышите. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы меня хорошо видите и слышите. И поставьте минус, если качество звука и видео вас не устраивает. Пока я жду вашей оценки, буквально несколько слов. С вами мы встречаемся уже четвертый день. Перед нами выступило три спикера. И все, безусловно, выступали с полезной информацией. Специалисты делились практическими знаниями, как жить здоровой полноценной жизнью. И у тех людей, кто оформил заказ на все записи форума, будет возможность вспомнить необходимую информацию, пересмотреть наступление. Кто не успел заказать эту услугу, напомню, что вы это сможете сделать прямо сейчас. Я уже вижу, что пошли плюсы. Спасибо огромное. Спасибо. Вижу, что звук у нас хороший. Видео тоже. Отлично. И поэтому мы продолжаем. Все записи международного форума «По здоровью и сцели себя сам» можно заказать прямо сейчас. И для этого я сейчас активирую баннер. И он должен будет у вас появиться в правом верхнем углу. В правом верхнем углу вы должны увидеть баннер. Если вдруг он у вас не появится, пожалуйста, нажмите кнопку «F5», чтобы обновить страницу. И вы увидите баннер. Пожалуйста, поставьте «5» в чат, если баннер у вас появился. И если баннер вы до сих пор так и не увидели, поставьте «0». Напомню, что стоимость всех записей форума на сегодня составляет 1500 рублей. И по окончании форума «Исцели себя сам» цена вырастет во много раз. Поэтому рекомендую не упустить возможность и приобрести этот продукт по приемлемой цене. Что же вы получите, заказав все записи форума? Во-первых, вы сможете послушать любого из 36 спикеров нашего форума. Вам не придется подстраиваться под расписание. Вы сможете посмотреть нужное из выступлений в удобное для вас время. У вас будет возможность сохранить все занятия на своем компьютере и пересматривать их столько раз, сколько вам потребуется. Поэтому оформляйте заказ на все записи международного форума «Исцели себя сам» и смотрите на здоровье. Отлично! Баннер появился, поэтому можно заказывать, оформлять заказ. Я же представляю спикера, который будет сейчас перед вами выступать. Итак, Юрий Андреевич Фролов – биолог, эколог, естествоиспытатель, сыроед, предприниматель. Он создал эко-поселение в Тверской области. Занимается изучением древних славянских ведических знаний, народных традиций и ремесел. Основатель компании, которая производит и реализует органические продукты питания. Сегодня Юрий Андреевич расскажет об устранении первопричин всех болезней изменением питания и образа жизни. Я передаю слово Юрию Андреевичу. Внимание на экран. Юрий Андреевич, говорите. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать. Меня, наверное, видно и слышно. Если видно и слышно, вы поставьте плюсики тоже, что видно и слышно, и, соответственно, все мы это увидим, поймем, и я, собственно, приступлю к началу своей лекции. Но я вначале хочу сказать еще несколько слов таких вводных, как бы, организационных. Сейчас люди к нам только подтягиваются, всего там 500 человек с небольшим, ждем мы все-таки около тысячи. Ну, понятно, люди с работы приходят в разное время, у кого-то сейчас время гораздо больше, чем по московскому, у кого-то меньше, поэтому, значит, люди будут подходить, это нормальная практика. Поэтому вначале, вот, все-таки аудитория новая, я так понимаю, вы меня не знаете, мы на это как раз и рассчитывали, то есть организаторы данной конференции и я лично, потому что лекция сегодняшняя моя будет именно для новичков в этой теме, для тех, у кого есть проблемы, болезни, кто хочет понять. А главное вообще, что я вам сегодня дам, это знание, знание о своем организме, как он устроен, как функционируют базисные общие вещи. И объясню, развею те стереотипы, предрассудки, догмы, которые, к сожалению, у каждого из нас, ну, из вас, так сказать, сидят глубоко в подсознании, которые мешают вам открыть глаза и взглянуть на мир, как он есть на самом деле, а, к сожалению, так сказать, видим мы и я в свое время такой мир иллюзорный. Да, до этого я обязательно знаю, что будете вы спрашивать кто-то, почему очки и так далее, я, конечно, вот вам покажу, что вот без очков, пожалуйста, да, но почему я очки ношу, они имеют определенную защиту от, так сказать, ну, в том числе света, электромагнитных излучений, и потом на камеру я всегда говорю, даю интервью и так далее, только в очках. Это у меня принципиальная позиция, поэтому, если кто-то придет позже и будет спрашивать, а я уже форум, чат ваш не буду смотреть, пока, так сказать, не перейду к ответам на вопросам в конце нашего с вами сегодняшней нашей встречи, то вы, пожалуйста, уж напишите, что я уже отвечал на этот вопрос, это вы мне так помогите, если что. Так, значит, теперь небольшой регламент. Вначале сейчас пару вводных слов, потом я начну свою лекцию. Значит, мы будем смотреть презентацию, вы будете видеть наглядно, я буду все комментировать, рассказывать, объяснять. Информации, приготовьтесь, будет, во-первых, ее очень много, во-вторых, она будет, ну, скажем так, очень, скажем, как бы это вам, так сказать, очень быстрый темп донесения информации, поэтому я сейчас с малого начинаю, как раскачка пойдет, потом готовьтесь, что называется, да. Конечно, кто-то возьмите ручку, записывайте, я вас прошу, вопросы пока в чат, пожалуйста, вначале не пишите, почему, потому что я его не буду смотреть, а потом чат уйдет вверх, и я уже, к сожалению, не увижу, а мы сделаем это с вами по-другому, договоримся так. Вы записываете себе по ходу моей лекции, мои выступления, помечайте, потом в конце будете задавать вопросы, я постараюсь максимально ответить, поэтому встреча сегодняшняя наша может быть очень долгая. Так, теперь я попрошу вас, и взгляну на чат последний раз до уже ответственного вопроса, я прошу вас написать, кто меня знает, да, например, или плюсик поставить, кто меня знает, кто знает, потому что таких людей будет меньше, просто я посмотрю примерное количество, и, собственно, посмотрю, корректировать мне как-то или нет. Я к своим лекциям никогда не готовлюсь, ну, к вводным, по крайней мере, да, и это для меня, в общем-то, будет, ну, достаточно важный, так сказать, показатель. Вот, поэтому напишите, если вы меня знаете, да, ну, а если ничего не будете писать, значит, все меня не знают, ну, и это прекрасно. Значит, если кто-то сейчас присутствует на лекции, кто меня действительно уже знает, видел, то я скажу вам так, конечно, хотите оставайтесь, хотите нет, повторение мать учения, но моя сегодняшняя лекция именно для людей, которые вот писали мне огромное количество вопросов, задавали на форуму сайта, конференции, кто еще ничего не понимает, для тех, кто имеет свои проблемы, болезни, или свои, или родственников, и, конечно, так сказать, вот для них. Значит, я попрошу вас, пока еще есть возможность, вы можете отослать параллельно, вот я вам рассказываю, письма там вашим знакомым друзьям, чтобы все-таки они входили, и это будет важно в первую очередь для них. Ну, вы и сейчас, может быть, кто-то недооцениваете, ну, а в конце уже я вам спрошу, ну, и как прошла наша встреча, и я надеюсь, вы, так сказать, выразите свое мнение, надеюсь, очень положительно. Итак, давайте перейдем теперь к непосредственно лекции, к нашей теме. Все, не будем больше никого ждать, соответственно, люди будут подтягиваться. Вы единственное, что знаете, у меня еще одна просьба, дорогие друзья, к вам такая, что видеоданное будет еще выложено до завтрашнего дня, то есть ее оставят организаторы, поэтому кто не успеет начать, вы, вот, если будут присоединяться, там, писать, вот мы не вначале, не успели, вы напишите, пожалуйста, кто-нибудь, что не волнуйтесь, данное видео будет еще сутки висеть. Поэтому посмотрят, пусть смотрят с того момента, с какого начали, потому что будет важно все, а потом повторно посмотреть будет только, как говорится, полезно. Итак, я сейчас открываю презентацию, и мы с вами начнем. Так, значит, пожалуйста, напишите, если видно сейчас презентацию, первую страничку, которая называется «Причины всех болезней», я попрошу вас поставить плюсик, и мне еще организаторам в скайпе напишите, пожалуйста, что, мол, да, видно презентацию. Меня слышно и видно презентацию. Так, вот, Наталью попрошу, она мне сейчас напишет, и я тогда начинаю. Ну вот и отлично. Все видно и слышно. Тогда начинаем. Итак, уважаемые друзья, да, причин болезни, конечно, много, это не одна. Безусловно, наша основная сегодняшняя тема – это питание. Питание как основа жизни, питание как причины болезни, и питание как возможный путь лечения любых заболеваний. Потому что, как правильно говорил и Гиппократ, и многие ученые, и, так сказать, философы, в той или иной мере перефразируя одну и ту же фразу, что питание должно быть лекарством, а лекарство – пища. Это совершенно верно. Также верно выражение, что мы ложкой-вилкой роем себе могилу, и сотни других фраз относительно этого. Абсолютно так. Потому что из питания, то, что мы едим, как мы едим, сколько, когда из этого будут строиться клетки нашего организма, правильно, неправильно, с ошибками, без, значит, и откладываться шлаки токсина в организме, или не будут, или в меньшей степени. От того, сколько мы пьем, и какой воды, какого качества, каких параметров. А если мы успеем с вами сегодня, вы мне напомните, то я еще коснусь очень важной темы о воде. Потому что вроде мы знаем, много фильмов смотрели, однако не все, к сожалению. Я могу вкратце попробую минут за 15, в самом конце уже только, пожалуйста, про воду рассказать то, что, конечно, ну просто все понятно, на поверхности лежит, мало кто понимает, знает так в совокупности. То есть моя основная задача – дать вам именно, еще раз повторюсь сегодня, знание, чтобы вы сами умели в новой ситуации, так сказать, правильно мыслить причинно-следственными связями, категориями. И чтобы вы могли в иной ситуации как бы экстраполировать ту систему знаний и логики, которую я вам сегодня дам. Так, поэтому до того, как мы перейдем непосредственно к системе, значит, именно к питанию, к нашему организму, я скажу другие причины. Первое, конечно, это неадекватное питание. Что такое неадекватное, как термин, как понятие, мы разберем позже. Второе – это химическое отравление организма. Вот картинка, и посмотрите сами, что это может быть. Естественно, мы непосредственно в самой пище, вот вы видите картинку, где такая карикатурная толстая дядя, так сказать, с радостью льет вот эти все кетчупы, красители, эмульгаторы, всевозможные консерваторы Е, которых сейчас несколько десятков, многие из которых являются тяжелейшими канцерогенами, которые приводят к раку, и это доказано даже, что уж там говорить, в любых соевых соусах, то, что применяется нитрит натрий и то, так сказать, это очень опасная вещь, которая вызывает и слепоту, и прочее, прочее. Тарелки алюминиевые, которые, к сожалению, многие люди и поколения, ну, не постоянно ели, но раньше в армии, вы знаете, и прочее, значит, алюминий, ионы алюминия, абсорбируясь в мозгу, они всегда там накапливаются, человек ест, приводит к болезни Альцгеймера, да, ну, и не только, к этому краку тоже. К сожалению, некоторые прививки содержат именно силикат алюминия, некоторые содержат вообще формальдегид, поэтому это преступление перед нацией. Естественно, вакцинация поголовная та, которая сейчас, к сожалению, массово навязана, и просто с рождения ребенка уже мало того, что и так иммунитет ослаблен, так сказать, особенно у людей, живущих в городах, и потребляющих вот эту пищу, так надо добить еще и этим, да. Но хорошо. И вот это химические различные яды. Это алкоголь, безусловно, страшнейший яд, протоплазматический яд и наркотик, который, в общем-то, существует как легальный, к сожалению, наркотик, который просто является генным оружием, который уничтожает народы нации. И если нация, народ не распознает алкоголь, как генное оружие, она обречена. Собственно, что мы видим? Вымирают области все русские, среднерусские, северные и так далее в нашей стране. Хотя южные, наоборот, увеличивают потенциал и рождения, и прочее, и прочее. Это отдельная тема, это вот, так сказать, Владимир Георгиевич Жданов прекрасно читает лекции на эти темы. Я думаю, вы тоже все это смотрели, говорить не буду. Но это страшнейший яд, я как биолог, как специалист, говорю вам, что никакие дозы алкоголя недопустимы. Никакие. Их нет, оправданно, допустимых доз. Я уверяю вас, все эти настойки, там что кто-то может из вас сказать, как же, на травах. Я вам скажу, все настойки надо делать не на спирту, а водные вытяжки, отвары, только не кипятить ни в коем случае, а до 60 градусов термос и так далее. Но об этом я вам все потом расскажу. Еще раз повторю, будут какие вопросы, пока записывайте в чат, не пишите, я все равно не вижу сейчас чат. Так, далее. Естественно, табак, где там сотни видов, это даже не обсуждается, и вы все это, наверное, люди, которые интересуются здоровым образом жизни, прекрасно понимаете, поэтому об этом говорить и нет смысла. Но, к сожалению, есть различные пестициды, гербициды, почему я вот эту картинку здесь показываю, которые применялись и в советские времена в сельском хозяйстве, во всем мире применяются. Сейчас уже пошли более высокого уровня страшные отравляющие, но это уже мы не химическим компонентом, геномодифицированная еда, это как бы отдельное такое направление генной инженерии. Естественно, вот человек смотрит, это есть или это. Так сказать, что является пищей, что дала природа. То, что слева, так сказать, в руке его, это вообще не пища. Это, так сказать, какие-то видоизмененные бывшие живые злаки, бывшие живые томаты, так сказать, горчица, возможно, так сказать, если она тут присутствует, и овощи, и прочее. А это то, что дала природа. Там живые клетки, они дадут жизнь живому организму. И это даст только смерть. А человек пока жив, почему? Вот вы узнаете, об этом я расскажу. Тем не менее, человек жив. А человек живет, да, только как и сколько. И миллиарды людей от болезни, а все умирают. От старости-то ведь никто не умер практически еще. Хорошо. Вот, собственно, что должно перевесить на чаши весов. Теперь, безусловно, есть и другие их, мы живем, сами понимаете, в городах, многие люди, машины, там свинец, оксид углерода, полная таблица Менделеева, этим люди дышат. Это страшные химические вещества, которые, безусловно, травят наш организм, всасываясь непосредственно через легкие, и, допустим, в кровь. Это идет, соответственно, в печень, в почки, отравляются эти жизненно важные органы, мембраны, да, фильтры нашего организма, ну и так далее, и так далее. Теперь дальше, соответственно. Вот, посмотрите, еще причина какая. Я напомню, потому что перед глазами нет вот этой схемы, да. Но, собственно, вот вы видите, это у нас что? Это как раз вот, ну, скажем так, вот тот самый алкоголь, вот химический. Это опрыскивание химреактивами, все что угодно, начиная от садовых участков до профилактических. Там раньше нас вообще не спрашивали, прыскали самолетов, что угодно. Например, при Хрущеве некоторые были председатели колхозов, они просто стреляли в самолеты. Это мало кто знает, разумеется, это в прессе не появлялось, потому что за землю действительно родили, а когда стали массово, насильственно, пестициды, например, там есть такой элемент калий-40, это радиоактивный элемент, полураспад, полтора миллиарда лет. Прекрасно, да? А это входило в состав некоторых удобрений в сельском хозяйстве. Почему я говорю, надо есть только выращенные продукты? В идеале, я говорю, конечно, в идеале, с той почвой, либо где в поздние времена орудились вот недавно леса, либо земель населенных пунктов, где не было данных опрыскиваний. Так, ну вот, конечно, медикаменты, вот эти страшные аптечные, химические, многие из них препараты, вы знаете, если серьезно почитать инструкции о побочных действиях, а еще лучше в интернете посмотреть, то вы увидите, что, так сказать, понимаете, я утрированно скажу, хотя это в принципе не утрировано, что-то вроде бы даст эффект, только поверхностный, то есть снимет следствие, а не причину. Но печень, например, можно выкинуть в помойку, и дальше, соответственно, пойдет-поедет одно, другое, так сказать, дальше панкреатив, поджелудочный и прочее. Химические средства, которыми мы пользуемся. Ну, есть сейчас, ну, в конце концов, есть деньги, есть дорогие средства, хорошие, да, не буду называть экологические, они сейчас есть, но нету средств, горчица, хозяйственное мыло, сода, господи, вот что еще надо, я не понимаю. Удобнее что-то, ну, ничего, на минуту, на две можно подольше, просто надо понимать, что это все объективные вещи, объективные, они влияют на здоровье, себя не жалко, так детей пожалеете, это все очень серьезно. Какие еще есть причины, которые очень серьезно влияют на... Я понимаю, что картинки, может быть, вызовут ужас, тут вот в мышечной ткани, так сказать, это различные паразиты, ну, например, вот эти кремниевые зубы, вот эта мордочка симпатичная, это анкилостома. Анкилостома может попасть в организм человека просто через кожу. Банальный человек идет по рассе, она прогрызает просто кожу своими вот этими зубами в кровеносные сосуды и идет, соответственно, в печень, где она в основном обитает в поджелудочной железу и в протоках их. Значит, это я подробно рассказываю в своих отдельных лекциях 4-5-часовых по паразитам. Они у меня есть в блоге в моем персональном, вы потом можете всегда посмотреть, поэтому сейчас просто имейте в виду, как один из факторов, он очень важный. Многие ученые и врачи не видят, не понимают, вы видите, глазное, даже не дно, поверхность глаза, белка. И вот вы видите здесь личинку токсокары в определенной стадии развития. Сердце, которое, видите, полно, так сказать, других паразитов, так сказать, и прочее, и прочее. Поэтому бояться этого не надо, надо знать. А то некоторые говорят, что мне противно даже, или слушайте, противно и мне тоже, и мне противно. Но только глупый человек будет зарывать голову в песок, как страус. Надо знать врага в лицо. Все предупрежден, вооружен, гласит русская народная мудрая пословица. Это так и есть. Хочешь мира, готовься к войне и так далее. То есть это нормально. И спокойно, психологически, будьте вполне. Так, теперь давайте не будем... Естественно, здесь мы... Я вот слайды показал. Невозможно же все. Это паразиты, да? Но есть простейшие, типа лямбли, кокцидии, да? Есть различные, допустим, вирусные заболевания. Эпштейнбара вирус там, цитомигаловирус, папилома вирус там. Есть бактерии различные, естественно, инфекционные, бактериальные инфекции. Есть грибковые инфекции, типа кандидоза и прочее. Это все, так сказать, отдельные темы. Я читаю лекции на эти темы, но сегодня у нас общие, важнейшие темы, без которых нельзя идти дальше просто категорически, потому что я даю сегодня именно знание о процессах биологических, которые происходят в организме человека, независимо от того, кто что, так сказать, как кто хочет себя убедить, обмануть или быть обманутым, чтобы легче было жить. Я вам дам знание, ваша будет задача применять или не применять. Понять это очень просто. Теперь, следующая причина. Но это невидимые воздействия различных электромагнитных полей, силовых. Ну, знаете, это в жизнь наша вошло недавно. Это, к сожалению, аукнется очень серьезно. Уже очень много абсолютно доказывающих исследований про влияние сотовой связи, поэтому что я могу тут порекомендовать? Не говорите в упор по телефону, ну, держите вы на громкой связи, плевать на то, что услышит вас там кто-то что-то. Ну, скажите, перезвоните или что-то. Это каждая секунда, это очень все серьезно. Лишнего облучения, мощнейшего, как голову в микроволновку, вы понимаете? Там, значит, что я теперь дальше хочу сказать? Что можно проводом пользоваться, в конце концов, не наушником дистанционным, тоже беспроводным, а проводным. Неудобно, ничего страшного. За счастье посчитали сотовые, раньше без них обходились. Я, например, говорю, на громкой связи, на руке, я держу на расстоянии. Это в десятки раз снижает влияние на мозг. В десятки. Не кладите у груди, в кармане, не держите. В машине едете, положите на переднюю торпеду или сзади. Так сказать, ну, есть меры предосторожности, которые, понимаете, если говорить, вот, очень неправильные позиции некоторых людей, которые говорят, а, тогда жить не надо. Это же, это идиотская позиция. Что значит не надо? Есть объективные вещи. Если мы будем вот так вот на все смотреть, а, ничего, ну, есть такая позиция, тогда надо сказать, да мне все равно. У меня один друг так и говорил, а мне плевать, сдохнусь, ну, и сдох в 36 лет, извините. Понимаете? Потому что он вырвал себе сам могилу своими неправильными действиями. А мы говорим, ой, на небеса клевещем, так сказать, или еще на что-то, или на кого-то, а виноваты сами. Ищем экстрасенсов, еще что-то, что, господи, все лежит внутри нас. Но это вы сейчас поймете, когда мы перейдем к основной теме. Я просто должен раскрыть эти моменты. Еще, Wi-Fi. Значит, заставляйте соседей отключать Wi-Fi. Сами отключайте. Значит, скажу так, что в 300 раз примерно в среднем более сильное идет облучение, более опасная вещь, чем сотовая связь. То есть, это просто гарантированный рак через какое-то количество лет. Вот. Просто вы это имеете в виду. Я, например, своим соседям, там, ну, вот, у кого был Wi-Fi мягко, ну, надо было бы, не мягко бы сказал, и они отключили. Вот. Собственно, вот так вот. Идем дальше с вами. Конечно, есть другие невидимые источники, так сказать, это вот эти линии электропередач мощные, которые рядом стоят. Все это очень плохо, конечно. Один случай, расскажу только. Был такой в Питере, даже по телевизору показывали. Вот заходит там, работает полгода человек на рабочем месте, рак, все, увозят рак, так сказать, это второй, третий, четвертый. Ну, все, стали исследовать, что отказалось там кабель там трехфазный, так сказать, проходит силовой в стене бетонной, ну, понимаете. Вот, собственно говоря, это просто надо иметь в виду. Да, бояться не надо, надо иметь в виду. Так, конечно, есть другая группа факторов, это стресс, это негативное влияние телевидения, СМИ, откуда льется, собственно, только негатив нам, как правило, сейчас. Страшилки, что в каждом фильме, что в передачах там, и прочее, и прочее, и прочее. На работе проблемы. Вообще современный человек поставлен в такие рамки, что он просто является, ну, рабом системы. Естественно, эта жизнь ведь ненормальная, что мы сидим в офисе, перерываем какие-то бумажки, по большому счету на компьютере работаем. То есть от природы это так далеко, что, собственно говоря, как в космосе. Ну, то есть это никакой, это не часть природы человека. Естественно, он испытывает моральные, ну, скажем, вот эти вот депрессии, стрессы, негатив, остро реагирует, а завтра еще острее, потому что все накапливается, как снежный ком. Естественно, это есть, нет гармонии в человеке, вы понимаете, вот в современном, и безусловно, а как без природы может быть эта гармония? Вот у меня одно из направлений, это еще деятельность, элитная такая, аквариумистика, мы подводные миры создаем, это такая душная, я вам скажу, для людей, да, даже которые живут не в квартирах, а там в коттеджных поселках, например, ну, просто, понимаете, подводный мир или там вот часть природы, да, например, просто я так привел это для, так сказать, слово из своей жизни, это часть природы, к которой человек душой любой, даже самой черствой, как бы, ну, если он не на публику играет только, а сам перед собой остается, он стремится, но он себя обманывает, он пытается, там, деньги, карьера, что-то, так сказать, да, но не может жить человек без земли, вот это, я вам точно скажу, не может, это не естественно, сейчас народились поколения, которые действительно воспринимают уже стручок фасоли или гороха, вот, например, в Америке, да, как упаковку, какую, говорит, русскую упаковку хорошую придумали, когда иногда в супермаркетах вывозят, так сказать, в горошки не консервированные или очищенные, а именно в стручках, то есть это вот не шутка, а истинная правда, то есть это просто страшно, что будет через какое-то время, а это ведь все идет к деградации личности, естественно. Так, соответственно, вот все эти стрессы, там, нелюбимое дело на работе, ненужность, никчемность, ну, то есть, вот, понимаете, разобщенность детей от родителей, и это все стрессы, и ведь, видите, это многофакторная система, которая одна влияет на другую, ну, идем дальше с вами, а то действительно это невозможно. Это всем нам известные, а с 80-х годов у нас в стране заговорили о гиподинамии, и, естественно, раньше труп был, так сказать, действительно у человека, физически очень активный, ну, а потом уже даже 80-е, вот это телевидение, прочая работа, все-таки люди меньше двигались, что говорить, когда пришли к нам развлечения, невиданные ранее, компьютерные игры, вот как сидит парень тут этот, уже все, который весь в компьютере, это столько семей рушит, это так деградирует личность ребенка, так сказать, потенциал роста, развития духовного, творческого, он нивелируется, он просто, вот это надо избегать категорически, у меня мои дети, например, они это, так сказать, просто уже для них это не приемлют, и они сами этого не хотят, потому что все формируется в первые годы жизни, если заложить у ребенка стержень, идеологический стержень, стержень, как бы это сказать, отношения к жизни, к миру, к вещам, к природе, ко всему, то ребенок будет личностью, а тот, кто говорит, потом вот выберет, будет потом там, ну типа того, наркоманом, или вот, ну это про все так же говорят глупые люди, типа про алкоголь не давать, если он потом сам будет и сопьется, и тогда, это вот, знаете, это вот враги нашептали, а дурачки повторяют, то есть все формируется в первые годы жизни, вот тогда ребенок становится, понимаете, в нем стержень, который не сломить, меня, например, я в жизни ни грамма не выпил, ни одной рюмки и ни одной сигареты, так сказать, это надо к стенке поставить, чтобы я эту гадость когда-нибудь взял, и не только потому, что это вредно для здоровья, да, это еще и я буду себя человеком не буду считать, я скажу так, и я говорю вам, что если человек хоть грамм пьет алкоголь, он враг народа, почему? Потому что он уничтожает, он вносит лепту в дело уничтожения народа, а это по гарвардскому проекту, так сказать, ну посмотрите, все идет, причем идет все именно так, как было сказано еще 60 лет назад, через алкоголь, табак, уничтожение нравственности, культуры, подмена понятий, ну то есть все, что мы видим сейчас, а вот физический труд, посмотрите, пусть даже это суррогат, пробежка вот эта пустая, она не дает, ну в принципе, кроме физического, ну это физическая активность, это хорошо, но спортзалы, виды спорта, это суррогат вот того, что вы видите справа внизу, квадратик, вот этого грубого девочка, когда, ну или неважно, кто работает, это физический труд на земле, лучше этого нет ничего, но не с потом лица, как нас приучили в последние, так сказать, столетия, ну хотя на самом деле, ну последние лет сто, есть технологии, при которых люди могут гармонично жить, трудиться не в поте лица, но вполне нормально, и природа вознаградит, если мы не будем ее угадить, для этого надо знать основы органического земледелия, рачительного природопользования, да, но об этом это отдельная тема, я, кстати, тоже веду, у меня есть сайт, именно по органическому земледелию, где я учу людей, и встречи устраиваю, именно вот эти все азы органического земледелия, и восстановление плодородия почвы, без которого жизнь человеческая будет, ну просто катастрофична, потому что убили мы почву, в ней нет уже тех минералов, того состава, который когда-то был еще там, даже 70-80 лет назад, то есть почва беднеет страшно, и это большая беда. Ну вот физический труд, соединенный с пониманием того, что ты делаешь, с пониманием, что ты творишь, создаешь, что ты творец, вот это дает гармонию, если что-то по отдельности не будет полноценности, это будут только суррогаты временные, человек будет маяться, мучиться, не понимая почему, а на самом деле поэтому. Вот посмотрите, верхний левый угол, ужас, да, вся вот эта еда, это не еда, вернее, это вот эти отбросы, суррогаты, лежат дети, их будущее известно, к сожалению, миллионов таких детей, не допускайте вы такого ужаса. Дальше идем, смотрим. Ну вот это я назову так, это нарушение экологии, но давайте внесем ясность, экология это не защита окружающей среды, это ошибка, это неграмотно, потому что экология это фундаментальная биологическая наука, которая изучает взаимоотношения организмов между собой с окружающей средой, то есть она изучает, надорганизмные системы различных уровней, популяцию, это совокупность организмов одного вида, обитающих на определенной территории, и так далее, и вплоть до биосферы, самой большой экосистемы на нашей планете, биосферы Земли в целом. И вот это изучает экология. И также изучают пищевые цепи, сети, все взаимоотношения организмов. Поэтому, говоря об экологии, мы говорим о том, что мы часть природы, а если мы часть природы, мы можем быть гармоничны только когда мы вместе с ней. То есть живем, ведь там воздействуют многие вещи, которые мы тоже не понимаем, там 8,6 герц поля Земли, это, так сказать, это ритмы Солнца, понимаете, ритмы природы, которые подчиняются все живые организмы, и только человек, отгородив себя бетонно-стеклянными стенами, ну, собственно говоря, создал то, вот это гетто, что вы наверху видите. Потому что жизнь нормальная, вот в этих коробках, ну, это невозможно. Вот внизу и наверху, вот просто сопоставьте, так сказать, без предвзятости, без того, что вот, так сказать, что же делать, это другой вопрос, что делать. Другой. Но нельзя закрывать глаза, и я должен сказать об этом обязательно. То есть вот эта гармония человека и природы должно быть, а не противостояние ей. Потому что мы всегда проиграем в противостоянии. Так, хорошо. Вот еще одна причина, но тут я скажу, что вот это, мы назовем это наследственность, предрасположенность, то есть говорят, генетические заболевания. Уверяю вас, что почти все, что врачи, ученые говорят, генетические заболевания, нет никаких генетических заболеваний. Почему? Потому что первично гена и передачи генной и геномной информации, это идет волновая так называемая генетика. Может быть, вы слышали ее, так сказать, один из основателей это Горяев, да? Так вот, я академик, я хочу вам сказать, что как бы идет матрица, голограмма, информация впереди. И геном человека, который известно, что уже там не один миллиард лет, это, как бы это вам сказать, то есть она идеальная информация первичная. Все, что почти все, не все, конечно, но почти все, что воспринимают за генетические болезни, это легко, знаете, чтобы медики могли просто ааа, вот когда они не знают, они все сваливают, на что, на вирусы и на, так сказать, генетику. Потому вот идет вот это вот троица все, говорят, генетически, что вы хотите, папа, мама вот толстый, так сказать, и сынок. Да нет, друзья мои, потому что папа, мама ели то-то, 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 их мамы, папы ели и молоком кормили, потребляя то-то, 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 а потом они также питаются привычно, потому что это в образ жизни семьи и якобы в норму входит. А врачи даже этого понять не могут, потому что они тоже руководствуются пословицей и все полезно, что в рот полезло. То есть причины на самом деле другие, а генные действительно, вот факторы, вот посмотрите, вот здесь в картинке, влияющие на эмбриогенез, внутреннее развитие плода, да, это что такое? Это все, это, так сказать, безусловно, вот те самые яды, алкоголь, курение, это различные яды это бытовая химия, это все, что угодно, так сказать, разные факторы. Конечно, там есть генетические болезни, есть, но их очень на самом деле мало и многие то, что считают, например, муковицидоз, да, такое автоиммунное заболевание, говорят, это, мол, так сказать, генетическое, да, правда? Вот если бы мы проанализировали, было бы время, вот я в своих других лекциях анализировал и объяснял, то вы бы поняли, что это полная глупость, что это болезнь, вызванная исключительно накопленным кодаверина и других трупных ядов, гнойных токсинов в организме человека. Ну, а врачи говорят, давай мясо еще больше, потому что видят, что человек гниет, белки-то уничтожаются, выводятся, ну, гниет человек, фактически легкий кишечник при этих заболеваниях, а они еще больше туда подкидывают мясо, чтобы еще больше гнило, они же не понимают, так сказать, что это такое, но вы-то сейчас поймете, вот поймете так, чтобы вы никому не верили, а сами поняли, навсегда, на всю жизнь запомнили. Простую вещь, которую вы поймете, просто поймете, вот это мы сейчас дойдем с вами, и так, я должен был сказать об этом. Ну, и, пожалуй, еще какие причины, тут уже вот глобус видите, это сети Хартмана, известные, это различные геомагнитные, это геопатогенные и аномальные зоны, где, вот вы видите, деревья криво растут, так сказать, идут разломы какие-то тектонические, соответственно, энергии могут быть, ну, скажем, назовем их примитивно так, отрицательные, те, которые из вас жизненную силу вытягивают. Более того, сейчас, например, абсолютно установлено, что часть энергии, ну, конечно, мы получаем за счет, например, свободного перехода электронов. На границе воды и земли, воздуха, вернее, часть электронов из воды уходит, ветром переносится, и, например, наши вот эритроциты крови, например, они до 80% получают энергию не из химических реакций, а именно за счет электронного свободного переноса. Сейчас это доказано тремя физиками-академиками нашими отечественными, собственно, это было и так и раньше понятно. Вообще народ когда-то, когда он еще не утерял традиции, обычаи, связи с природой, с землей родной, знали все то, что сейчас честная наука только подтверждать начинает, потому что появляются какие-то приборы, которых раньше не было, нельзя было доказать научно, например, а ученые, так сказать, руководствовались, как правило, не тем, что есть истина в природе и попытками изучить, понять почему, а тем, что им приятно или хотелось бы слышать, видеть, а не просто доказывали свои постулаты, свою веру во что-то, к сожалению. Но теперь, пожалуй, мы с вами еще раз взглянем на эту табличку, так сказать, схематично, что мы проговорили. То есть, безусловно, проживание в геопатогенных зонах, на методах, разломах и прочее, конечно, здесь мы не рассмотрели с вами какие-то травмы, прочее, прочее, там есть проблемы из глазов, есть, безусловно, люди, которые могут влиять на человека, есть, есть. И это даже товарищ Сталин, почему прямо в камеру никогда не смотрел, а чуть-чуть в сторону, он это знал, он это знал. Почему я и очки, кстати, одеваю, вот кто-то спросит, и поэтому. Теперь, далее. Ну, а теперь, пожалуйста, первый пункт у нас был какой, и об этом сегодня речь. Неадекватное питание. Что же такое неадекватное питание? Вот смотрите на следующий кадр, я вам расскажу. Чтобы понять, что такое неадекватное питание, мы опять-таки быстренько пройдемся по пунктам, и потом я объясню, что такое видовое питание, вот оно как раз адекватное, и что такое живое питание. И мы проанализируем, чем же мы питаемся, и соответствует это законами природы, не с моим мнением, не с вашим, не с какими-то академиками, а выше берите, с законами природы. Теперь давайте дальше. Вот живое, видовое договорились, я вам потом расскажу. Теперь, питание, конечно, должно быть какое? Да, видовое, да, живое, да, безопасное. То есть, в идеале, я понимаю, может быть, не все могут, хотя, если захотите, сможете. Органическое, то есть, с грядки, сами выращивайте, пожалуйста, 6 соток гектар, неважно. Покупать у фермеров, если, так сказать, у вас есть возможности, у честных, которые все-таки есть. В органических магазинах, у кого средства позволяют, а такие есть. Найти бабушек в деревне, хотя их все меньше и меньше остается, так сказать, ну, кого-то. То есть, если человек задался цель, он найдет, уверяю вас. Почему-то, когда у человека рак, он готов ехать, хоть там на край севера, так сказать, и все, что угодно делать. Понимаете? А мы отговорки дешевые ищем, себя обманываем, так сказать, нет, это все, нет, не надо себя обманывать. Так вот, органическое, без хемии, без ГМО, это в идеале, так сказать, понятно. Без окисленных жиров, это страшная штука, мы об этом еще поговорим. То есть, пероксид липида, так называемые молекулы, когда жир, он ведь в воде, то есть, в воздухе окисляется, ну, скажем, на воздухе жир, да, окисляется в 9 раз примерно быстрее, чем в воде. И если мы что-то взбиваем, что содержит жир, так сказать, молоко, которое только льется в бидон от коровы, когда дают молоко, жиры окисляются, а это мощнейшие, мутагенные, это вещества, свободные радикалы, образуются перокисленные жиры, понимаете? Вот и так далее. Естественно, так сказать, без красителей, без того, той химии, о чем я говорил, должно быть питание, тогда оно будет безопасно. Итак, видовое, живое, разберем, безопасное, вкратце понятно, потом, питание должно быть качественное, разнообразное. Ну, естественно, это что значит, что в нем должны присутствовать те необходимые витамины, если пока у вас не работает один хитрый процесс, о котором я расскажу далее в кишечнике, значит, с одной пищей должны быть, так сказать, необходимый набор витаминов, а главное минералов, аминокислот, безусловно, ферментов, прочих, прочих, всех жизненно важных компонентов. Кто-то сразу скажет, ну, а как же белки, я что-то тут про мясо негативное сказал. Ну, вот дальше вы все поймете, послушайте. Значит, теперь, умеренное питание, то есть необильное, я приведу пример разумный, такой стандартный, вот Федор Григорьевич Углов, великий русский хирург, был, вы, наверное, слышали о нем, кто нет, обязательно почитайте книгу «Сердце хирурга» хотя бы, да, обязательно найдите в интернете, купите, на этой книге надо просто вот, ну, уже детей и подростков, конечно, не маленьких, воспитывать, сами читайте, слезы польются просто во многих местах, именно от, ну, от многих причин, я не буду говорить сейчас, что это не о хирургии, не только о хирургии, книга, это о людях, о порядочных, и, так сказать, нечестных, о человеческой дружбе, подвигам, и, так сказать, подвигам, предательствия и прочее, это о жизни книга очень сильная, вообще гениальный человек, он, конечно, во всем гениальный. Так вот, Федор Григорьевич Углов, он прожил, конечно, не так много, ну, 103 года, на 104-м умер, и он никогда не пил, не курил, так сказать, тоже, но он всегда мало ел, он говорит, мама меня приучила из-за стола выходить так, чтобы я мог съесть еще такое же количество, то есть, вот так вот, да, и это очень важно, и это свойственно для всех долгожителей, кто прожил, пусть там 100-120 лет, не важно, но умер все равно, кстати, от болезни, я вам сразу скажу, кстати, сам Углов говорил, что, понимаете, то я не видел никогда человека, ни одного, даже в 120 лет, чтобы он умер от естественных причин, при вскрытии всегда четко, атеросклероз, тромб оторвался сердце, ну, то есть, всегда есть объективные причины, поэтому, кто говорит, ну, что ж там, 80 лет или 90 прожил, нормально пожил, так сказать, от старости, или шутки на тему белой соли, помните, и там сахара кто-то, пошлые, эти наши юмористы, 80-е, глумились, так сказать, в 90-е умер лет, всю жизнь ел соль, мол, типа смешно, идиоты, смешно, это объективные вещи, ну, просто вот, понимаете, есть вещи объективные, почему, ну, изучите этот вопрос, как это с почками связано с работой, да, натрий, хлор и так далее, почему хочется соли, очень просто, организм закисляется, ему щелочь нужна, а натрий, это щелочной металл, щелочной, это реакция нейтрализации идет, вот почему соленого хочется, а не потому, что это надо, потому что организм закислять не надо, чашечками кофе, мясом, макаронами и прочей прелестью, а в кислой среде рака растет, вы знаете, что раковые клетки в щелочной среде погибают, поэтому вот-то Варбург, еще проводя, это дважды лауреат Нобелевской премии, так сказать, эксперименты со своими друзьями-анкологами, у меня есть подробно об этом мое выступление, но, тем не менее, я скажу два слова, он что делал, так сказать, когда операционное поле обрабатывали, этим, каустической содой, щелочь сильная, метастазов, как правило, не было, потом почему-то отменили в медицине, это очень интересно узнать, почему у хирургов, кто, так сказать, знает историю этого вопроса, почему так было, почему отменили обработку поле каустической соды операционного, но это ладно, это я сейчас говорю, это не значит, что надо, прямо у кого есть это, это панацея, нет, панацея будет, дорогие друзья, в комплексе мер, поэтому вам важно сегодня, я говорю, жизненно важно, если вы хотите понимать причину, это главное, значит, быть с нами до конца, весь мой вебинар сегодняшний, теперь дальше, еще раз скажу, я просил, правда, людей, значит, кто-то сейчас подсоединился, 10-20 минут назад, значит, обязательно смотрите до конца, все самое интересное, сейчас только начинается, да, все будет, а завтра, кто не успел, начал не сначала, пересмотрите, если захотите, надо сказать, будет в записи, так, это я сказал, теперь, значит, паузы, методики, понятно, что надо пищу жевать долго, обязательно, потому что ферментация идет, начинается обработка пищи, значит, уже в ротовой полости, да, подробнее я об этом позже скажу, поэтому, так сказать, пока, но это очень важный момент, да, и так далее, и так далее, то есть оно должно быть совместимое питание, то есть ни в коем случае не совмещать, например, фрукты и орехи, или, например, там что-то сладкое, и неважно, орехи, потому что там тоже много белков содержится, я уже не говорю, что, так сказать, про все это мясо, рыба и яйца и прочее, это вообще не человеческая пища, но об этом мы с вами позже поговорим, поэтому это лучше вообще не есть, так сказать, но, по крайней мере, так сказать, когда вы поймете, вы сами сделаете об этом выбор, а я вам говорю без какой-то цели, моя цель только одна, она общественная, ну, такая, как бы это сказать, такая общественная, что называется, но, донести до людей то, что, к сожалению, вот чушь до сих пор, ну, правда, сейчас уже изменяться стало, да, по телевидению, тем не менее, несут до сих пор, основываясь на ложных представлениях, догмах, которые, к сожалению, в конце 19 века у врачей сформировали, и вот мы на основании этих постулатов о незаменимых аминокислотах, о том, что только в мясе все, ну, и так далее, вот, в общем, вот все, что вы можете сказать, уверяю вас, уверяю, все, что может любой академик сказать, да, я общаюсь, мне очень много медиков пишут, кому я глаза открыл на жизнь, химики, которые, кстати, увольнялись некоторые даже с лаборатории, с химических производств, там, потому что понимали, что же, ну, не хотят больше в этом участвовать, и так далее, так вот, я не видел ни одного человека, кто бы не говорил, ну, скажем, одни и те же вещи, избитые фразы, которые у каждого из вас, и у меня в свое время были, в подсознании сидят, и это не ваши фразы, не ваши мысли, это называется бесструктурный метод управления, то есть, как Гибельс говорил, ложь сказанная тысячу раз становится правдой в глазах людей, ну, вот это стало правдой для вас, вы в это верите, а потом вы любите что-то есть, и вы хотите это защищать, да, тогда давайте сегодня хотя бы договоримся быть честными перед собой, перед другими, и послушаем все непредвзято, а, так сказать, только основываясь на логике, здравом смысле, ну, и, конечно, интуиции, она тоже для человека разумного не в последнее место играет. Так, дальше, питание должно быть, конечно, спокойное, ой, без просмотра этого телевизора поганого, без нервов, без стрессов, спокойно, планомеренно, думая именно о питании, о еде, о том, что пища, жизнь вам дает, так сказать, энергию, строительный материал, да, вот это сосредоточено, то есть направленные мысли все, да, и обязательно с семьей. Эти ритуалы у нас были во всем мире когда-то, у всех народов, у всех народов всего мира, эта семья садится и принимает, так сказать, завтрак или обед, или это единственно правильный, во всех смыслах снова, в психологическом, прочем, и в медицинском, это единственный правильный вариант, то есть нужно питаться вместе, спокойно и прочее. Так, питание энергетическое должно быть, то есть, ну тут уже, мы не будем сегодня говорить о высоких материях, но самая полезная пища та, которую вот сорвали яблоко с куста, с дерева, и съели, потому что там еще есть, если по специальном спектре посмотреть, сделать фотографии, то мы увидим ту энергетическую оболочку, которая через несколько часов уходит, уходит, и это есть так называемая прана или особый вид энергии, хотите, можете называть это модификацией эфира, да, и вот, пожалуйста, это есть, независимо от нашего, так сказать, с вами мнения, это факт, научный, абсолютно, значит, такая пища, самая энергетически ценная, дает больше всего, разумеется, энергии пользы, но это уже тут сложнее, я понимаю, поэтому мы живем в городах, без складов не обойтись, поэтому, так сказать, по возможности просто максимально свежее, живое, так, ну и, конечно, питание должно быть без дефицита чистой воды, а вот вода, это действительно отдельная еда, и отдельная тема, про которую я говорил, что мы в конце в самом, если дождетесь, и от меня попросите, да, еще не устанете, а я на вопросы на ваши отвечу, то я про воду тоже обязательно кое-что очень интересное расскажу, и вы будете знать о воде, ну очень много, и буквально на это уйдет всего 10-15 минут, так, хорошо, ну а теперь, пожалуй, давайте, что у нас сверху было, видовое питание и живое, что же это такое, вот теперь давайте подробнее, любой зоолог вам скажет, что у каждого вида животного, да, любой биолог, что есть свой тип питания, у любой рыбы, у любого зверя, у любой птицы, у кого хотите, у любых высших, хордовых, там, позвоночных животных, да, на нашей планете, у каждого, и у простейших, у всех, есть свой определенный тип, определенный набор строгих продуктов, под это заточена их биохимия, их анатомия, значит, внутреннее строение, их морфология, то есть внешнее строение, атрибутика, там, наличие шерсти, клыков, так сказать, посаженных, там, определенным образом бровей, ноздрей и так далее, да, то есть это, ну это, это так же, как вот есть стол, есть компьютер, то, что вы это видите, это факты, которые мы должны видеть, другой вопрос, хотим ли осознавать, что мы видим, и какие глупости порой мы потребляем, когда говорим, что человек там может есть мясо, господи, ни одного приспособления, ни химии, ни биохимического, а про биохимию я объясню насчет любимого пепсина, там, соляной кислоты и прочих радостей, так сказать, кто думает, что желудок только для мяса, вот кто говорит такую глупость, да, а есть такие, я знаю, ученые, это просто, это называется профнепригодность, потому что, вот вы сейчас поймете, насколько все просто и как правда лежит на поверхности, так сказать, вот таких гнать надо просто метлой поганой, потому что эти люди, они себя ведут в могилу из стада других, потому что люди за ними тянутся, вроде вот академик, и давай, так сказать, вот, как если есть такие продажные, которые еще, так сказать, пьют, говорят, я буду пить, курить, так сказать, миллион, а людям, людям слабым, все слабые, да, как говорил, так сказать, понятно, у Булгакова один персонаж, люди, есть люди, что-то, так сказать, со своими, вот, им только дай слабинку, договорят, скажи, а они уже всю таблицу, так сказать, все, весь алфавит расскажут. Так, теперь, видовое питание, что есть видовое питание для человека? Итак, все то, что я буду говорить дальше, будет свидетельствовать этому, но я пока скажу вам в целом. Мы не травоядные, нет, конечно, нет, у нас совершенно другое строение, понятно, желудок немногокамерный, прочее, прочее, все ясно, мы не травоядные, а то некоторые с таким, знаете, травку типа есть, у вас что, так сказать, есть только биполярное мышление, так сказать, либо мясо, либо травку, это что за извращение? Итак, человек не травоядный, человек не плотоядный, то есть не мясоядный, человек никакой не всеядный, потому что все полезло, что в рот полезло, это ничего, ни о чем не говорит, а дальше миллионы болезней, миллиарды смертей, и от четко определенных признаков, четко характерных, именно из-за неадекватного питания. Поэтому, значит, есть другая категория, другая группа, про которую почему-то никто не говорит, это плодоядное, мы плодоядное существо. Что такое плоды? Плоды – это концентрированная энергия солнца, которая перераспределилась в растениях, растения трансформировали первичную энергию солнца в энергию химических связей, в построении сложных химических органических соединений, такие как же рыбелки и углеводы, которые есть в теле каждого растения, а больше всего их, конечно, накапливается в их концентрированном виде в плодах, корнеплодах и так далее, в стеблях, смотря какие растения. Так вот, это и потребляют те животные, которые в экологии, как в науке, называются консументами, то есть потребителями. Если все растения являются продуцентами в биологии, в экологии, то есть те, кто образуют первичную биомассу в биосфере, первичное вещество, на котором вся система, вся планета живет, это и есть первичная, самая лучшая, самая чистая, самая концентрированная энергия. Потом ей питаются консументы первого порядка, то есть потребители, те, кто едят листву, плоды, то есть там от обезьян, приматов, до там, сами знаете, жирафов, там слонов, неважно. Кстати, самые крупные, сильные животные, самые выносливые, они, естественно, те, кто едят растительную пищу. Так, теперь, значит, у каждого есть своя группа определенная, чем питается животное. Да, в природе, в критической ситуации некоторые виды могут питаться несвойственной им пищей, но в этом случае они будут болеть, они будут иметь определенные проблемы и меньше жить. Естественно. Теперь, значит, это я говорю о видовом питании. Плоды есть вершина, концентрат не только энергии солнца, но и минералов земли. Там накапливается в ягодах, это тоже плоды, правда, лесные, особенно самые полезные, так сказать, ягоды, это лесные. Там накапливается гигантское количество ценнейших минералов, которых, к сожалению, уже нет на полях, потому что оттуда микроэлементы выкачали давно и их туда не вносят искусственно. Туда вносят нитрофоск, азот, фосфор, калий, что туда? А кремний, который необходим для того, чтобы кальций из костей не вымывался. Кремний где? Его нету там в почве, нету практически современной, так сказать, в десятки раз меньше. И еще кто-то говорит, ну вот переходит на питание вроде правильное, живое, растительное, а все равно есть проблемы. Ну, во-первых, на то есть тоже определенные причины, но надо быть разумным человеком и говорить, я не буду говорить на белое-черное, я надеюсь, все после сегодняшней нашей встречи вы тоже будете говорить на белое-белое, на черное-черное и фантазировать тоже не будете и выдавать желаемое за действительное. Дальше разбираемся, что такое живое питание. А вот теперь интересное с вами, я вам скажу вот как, чайник кто-нибудь кипятил из вас, да, скажет, все кипятили, там осадок выпадает, ну, я только сразу скажу, если вода не дистиллированная, не после обратного осмоса, вы скажете, да, конечно, мучаемся чайнике, даже средства, комнаты всякие, что там рекламируют по телевизору, идиотизм вот этот вот весь, значит, то есть что они туда добавляют? Да кислоту любую, то есть вот солянку купите за 3 копейки, разбавляйте в воде, лейте в чайник и все, или куда хотите, там в стиральную машину или в любые насосы. Но это ладно. Вопрос, вопрос к вам, почему образуется осадок, он же ведь, вода была чистая, вот пусть в графине постоит вода, сутки будет осадок, не скипятите, будет осадок, будет, почему? Минералы выпали в осадок, думайте, думайте, что такое значит выпали, изменилась их структура каким-то образом, ну, наверное, да, конфигурация молекул, так сказать, вот они выпали в осадок, что образовалось, что бы там ни было, в какой форме бы минералы не существовали бы в воде растворенной, либо в коллоидном растворе, либо, так сказать, между молекулами воды, да, они могли быть в органической форме, в неорганической, а я подчеркну, кто-то еще умничают, спорят, так сказать, есть такие люди, которые вообще ничего не понимают, но хотят выдавать желаемые заследования, что такое, мол, как кальций органический, например, кальций, а я говорю, дорогие друзья, вот есть карбонат, а есть органит кальция, например, да, вот это органическая форма, органическая, в яйце, например, в скорлупе, да, пока вы его не сварили, да, пока вы его не сварили, а что будет, если сварить, а вот думайте сами, И так вода образует осадок, если её вскипятить. Значит, минералы выпали в осадок. Теперь внимание. Вот эти неорганические минералы, которые выпали в осадок, не могут усвоиться организмом человека. Более того, никакого животного на нашей планете организмом никакого животного, даже любого, не могут. А только корневой системой растений, которая перестраивает вместе с микоризами грибов, это сложные симбиозы, в органическую уже форму минерал, переходит в теле растения. Растение трансформирует его в иную структуру. Но если мы сварим растение, скажите мне, что будет? Давайте так, чудо произойдёт или произойдёт, так сказать, будут незыблемо соблюдаться законы природы. Ну если в воде вы видели своими глазами осадок, ну что, вы его не увидите, что ли, так сказать, сваренной отварной морковки капусте? Да, не увидите. Почему? А потому что только аморфная уже размягчённая структура клеток, она всё-таки не даёт выпадать, так сказать, этому осадку на дно. Ну то, там же произошло то же самое, всё, нету там никаких минералов, вы не получите. Никаких изварённой пищи вы не можете получить минералов, потому что они разрушены, они пришли в неусвояемую форму, в неорганическую форму, всё. Всё, 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 не бывает по-другому. Потому что вы теперь знаете, что есть вот в воде, что происходит, вот то же самое. А сантехник любой скажет, 65 градусов, всё, минералы нельзя в трубы наливать, надо туда либо там химические, там типа тасола, либо дистиллированную воду. Или говорят, если вода обычная, скважина, где кальция много и там других минералов, то обязательно надо, так сказать, что делать, 60 градусов, не больше. Потому что минералы, и всё закольцуется, всё у вас, прокладки будут твердеть и прочее. Правильно, сантехник это знает. Но то же сантехник приходит вечером домой. Варёное, так сказать, жареное что-то, так сказать, и только это. И это он уже не думает, что он съел те же минералы, а потом артриты, артрозы. Ну, конечно, у них другие причины, там, например, там, подагра. Знаете, что такое подагра? Накопление солей, урата, натрия. Ну, это варёные, жареные белки, азот, белки. Пожалуйста, мясо не ешьте, не будет подагры. Ну, не только мясо, там, молока, прочего, так сказать, и так, белков животных. Ой, я вам то, что сегодня буду говорить, вы в каждом из сотня нюансов будете только лишь видеть подтверждение не моих слов, это всё ерунда, а законов природы, я их всего лишь констатирую. Просто это всё лежит на поверхности, но мы ничего не видим. Как, например, вот, может, для кого-то будет шок, что таблица Менделеева, например, она ложная. Ну, то есть, это не та таблица, которая Менделеев в 1903 году в прижизненном издании в учебнике была опубликована. Потому что в этой таблице нету логики, это специально сделано было в 1933 году. С 1933-го мир учится положено, это убраны эфиры, нулевой ряд, период был, и там была целостная картина мира, логика, так сказать, трансформации химических элементов, прочее. Ну, что-то, вы понимаете, что правящим классом нужно, чтобы люди были рабами, чтобы люди могли быстро отработать и быстро умереть, и прочее, и прочее. Медики – это еще более ущербные люди в каком плане? При всем уважении, да, вот я, например, вы меня камень тут не кинете. Я до глубины души уважаю великого хирурга, врача, да, Федора Григорьевича Углова и таких, как он. Это просто люди, как, знаете, во всех народах говорилось, что такое русский солдат, русский врач. Это эталонные были понятия, такие нарицательные. То есть, высший добродетель, самопожертвование, все правильно. Но я сейчас говорю о системе. Врачи еще больше подвержены вот этим стереотипам, им сложнее. Потому что мы, все люди, все мы с вами, с рождения прокатились через матрицу догм и стереотипов и вышли из школы, из института уже сформированными людьми, со своими, как говорится, вот этими такими догматами о священных коровах, что мы никогда, будучи любыми великими учеными, не задумываемся о том, что же мы в себя вкладываем, мы все разберем по полочкам. Но мы здесь не будем даже минуту за сто лет своей жизни задумываться. Вот понимаете, проблема в чем? Вот к чему я вас призываю, к здравомыслию я вас призываю. Теперь дальше идем, дальше. Значит, живое питание – это когда клетка не уничтожена температурой. Что это значит? Что это значит? Очень просто все. Смотрите. При 43 градусах до 50 уничтожаются, разрушаются все ферменты. Зачем нужны ферменты в живой пище? Вот помидор, огурец, там везде есть в клетках такие органеллы, лизосомы. В них есть, в этих органеллах, свои клеточные ферменты, которые могут при определенных обстоятельствах, например, когда вы кусаете яблоко, вместе с цитоплазмой, все вот это сок, то есть вы разрушаете миллионы клеток, сок выливается, там же ферменты, и начинается уникальный процесс, аутолиз он называется, или автолиз. Ну, его описал академик Уголев, академик, кстати, медицинской академии наук. Значит, он всего лишь просто констатировал законы природы. Включается механизм, когда энергии извне ваших, ваших ферментов не тратятся практически, а продукт, как был съеденный, живой, яблоко, там, неважно, что персик, это самопереваривание, саморастворение, и вам столько энергии дается, но если вы это яблоко потушите, оно уже не 15 минут в вас будет находиться, как сырое, живое, а оно будет уже 6 часов гнить в вас. Но это яблоко. Мясо же до 3 суток. Да, как же, наш же кишечник, извините меня, он не как у хищников. Коротенький, прямая, сразу вышло все, так сказать. Нет, он, конечно, не как у травоядных, но он абсолютно длинный достаточно, и он, извините меня, там такое гниение идет. Но об этом мы с вами, об этой прелести поговорим попозже немножко. Теперь дальше. Значит, живое, понимаете, при 70 градусах уже, вот кто хорошо учился в школе, да любой, вот вы сейчас проверьте своих детей, внуков, неважно, там, учебники, и посмотрите, что, ну, может быть, сейчас изъяли, я не знаю, как сейчас в программе, но каждый учился в советское время, прекрасно знал, а в институтах тогда вообще интересные вещи учились. Вот у нас была, так сказать, химия неорганическая, органическая биохимия, цитология, другие предметы отдельные, которые, конечно, надо было связывать бы друг с другом, но преподаватели нам не связывали, как и всем не связывают, и врачам не связывают. Поэтому врачи знают по левому уху или по правому, я, извините, задорного цитирую, но тут недалеко от истины, но они ничего не понимают в биохимии, они не понимают в процессах, как всё происходит глобально. Надо же с этого начинать изучение, любой врач должен быть биохимиком, иначе, так сказать, он ничего не будет понимать. Он может быть просто гениальным человеком, и самообразование ему поможет, да? Это другой вопрос, но это единицы таких людей. Так, теперь дальше. Вот смотрите, 70 градусов, что происходит? С 70 и выше начинается полная необратимая денатурация белков. Вот самые любимые белки, пришли к ним. К этой теме. Вообще-то, я вам скажу, что ферменты и витамины, и гормоны, это тоже белки, основа там азот, это тоже белковые соединения, но высокомолекулярные белки разрушаются при 70 и выше полностью, то есть есть такое понятие в биологии, полная и необратимая денатурация. Это утеря природных свойств, способностей живой клетки, к делению, размножению, к жизни вообще. Значит, мы проходили, да все, чему-нибудь учились и как-нибудь, да, так сказать, и учителя нам не акцентировали, что, собственно говоря, что же это значит для жизни. Учеба, она ведь порочна, особенно сейчас вообще ужасная, потому что учеба должна быть какая? Все, что мы учим, должно быть применимо к жизни и не оторвано от жизни. Все примеры математические, уж извините, отвлекаюсь, должны быть основаны на весах, на каких-то длинных рек, на привязанных объектах к жизни, реальной жизни, а не на теоретическое. Математика теоретическая, она вообще абсолютно идиотична, абсолютно. Кто с этим не согласен, Рыбникова, посмотрите потом выступление, так сказать, и если вы сможете, так сказать, правильно проанализировать, просто, да, так сказать, отключив предрассудки, вы все поймете. Но это, извините, отступление небольшое. Значит, теперь, значит, 70 градусов, ДНК плавится, все, жизнь невозможна. Куриное яйцо сваренное, взятое из-под несушки, положенное обратно, живым уже не станет, зародыш не будет развиваться и цыпленок не выклюнется. А вы что хотите, чтобы у вас в организме, так сказать, абракадабра произошла и из неживого живое было? Ну, так я вам расстрою или обрадую. Вы только потому живы, когда кто ест вареную мертвую пищу, особенно белковую, только потому, что вас спасают, подчеркиваю, патогенные, плохие, патогенные бактерии, которых сейчас тысячи видов в миллиардных, триллионных количествах у каждого в кишечнике, в тонком и в толстом. Они поедают эту пищу, но, правда, выделяют в нас токсины, шлаки, которые нас травят, но не так сильно мы бы просто погибли от такой пищи сразу, если бы не работало. Это, к сожалению и к счастью, система, часть нашего внутреннего мира, но не симбиотического, родного, полезного, а патогенного, потому что они все равно гадят в нас, так сказать, своими токсинами. Так вот, дальше мы подробнее это с вами разберем. Вот поэтому мы живы. Вот поэтому мы живы, что едим одинаково каждый день, примерно одинаково, ни шатка, ни валка, так сказать, болеем хронически, всем, что только не по поде, болеем. Дети с соплями, так сказать, прочим-то, ангины, а мы говорим, ну ничего страшного, ангины, антибиотики премиум. Убийцы родителей, которые принимают при ангине антибиотики. Я потом объясню, как любую температуру, например, 40 градусов, снять за 2 часа. Вот кто дождется до конца, я объясню, как вы должны сделать и убедитесь, что вы сняли. И вы пожалеете о том, что вы травили детей. Сопли текут, это значит, выделяется гной, тот самый погибший лейкоциты с антигенами. Это могут быть вирусы, бактерии, а это могут быть животные белки, попавшие в организм. И это все гниет, выходит откуда может выйти. Гайморовые пазухи забиты, сопли текут, так сказать. Наоборот, хорошо, наоборот, надо их полностью все убрать из гайморовых пазух. На это есть там, так сказать, можно выжать чеснок со свекольным соком, закапывать пополам, там выжимается. Потом цикламена растения, сок цикламена, это очень мощное средство, не применяйте без специальных знаний. Но полностью очистить. Все это можно, все можно. Только знать надо, а проще антибиотик закинул, ну так вы убьете печень, почки. Хотите этого? Что вы думаете, продается, значит, можно? Обалдеть. А порнуха показывается. А говорят о том, что мы в шкурах бегали еще там 5000 лет назад и так далее. Ну, эту ахинею говорят, а вы что-то верите? И что вы хотите в это верить? Легче так врачи, потому что, ну, понимаете, сейчас не те, к сожалению, и врачи, и, так сказать, раньше врачи, когда корь была или что-то, и не прививали от этого, а наоборот детей загоняли, витрианка, корь, чтобы все переболели, кто, так сказать, вот переболеет. Естественным путем приобретут антитела, так сказать, к этому и иммунитет, так сказать, а не то, когда его нам колят. Все эти малые болезни уже туберкулез, рождение прививают, все что угодно. Это просто, ну, это преступление перед ребенком, перед человеком. Так же, как преступление, что мать, которая кормит или носит себе ребенка, ест мясо, молочные, так сказать, продукты и так далее, который гноем его будет потом поить из своих грудей, где, понимаете, нижние доли легких забиты гноем. Я вам сейчас объясню процесс, как образуется гной, когда человек поедает несвойственную пищу, именно животные белки. И потом ребенок высасывает. Вы знаете, почему у матерей, родивших четверо детей, там троих, четверых, пятерых, как правило, рака молочной железы нет, как правило. То есть там в сотни раз меньше, чем по статистике у тех, у кого не рожали, либо один-два. Почему? Потому что мать просто... Ребенок спасает маму, он высасывает из молочных желез с молоком гной, который поступает оттуда через грудной лимфатический проток, через... от легких нижних долей, там все под давлением, потому что некуда организму это вынести, толстый кишечник каловыми камнями забит, а туда протоки, сосочки лимфопротока выходят, да не могут, потому что там забито все, так сказать, вынести отходы. Ведь лимфатическая система – это же канализация нашего организма. Она чистит все от межклеточного пространства, через которое питаются клетки наши, каждый организм. Выносят и идут через лимфоузлы в несколько выходов из организма. Это толстый кишечник, это, так сказать, понятие легкие, это гайморовые пазухи. И вот, собственно говоря, где можно, организм пытается чиститься. А не может. А мы что делаем? Таблетки и загоняем это все куда? Загоняем внутрь. Нет, я не отдам гной. Из организма он мне нужен. Ну, а потом говорят, за что меня Бог покарал? Да это ты себя покарал, а не Бог себя покарал. Потому что без знанием своим, так сказать, нежеланием знать самое главное. Учить надо биологию. Все остальное, может быть, жизни не нужно. А знать, в каком мире ты живешь, кто ты в этом мире, как функционирует твой организм. Я биологию в широком плане, это много стык наук, да? Там и биофизика, биохимия и все. Это надо знать. И поэтому я решил, все-таки я буду читать лекции. Вот когда-то я, так сказать, меня в свое время там знали только в узких кругах, определенных сферах, да? Потом вот я сказал, я не могу больше слышать. Просто что несут? Ну, что несут? Ну, ничего не знают. То есть у них методы сам дурак. Вот они могут сказать, сам дурак. Они никогда, они какие-то академики, которые, так сказать, не приведут никаких аргументов научных. Как будто они все забыли. А, наверное, так оно и есть. Через эти годы свои, так сказать, сидения на квесте. Они не могут расписаться в своей некомпетентности. Они держатся. Академия наук – это вообще правильно. Многие даже ученые говорят, разогнать эту шайку-лейку надо давно. Ну, ладно, теперь дальше. Теперь я дальше коснусь еще. То есть и так вы поняли. Термообработка выше 70, разрушается первичная структура белка. И вот именно когда разрушается первичная структура белка, это в биологии называется полной необратимой денатурацией. Все, конец. Да может, безусловно, частично, за счет огромного количества наших собственных ферментов. За счет ферментов, например, там, того же, правильно, пепсина в желудке или трепсина в 12-перстной кишке. Ну, поджелудочная железа вырабатывает трепсин, фермент, который дорасщепляет белки. Но никогда, никогда. И беда в том, что цельные белки, так сказать, до конца не разберутся животные. Потому что не рассчитана на то наша ферментативная система организма. Это факт. И вот что дальше происходит, я вам скажу чуть дальше. А теперь мы быстренько пробежимся по остальному. Питание, понятно, должно быть умеренное. Питание должно быть системное, да, разумеется. То есть, так сказать, вот все, что я говорил. Так. Но вот видовое. Видовое и живое. Я вам это главное сказал. Теперь, значит, смотрите. Ну, действительно, вот пару слов еще. Это вот откуда люди, почему люди действительно, вот в природе, в природе, нет у высших, возьмем, конечно, близких, нам высших млекопитающих животных. Никаких автоиммунных заболеваний, сахарного диабета, инсультов, инфарктов, муковисцидоза, так сказать, как ревматоидного артрита, чего хотите, перечислите, этого нету. Ну, если мы берем этих животных, собак, кошек, кормим их вареной пищей со своего стола, у них есть. И в свое время я приехал к одному такому известному человеку, он один из, ну, скажем, там, начальник Курчатовского института, да, ну, так сказать. Он говорит, не подходи к собаке, воняет. Я говорю, что такое? Он говорит, да вот, понимаешь, к лучшим профессорам возил, уж понятно, к лучшим. Гниет рак последней стадии. Я говорю, что такое? Ну, вот, кормил, потому что, говорят, они, так сказать, вареной косточками, мясом вареным, всем вот этим, что ел со стола, так сказать. Я тогда давно, много лет назад задумался. Да, а что же такое? Есть у меня шизофрения, или я правильно понимаю, что почему-то, так сказать, у них, у животных этих происходит, хотя и кормят их вроде бы их пищей. Я имею в виду, так сказать, мясом, это же хищники. Но вареные, да, и посмотрите, какая проблема. А у диких сверстников, их, так сказать, сородичей нет. Если собаку или кошку, даже больную, поместить в природные условия, когда кошка найдет сама те травки, которые она инстинктом чувствует, знает. Когда будет ловить мышек, а не жрать вот эти вискосы все и прочее. И она выздоравливает. Выздоравливает, как правило. Я сказал себе, что я человек, который всю жизнь занимается живой природой. Я тоже ни разу не задумывался. Все, хватит, надо изучать. Когда я перетряхнул все знания свои, когда я очень много изучил дополнительно, я просто, знаете, просто, ну, я увидел то, что просто раньше не хотел видеть. Вот и все. Вот и все. Так вот, у диких животных нет этого. И не будет. Потому что они живут в гармонии природы. Иначе мы должны, знаете, что с вами сказать, если кто-то усомнится, тут даже проверять не надо у зоолога. Вы тогда скажите себе так. Ах, я усомнился, может быть, есть в дикой природе эти болезни? Тогда скажите, ты природа дура. Ну, дура природа, ты, то есть, ты сделала неправильную программу. Кто дураком окажется, вы, так скажете, или природа, ну, все ясно, да? Поэтому не надо так говорить. Теперь, в природе ничего не может быть ненормального, неправильного, без программы. Животное ногу сломать может, со скалы упасть может, покалечиться. Тогда его съедят, прочее, чтобы оно не гнило, не заражало инфекциями и прочее. То есть, хищники, это уязвимая маленькая группа животных, самая уязвимая, самая несуразная, самая, так сказать, как сказать, на подъедках, которая лежит. Кстати, почему хищник не может долго бежать? Почему хищник быстро устает, так сказать, в отличие от тех жертв, на кого охотятся? Потому что у него меньше энергии. Он же получает в третьем поколении, в третьем звене энергию, переработанную растениями, правда ведь? Так он и ущербный, ущербный, а люди еще хорохорятся, охотники они такие, мачо-брутальные, так сказать. Какие вы охотники с такими пузами на бекре, не с пивой в руках? Есть такие, знаете, умники, охотники. Я не говорю про тех там где-нибудь с севера, там с Енисея, какие-нибудь там промысловики такие, мужики такие, ну природные, ну живут они там, что делать? Ну и охотятся, понятно, кто в них камень может кинуть? Я не могу, так сказать. Но вы понимаете, о чем я говорю? Конечно, понимаете, я надеюсь. Теперь дальше. Значит, видовое питание я уже объяснил, да? Законы природы незыблемые, у каждого вида есть свой. Мы плодоядные, а это значит, мы не ущербные, а значит, мы самое высшее звено как раз, потому что мы питаемся, должны питаться. Ну, что я, в той же Библии, например, было описано, когда то, что рай, фрукты, все росло, все человек брал, ну во всех-всех-всех религиях на самом деле, если исконно брать тексты, если брать, там, древний индийский, да чего хотите. Вот, то есть это разумно, это понятно. Я уж не говорю про то, как огнем мечом, а вернее, извините, раскаленным оловом. Был такой Константин, подонок мерзавец, который, так сказать, мучил своих, так сказать, жен, и это, которого великого христиане называют, так сказать. За что только? Ну, понятно, за что. За то, что создал это дело, укрепил официально эту структуру, идеологическую ветвь власти, я имею в виду религию, одну из религий. А что он делал? А, в рот, у меня есть данные, просто вот я могу с носки все что угодно дать, так сказать, олово раскаленное всем, кто ест живую растительную пищу, заливать, то есть приучали к мясоедению и прочее, прочее. А этого не было, и Пифагор был сыроедом, больше 100 лет прожил, естественно, там, его убили в 101, и так далее, и так далее. Это все известно, оттуда и мысли, питание, это на что влияет? На все, на все, на мышление, на логику, на все. Посмотрите, вы послушайте, какие фразы, вообще почитайте труды, там, Платона, Плутарха, почитайте, какие это были высочайшие нравственные культуры, совести люди. Так сказать, не могут такие люди просто даже по логике потреблять, я-то просто знаю, но я вам говорю, даже вот если не знаешь, да, я могу сейчас определять людей просто сразу вот так, не могут потреблять, так сказать, продукты убийства и трупы животных. А ведь что люди едят, это трупы, мышечные, это мышцы, куски мышц, трупов. Так, хорошо, теперь, а вот теперь давайте посмотрим, действительно, все начинается, конечно, с клетки, как она функционирует, прочее. Но я вам скажу, значит, теперь давайте, вот когда-то, как все это начиналось, белки, белки детям, белки, так сказать, мясо, вот все так далее. Значит, друзья мои, вот если вы даже съели растительные белки, вы что думаете, они усвоятся у вас? Я уж про мясо не говорю, да? Нет, не усвоятся. Почему? А потому что белки должны сначала в желудке, а потом в 12-перстной кишке, это следующий отдел пищеварительной системы, первый отдел тонкой кишки, вот там должны все белки полностью доперевариться ферментами, кислотой соляной, понятно, так сказать, и пепсином, ферментом желудочного сока, потом в 12-перстной кишке чем? Трепсином, белки я имею в виду, это фермент такой, который выделяет поджелудочная железа. Значит, усиливается это, катализируется реакция желчью, которая вырабатывает печень, да? Желчью. И происходит следующее. Если растительные белки, они очень простые, они находятся в соединении с углеводами либо с жирами, то есть это гликопротеиды, липопротеиды, да? Это другая форма белков. А извините меня, то, что у нас с вами накоплено в мышицах наших или мышцы бедной съеденной коровы убитой, так сказать, или там кролика, или кого угодно, то там находятся белки, которые состоят из нескольких миллионов мономеров, то есть аминокислотных звеньев, это кирпичиков, с которых состоит белковая стена, так сказать, да, молекула белковая. Так вот, я вам хочу сказать такую вещь, что никогда ни соляной кислоты желудка, ни пепсина желудочного сока, ни трепсина фермента поджелудочной железы не хватит, чтобы расщепить, ну, как минимум до 40% цельных белков, они поступят в тонкий кишечник и всосутся в нём в кровь, а там всасываются все питательные вещества. Ещё есть, кстати, пристеночное пищеварение в самой тонкой кишке, которое тоже раньше не учитывали. Раньше нас как учили? А, в желудок он всё переваривает и так далее. Ну, с башкой не дружат, ну, кто так, так сказать, из врачей или из специалистов до сих пор такой скажет, это всё, это клиника. Теперь, то есть там в пищеварении очень сложная система, очень. Я её подробно, отдельные лекции читаю на этой теме, где разбираю всё, где каждый шаг, каждое звено нам показывает с точки зрения биохимии, что человек не является никаким всеядным. Я уж не говорю про мясоедение. Потому что даже желудочный сок, стенки желудка, это железы, железистые клетки, не во всём желудке вырабатывают кислоту. Да, а в районе привратника, где уже переходит 12-перстную кишку, вообще щелочная среда уже. Да, это тоже мало кто знает. А знаете вы, что, например, больше всего кислая среда вырабатывается, ну, кислота вырабатывается на любые белки, это понятно. И на основании этого тупые учёные утверждают, что организм создан для, так сказать, так сказать, потребления желудок, создан для потребления мяса. Идиотизм. Ну, и очень зато интересно и другое, почему-то они это не говорят. Почему 80-90% всех язв желудка именно в том месте, где выделяется самая кислота, то есть в верхнем отделе? Вот как интересно. А не надо мясо кушать? Не надо кушать. Вот тогда не будет язв желудка. Да, кто-то скажет более просвещенный, ну, это бактерии, хеликобактер, сейчас доказано, что язвы, гастриты, это. Я скажу, да, прекрасно. А первая причина в чём? Почему это вдруг бактерии взяли верх над человеком? Они же всегда живут и в нас, и, так сказать, в разных концентрациях, конечно. Но почему? А потому что вот есть понятие иммунитета, есть понятие повреждения слизистых, есть понятие окисления организма, есть понятие адекватной пищи. И весь процесс, если знать, как в организме что происходит, можно понимать, как это функционирует, и тогда глупости будет говорить. Только человек неадекватный. Я надеюсь, что вы все люди адекватные пришли сюда не для того, чтобы, так сказать, умничать, там, глумиться или, так сказать, прочее. Это всё равно не получится, да? Потому что я докажу, что, так сказать, в два счёта, что человек заблуждается, если это неправда. Такого не было ещё человека, который мог доказать обратно, ни одного академика. У них только сам дурак есть аргументы. Вот. А вам я расскажу, как разумным людям, всю систему. Ну, очень просто. Я же просто рассказываю вам доходчиво сейчас совсем, я думаю, на простом языке. Правда, сложные вещи объясняем. Теперь дальше. Вот, донатурацию белка вы поняли, температурную донатурацию. Она, конечно, происходит донатурацией от кислоты, естественно. Но мы сейчас говорим с вами о неестественной донатурации. Природа попросту, дорогие друзья, не предусмотрела вариант усвоения из мёртвой клеткой живой. Понимаете, не предусмотрела. Вы знаете, что в природе, вот мы говорили про экологию, есть организмы-продуценты. Растения, они продуцируют, образуют органическое первичное, самое качественное вещество. Дальше его поедают консументы. Первого, второго, третьего порядка. Друг друга поедают. Пятого порядка. В общем, вся экосистема. Ну, когда-то кто-то умирает, и кто-то кого-то не съедает. Да, есть падальщики, есть фекалии падальщиков, но кто-то умирает, и за дело берутся. Кто? Редуценты. Третья группа. Что такое редукция? Разложение. Это группы вирусов, бактерий, там, грибков, почвенных, разных, которые призваны для этой цели. Вот представьте, весь этот процесс, который в природе естественный, но в организме самих животных, живых, он не должен происходить. А у нас с вами происходит. Почему? Потому что мы извратили законы природы, мы стали есть вареное и жареное. Радуемся, вкусно. А почему вкусно, товарищи? Может быть, потому что, ну, сварите. Помните песенку эту идиотскую, когда там макароны, люблю я макароны, там, полью я их острым перцем, посыплю этим, там, сыром натру. А ты, друг, без сыра, без соли, без кетчупа, ну-ка, вот этот вот трижды вареный клей свари. Вот это, я имею в виду, вот макароны, это трижды убитый сушеный клей. Вот что это такое. Клейстер варили, вы кто-нибудь когда-нибудь в советское время вот клей обойный, так сказать, из муки варили, но вы поняли теперь, что вы едите, да? Нет? Так сказать, хотите вот не иметь простудных заболеваний, чтобы дети не имели, ну, исключайте сразу же просто хлебобулочные изделия, крахмалы, все. Это хлебобулочные, это, так сказать, вареная жареная картошка, это рис и всякие макароны, прочая прелесть. Ну, то есть, я имею в виду вообще вот эти извращения, макароны, которых в природе не растут, на деревьях не растут, а, так сказать, это продукт убитый несколько раз в процессе производства. Поэтому это просто, там нет пищевой ценности никакой, никаких витаминов, никаких ферментов, там есть тяжелые полисахариды, вот эти крахмалы вареные, которые превратились в клей. Какой кошмар! То есть, вы потому это хотите есть, что вы получаете вкусовые наслаждения от улучшителей. Просто они бывают химические, сейчас добавляют очки. Сейчас знаете, что стала химическая промышленность делать? Она уже добавляет вещества предвкусия и послевкусия, чтобы вы только увидели, хотели это есть или почувствовали запах. И потом, чтобы вы когда поели, через какое-то время наркотическая зависимость дала знать, еще хотели. Вот. Но и соль, и глутаматы, и, так сказать, вот специи, это все, так сказать, вещества, которые усиливают вкус. А природа дала вкус, и мы уже перестали чувствовать естественные, нормальные вкусы те. Но знаете, человек, который переходит на живое, адекватное питание, то есть на сыроедение, просто я не люблю этот термин, он начинает так тонко чувствовать все запахи, ароматы, вкусы, и поверьте, что этот человек получает потом радость, наслаждение от жизни, если он, конечно, ошибок не понаделал и потом не винит, так сказать, сыроедение во всех смертных грехах своих, а, так сказать, это неразумный человек так поступает. То есть это, знаете, как? Говорить, вот я перешел на сыроедение, а мне стало хуже или что-то, и... Ну, я говорю, ну и... Он говорит, ну, значит, все это ерунда, я говорю, значит, идиот. Потому что это то же самое, что человек скажет, ты природа дура, ты со своего стола, скатерти, самобранки все приготовила для всех живых существ на нашей планете, а для нас не приготовила. Это что? Вы понимаете, что это безумие такое говорить? Но ведь так человек и говорит, если перефразировать. Как же мы... Вы знаете, вот действительно, как общество деградирует? Я смотрю вот людей, там, 30 лет назад, вот, ну, как простые люди там, да, не какие-то там профессора, ученые, любые простые люди, там, швея, мотористка, там, следствие, ну, как люди мыслили, говорили, выражали свои мысли. Засмотрелись мы этих идиотских сериалов тупых, всех ток-шоу, не читаем книг развивающих, учащих жизни, отношениям, человеческим поступкам, так сказать, вот, мы стали просто деградировать и стали мыслить настолько примитивно, что мне порой я смотришь, и вот, я не знаю, ответить человеку или я не знаю что. Вот я вас призываю к здравомыслию, я пытаюсь сегодня вам давать вот эти причинно-следственные связи, да, логику открыть просто простую, примитивную, в природе все очень просто. Да мы усложнили, мы, люди. Так, хорошо, дальше. Итак, незаменимые аминокислоты, рассказываю вам притчу. Когда-то в конце 19 века собрались умные ученые, типа Мечникова, кто-то скажет, да какое ты имеешь право на Мечникова, какое я имею право, я сейчас вам скажу, и вы будете иметь право. Или что, вам регалии, что ли, маячат? Ну, давайте факты разберем, а не регалии. Вы знаете, что товарищ Мечников говорил такую фразу, толстый кишечник вообще организму, человеку не нужен. Вы понимаете, что это значит? Это плевок в мать природы. Это умный ученый, разумный человек, как должен сказать. Если я не понимаю, зачем нужен, например, толстый кишечник, его функции, задачи, то я должен до этого дорасти, я должен изучить. Это будет честный поступок, ответ, констатация порядочного человека и честного ученого. Но если человек говорит то, что не понимает, зачем, что это не нужно, он ставит себя выше природы, и он является кретином. Вот поэтому я имею полное право, как и все вы, говорить про Мечникова так и прочее, и прочее. Да, я надеюсь, вы со мной согласны. Потому что я не потому, что я такой умный, а потому что я сказал то, что есть на самом деле. Так, теперь, дальше. Я просто терпеть не могу глупость человеческую, лицемерие, подлость, лукавство. У меня очень обостренное чувство справедливости, вы уж меня извините иногда за такие, знаете, резкие выражения. Просто то, что я знаю, я любому могу объяснить, доказать. Да вы уже, наверное, начинаете понимать. А, так сказать, вот когда начинают... Я люблю честную позицию. Человек вот честный, он скажет как? Ну, слабый. Он скажет, я все понимаю, все правильно, все... Ну, конечно, ну что тут, ну, против природы не попрешь. Ну, я слаб, я не готов, лучше я так умру, и все. Я скажу, я пожму руку такому человеку и скажу, я вас благодарю за ваш честный, по крайней мере, поступок. Вот. Я уважаю таких людей тоже. А вот те, кто начинают умничать, глумиться, изворачиваться и обманывать других из себя, это подлые поступки. Я таких людей не уважаю. Теперь дальше. Значит, вот незаменимые аминокислоты. Притча дальше. Вот ученые собрались и решили, надо все систематизировать. Ну, ботанику систематизировали, то-се, физиологию тоже надо. И вот подумали. Создали, так сказать, таблицу, а то люди раньше не знали, чем питаться. Ну, идиотами же жили, они лучше знают. Они решили научить. Что... И создали теорию сбалансированного питания. Это такая же ахинея, как теория культурного питья, созданная... Ну, я не говорю, что те враги, а вот питья культурное, это враги народа, создали аналогия тут прямая, так сказать, потому что ни одного аргумента в пользу любой рюмки, так сказать, любого грамма алкоголя, пользы, я имею в виду, его нету. Любой аргумент доказывается на 100% за минуту, что это полная ахинея. Ну, и вот когда-то создали так теорию культурного умеренного питья, лет на 60 раньше. Вот создали. И смотрят, аминокислот столько-то, насчитали их тогда, по-моему, 22, сейчас уже там 26. Значит, и посчитали 8 незаменимых. Почему? Потому что они только в бюрштексах съели, то есть в кусках мяса, в мышечных тканях животных только есть. Значит, соответственно, они вывели такой закономер... Вернее, сделали вывод. Это как раз не закономерность, сделали вывод, что... Поскольку там все 8, и в нас тоже в людях 8, и в корове 8, незаменимых, и только в мясе есть все 8 вместе, я подчеркиваю, им, например, было наплевать, что в кедровых орехах, например, из 8, 7, там, в куче продуктов растительных, 5, 6, 7 незаменимых, или из общего количества 26, 18, 19, 15. То есть съешь 5 растений и получишь свои любимые незаменимые и заменимые аминокислоты. Но нет же, пошли по пути, они же любили, ну и потом себя надо милых оправдать. Это такая психология человека, свои любимые куски. Ведь иногда честные ученые, знаете, вот я вам такую вещь, извините, про воду скажу. Тут недавно приезжал ко мне хозяин одной фирмы, скоро в моем блоге будет выложено, это будет просто прорыв. Да, это очень дорогая вещь, но дело не в этом, я по сути вам говорю. Это уникальный прибор по всем свойствам изменения, всем свойствам воды. То есть это просто чудо, создали 6 лет ученые, над этим работали, но дело не в этом. И он сказал такую фразу к нашему разговору с вами. Он говорит, понимаете, в чем дело, вот как вы думаете, едим мы мясо, вот он приехал, его человек. Я говорю, ну не знаю там это, он говорит, нет, не едим. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что когда мы стали изучать наши ученые, которые работали там по 18 часов в сутки, и они как пошли, смотрите, что вода, для чего вода, какие физико-химические свойства надо добиться в приборе, чтобы вода имела высокую активность, то есть текучесть, то есть чтобы она была, коэффициент поверхности натяжения 40 дин, это значит, что она становится активной, и шлаки, и токсины из организма будут активно вытягивать, выносить, причем в десятки раз быстрее, чем если просто не пойми какая вода. Всему есть там свои критерии, я могу вам их потом назвать. Вот эти, что такое УВП, там прочее, что это на практике значит, почему, да, но сейчас я говорю суть. И вот они сказали, когда мы поняли, говоря о шлаках, токсинах, что вода активной должна быть, что же такое шлаки, токсины, как они образуются, ну мы стали это изучать, и мы поняли, что это образуется, потому на 90-95% человек ест вот это вот мышцы, то есть трупы животных, и радуются, потому что вкусно. Ну вкусно почему? Потому что образуется в мозгу, так сказать, эти, некоторые группы морфинов, то есть, ну наркотик, ну наркотик человек принял, то есть, ну и плюс к тому, патогенные микроорганизмы, если ты мясо, как говорится, не поешь там день, или там полдня, кто ест его несколько раз в день, ха-ха, некоторые бактерии живут несколько часов, они начинают погибать без своей пищи родной, некоторые группы бактерий, да, и они погибая выделяют такие токсины и в процессе жизни, давай жрать, хотим жить. Ну вот человек, это нейроморальная регуляция, это все идет через мозг, команда, а человек думает, он хочет, а глупые люди говорят, значит, организм просит. Какой кошмар. Ну вы поняли, почему эти люди, вы не обижаетесь, кто так думает, ну будьте, значит, разумными людьми. Теперь дальше идем. Так вот, значит, там мочевая кислота, все, короче говоря, это продукты белков. То, что почки, ацетон в моче, прочее, это, друзья, бутерброду с колбасой, скажите спасибо, своему и разуму, и врачам добрым, которые вам советуют это. Вот все, что касается всех этих кислот, уратов, а дальше, вот, пожалуйста, инфекцию уреоплазмы подцепили, так она вам ураты будет притягивать в почечных мембранах, уреоплазма там будет жить, она питается уратами, солями. То есть прекрасно. А не было бы уратов у вас избытка, значит, в организме, так и, собственно говоря, этой бы проблемы, ну, не на 100%, чтобы ее вообще не было бы, и уреоплазма, а, ну, поймите, это именно совсем так связано. Вот я могу любую аспект жизни человека, любую орган, систему разобрать, и везде будут проблемы четко связанные с потреблением животных белков. Уберем их, проблема, ну, не сразу уходит. Все зависит от степени загаженности организма, от болезней, нарощенных, так сказать, от степени их давности, от других объективных факторов. Так, теперь, а вот, пожалуйста, кстати, вы знаете, что, например, в артериях, почему вот атеросклероз, там сосуды, почему хрупкость, эластичность теряется, проницаемость сосудов, почему, например, ноги холодными становятся, руки, знаете почему? Очень просто. Потому что кровеносная система, это сосуды, они делятся на маленькие-маленькие, и артерии большие делятся на маленькие, а потом артериолы и капилляры, которые, собственно говоря, уже вот в межклеточное пространство выносят, в эритроциты кислород через гемоглобин и забирают некоторые продукты, ну, углекислый газ, например, распады. Так, теперь, вот. А вот дело в том, что свободные белки, и человек так их много ест, ну, так много ест этих белков, что о многих говорит наш организм. Почему? Ну, например, одним из тысяч факторов, одним из тысяч доказательств, вот, пожалуйста, свободные белки в крови, но организм, печень бедная, не успевает, а функция печени, у неё более 500 функций, но одна из них – это переработка белков, утилизация старых разрушенных и синтез новых. Только, извините меня, в организм должны поступать, я ещё раз хочу вам сказать, не белки, а аминокислоты. А вот что происходит, когда поступают цельные белки? И откуда же гной-то берётся, я вам сейчас расскажу, но до этого вот доскажу всё-таки, с чего начал. И вот что происходит, белки, цельные в крови, не может организм переработать. И они, поскольку с кровью они носятся, по кровеносному руслу, оседают там, где очень малые, за счёт разницы потенциалов, других факторов, прилипают к мембранам клеток. И мембрана поглощает, чтобы просвет хоть как-то сохранить, кляпа не было, поглощает мембрана, может, и в виде коллагена, такого специального белка, образу и мембрана может, знаете, как утолщиться? До 10 раз, набрав в себя столько белка. А дальше более крупные сосуды, когда мелкие капилляры забились, вот холодно ногам, рукам, ну забились, ну вот у вас забились, у вас слабый кровоток там, у вас нарушенный клеточный обмен веществ, и прочее, и прочее, то есть, короче говоря, вот если человек знает законы природы, знает биологию, биохимию, то он на любой вот этот вопрос может дать ответ, ну, может быть, кроме каких-то сверх там болезней сотни тысяч, вы понимаете, да, сейчас просто мы с вами как-то маразм, там 100 лет назад их было там несколько десятков, сейчас десятки тысяч, ну это просто, так сказать, у детей за 20 лет болезни помолодели так, что раньше не было, так сказать, только у стариков, извините, были, то, что детский лейкоз, это же куда, это куда годится, ну хватит жрать мясо-то, ну люди голодали, когда блокаду там, да, умирали, это все понятно, ели там, там крыс ели, так сказать, это все, кто тут что скажет про это, человек умирает, все что угодно съест. Были времена, люди стали есть мясо, почему, от хорошей жизни, да ледники пошли, умирать не хотелось, стали есть, кто-то мигрировал, успел, оставил, сохранил на тысячелетия свое видовое нормальное питание родовое, которое было тысячелетиями, да, кто-то изменил, потом наркотики, все привыкли, извините, и думают поколениями так, да наши бабушки столько не ели, а наши бабушки репу, брюху, торнепсы, это кто-то сейчас ест, это вообще кто знает из молодежи, например, вы понимаете, откуда берутся сказки все эти, откуда берутся наши вот эти вот, но что там говорить, если уже сейчас поколения нарастают, где некоторые из них, некоторые верят тому, что наши якобы, так сказать, войска во время Второй мировой помогали американцам избавиться от Гитлера, вы понимаете, до чего уже дошло, при живых-то ветеранах еще, а мы говорим про еду, просто мы хотим так верить и говорим, ну, чуть-чуть, будьте разумными, какое мясо, когда там было христианство господствующее, так сказать, ну, до революции, и многие люди, кто все-таки соблюдал, не ели его там 300 дней в году вообще, а потом это было на крайний случай, а молоко, вы думаете, что пили многие прям там, ну да, ну, почитайте тогда, например, почитайте, скажем, воспоминания, книгу этого, как его там, скульптор известный наш, Каненков, да, Каненков, он почитайте, что он говорил, он 90-то там сколько-то прожил, ну, кстати, его один из прадедов 110 прожил, он писал, что у нас были коровы, но мы детьми даже молока не видели, не пили, а дядя его сдавал, куда? А я вам потом покажу, если захотите книги, когда себя включу в камеру, у меня книги есть по строительству, 900-го года, есть там 927-го, ну, там еще на старых авторах, да, так сказать, это, и там написано, набелило, на покраску всех, то есть когда с гашеной известью, с алебастром, с прочим, казеиновый клей, а там я поздравляю вас, тяжелый вот этот белок казеин, это же клей, столеры-то еще помнят, наверное, какие-то остались, как молочный белок использовали раньше, клей для штукатурки, вы знаете, какие растворы делали вместе с молоком, с творогом? Стены не горели, балки деревянные не горели, если туда добавить определенный состав, я еще очень серьезно занимаюсь строительством, но 20 лет себе строю, и все по экотехнологиям, поэтому это изучаю тоже. Так что, дорогие друзья, целостную картину мира у нас убрали, и мы сейчас стали с вами Иванами непомнящего родства, и мы думаем, так сказать, о том, чего нет, потому что верить в это хотим, все, понятно? Вот так. Теперь, ученые эти прекрасно сказали, все, и с этих пор, уже 130-140 лет, мы живем и учимся по табличкам. Правда, недавно совсем убрали из табличек дозу белка, ее снизили не в 2 раза, а в 10. Да, то есть не 30 грамм там, по-моему, а 3 стало. Почему? Да это мне, кстати, одна профессора, там, гастроэнтеролог, педиатра, она же еще в Академии наук преподает, рассказала, я даже не знал. Ну, что о чем это говорит? Да только о том, что о некомпетентности говорит. А почему эти товарищи убрали тот факт, что там, ну, 2 трети планеты 40 лет назад было веганами, вегетарианцами, там, и так далее, это не ели, не все, и как-то жили, причем дольше, лучше, и так далее, чем те, кто потреблял. Вот почему ученые об этом даже не подумали? Или, может быть, они не хотели об этом думать? Ну, вы-то люди все-таки поумнее, чем те ученые, наверное, и все-таки подумаете разумом своим, а не другими эмоциями. Теперь, а вот теперь смотрите, как же образуется гной. Я все про это говорю, а не сказал, а теперь слушайте внимательно. Вот смотрите, если цельный белок, а я уже объяснил, до 40% обязательно будет цельных молекул высокомолекулярного белка, почему он проникает через эти микроскопические поры, слизистые тонкого кишечника, это отдельный вопрос. Это долго объяснять, это связано с многими факторами, которые усиливают такое прохождение, как через сито. В частности, именно потому, что мамаши начинают кормить своих детей, вдуматься только, господи, молоком чужих видов животных, которое вообще, молоко корова, да, создано для теленка, козы для козленка, там свой набор аминокислот, белков, там свой состав жира и, так сказать, своя программа заложенная, там другие иммунные белки, иммуноглобулин, альбумин, которые рассчитаны запустить иммунитет у маленького теленка, а потом накормить его быстро, чтобы он на ноги за два дня встал, там много белок, и сразу встает и бежит, уже мышцы развиваются, а ребенок человеческий должен лежать, ему для развития мозга жира и нужны пропорции. А мы поим, думаем, это нормально, господи, да до каких же мы докатились, идиотизма, люди, так сказать. Ну и получите болезни, все что угодно, от остеопороза до любого вида рака. Хотите, объясню подробно про молоко? У меня три статьи подробные есть, да я вам объясню и здесь, в этой конференции, пожалуйста, потом, только позже. Прям зададите вопрос, хочу, мол, так сказать, не дотерплю до статей, до прочтения, я вам расскажу. И аспектов их куча, но я вот вам сейчас сказал это. Вот понимаете, не надо знать биологию, чтобы понимать, что в природе ведь все показано. Ну все, теленок уже потом не сосет, он когда-то перестает, а мы сосем всю жизнь. И уж ладно бы было еще у мамы своей, хотя представьте, подбегаете к маме, а ей 60, 70, 80, да вас от мысли такой вырвет, правильно? Потому что вы нормальный человек, что вырвет. А вы извратили свою природу, из стаканчика пьете, из бутылок, из пакетов, культурно. Но тогда к корове подбегаете, если хотите, корове молоко и сосите. А, так нет, я же не обижаю никого, не извращаю. Извращает тот, кто здравый смысл извращает. А я говорю, как в природе все есть. Извратили, получите. Вы знаете, где самый высокий остеопороз за процент населения? А у тех, кто исторический молочный животновоз, Норвегия, Ждания, самый высокий остеопороз, говорят врачи, кальций, кальций. Да, там много кальция. Но если вы будете пить молоко, у вас будет дефицит кальция. Вопрос, что я, что-то противоречивое искал? Нет, там много кальция, но у вас будет дефицит. А почему? Потому что надо думать не прямолинейно, а понимать процессы. Вот если вы хотите потом разобраться, понять, почему там много кальция, но при этом его у вас будет дефицит. У меня спросит, я вам объясню. Теперь дальше пошли. Белок всасывается в тонком кишечнике. Цельный. Всё. Для организма человека, биохимия, третий курс института любого, для организма человека животный белок и вообще высокомолекулярный, любой высокомолекулярный белок является антигеном. Это значит, если в организм попадёт вирус, это высокомолекулярный белок, антиген. Он будет восприниматься как антиген иммунной системы. Вирус, грибок, бактерии как антиген. Белок животный, вот, например, тоже антиген. Что происходит? Иммунная система печатает лейкоциты, фагоциты, фаги, макрофаги. То есть различные клетки иммунные, смотря где в крови, в тканях, там свои клетки везде. Например, там лейкоциты, белый костный мозг, который находится в трубчатых костях. То есть там локтевые суставы, кости, так сказать, и прочие, полые. Так вот, там печатаются лейкоциты. Они выходят и фагоцитоз, есть такое понятие фагоцитоз, поглощение. И они ловят, находят эти антигены и всегда, как бы вы ни хотели, вот как бы в истерике любой академик толстый, даже самый толстый, не бился бы, всё равно природа будет делать так. Она берёт, и вот эти макрофаги, эти фагоциты начинают поедать эти белковые молекулы, и в результате они погибают. И что образуется, друзья? Ну, кусок мяса положите, и будет запах не такой, как от яблока размолотого. Там, наверное, будет такой приятный запах, а здесь какая гниль? Ну, и вот и будет у вас тоже самое гниль. И что происходит? А знаете, что такое по-латыни кадавер? Труп. Труп. И вот трупный яд вот этот образуется, и не только, там многие виды токсинов, гнойные токсины, да, это всё организм пытается как-то вывести. Но никогда, потому как природа не предусмотрела такое питание для нас, тем более мы питаемся вообще не мясом. Товарищи, мы питаемся-то даже не мясом, это алеуты мясо едят, режут там строганину. Кстати, опять-таки, не надо глупых вопросов, что, мол, а как же они вот живут, и некоторые сто лет жили, ну и что? Вы не понимаете как? Ну ладно, я вам объясню потом как. Никаких противоречий здесь нет. Так, так вот, одно дело ещё одно, хотя это тоже неестественно, но мясо сырое или там, допустим, строганина, рыба. Другое дело, варёное и жареное, это вообще не мясо, это аморфные уже видоизменённые образования бывших белковых тел. Всё, это уже, так сказать, никакое не мясо. Это извращение на палочке или без. Теперь, вот, ладно, белковая молекула, и так она поглощена, погибла, трупный яд, куда он будет откладываться? Если он не может вывестись, если печень не справляется, она не справляется, почки не справляются, уже у кого-то там артрозы, у кого-то уже, так сказать, извините, подагры, так сказать, прочее, прочее, ну всё, так сказать, куда девается? Толстый кишечник, там многослойные, так сказать, пористые ячейки. Вот между ними образуются и, поскольку в толстом кишечнике 95% воды выпитой сорбируется, то есть внутрь стенки в кровь, в организм, да, поступает тон, и никогда воды не хватит, никогда. А только вода активная может хоть в какой-то мере выносить шлаки, токсины. И именно поэтому в тех местах, где даже неправильно питаются, люди перед всех равных прочих долго живут потому, что там есть уникальные источники воды с определёнными свойствами. Вот видите, как бывает, есть и другие причины, по которым я могу вам сказать. Есть, они всегда есть. Будьте, ещё раз говорю, самое главное, разумными людьми. И то, что я вам говорю, да, я не свои желания, мне вообще наплевать на свои желания, мне не наплевать на человеческий разум, я не могу когда над ним глумяться. Органический, такой я человек. Поэтому я призываю вас к здравомыслию, я вам констатирую всего лишь законы природы. Вот хочет кто, а верить не надо, понимать надо, что белое есть белое, вот и всё. И, так сказать, повторяться не буду. Теперь, в каких полостях откладывается яд в виде дегидрированных ткаловых камней в толстом кишечнике? Потому что вода всё выйдет, её не хватит, не вынесет. Там образуются в виде куацерватов. Это такие малюсенькие капельки гноя, токсинов, различных солей, которые могут образовываться в самой цитоплазме внутри клетки. И это могут быть нижние доли лёгких, любые полости, гаймерово-пазухи, пожалуйста, и всё, что... И вот все эти мешочки с гноем, перечисляем. Атит, конъюнктивит, так сказать, миомы, кисты, фибромы, так сказать, про... В общем, короче, всё, что вот там мы перечисляем, вот всё это гной. Это всё гной. Онкология гной, просто эти раковые клетки, они, чтобы гной попытаться сдержать, когда уже понимает организм, что не может, в огромном... Там, ну, это нарушение процесса метоза, деления клетки. Но я не буду долго объяснять всё это, это же невозможно в рамках одного обо всём рассказать. Организм пытается сдержать этот гной, обволакивать всё. Рак передаётся через распространяющую лефатическую систему. И в те места, где сам больше всего гной. Но давайте не будем его копить, давайте будем его выводить из организма, давайте будем не есть то, что неестественно для нас, даже если на данном этапе нашего умственного, физического и прочего развития нам это очень хочется, да? Хочется только не нам, ещё раз я вам говорю, да? Вам кажется, что это нам хочется. Потому что хочется им, и хочется больному воображению. А хочется к тому же не эту, а соль, потому что там натрий. И хочется вам, так сказать, приправ, потому что они вкусовые рецепторы возбуждают и в коре головного мозга создают, так сказать, ненормальные подвижки, так я так грубо выражусь. Ну, то есть, вот. И вот это хочется, а не то, что вы называете мясом и так далее, или кто-то называл. Но я надеюсь, это уже вы, многие, уже поняли всё. Ну, там ещё впереди самое интересное. Теперь дальше. Ну, не буду я сейчас про B12, будет речь, зайду. А то я немножко отклонился. Сейчас я хочу вам... Мы сделаем, смотрите, с вами маленький, такую, я её назову так, рекламной паузой, интереснейшую, обязательно, в серединке. И потом перейдём к следующей части скорого выступления моего. И там потом будет, как говорится, ещё интереснее и плюс ответы на вопросы. Теперь. Значит, рассказал я вам про теорию сбалансированного питания, которую вы сосали из пальца. Ну, теперь вы это поняли. Вот. Как человек невкусные продукты вкусными сделал, я вам рассказал. Соответственно, это понятно, да? Теперь. Теперь переключаем дальше слайд и смотрим дальше. Ну, про теорию, понятно, адекватного питания. Сейчас расскажу вам дальше кое-что. Давайте посмотрим, как всё происходит. Человек ест пищу, жуёт, слава богу, если долго. Ну, как правило, когда специи во рту или соли много, не может человек долго жевать, ему хочется волей-неволей, он не может порой их даже контролировать, слюны очень много выделяется, и он просто глотает. Поэтому это очень плохо, потому что крупные частички будут перевариваться хуже, а тем более, если это пища неестественная, которая и так без того почти не переваривается, либо с трудом. Так вот, значит, в ротовой полости вместе с слюной выделяются разные группы ферментов, в основном амилазы. То есть это ферменты, которые могут расщеплять сложные углеводы, до более простых, до глюкозы, фруктозы. Дальше в пищевой комок проглатывается, через пищевод поступает в желудок, где он обрабатывается. Во-первых, функция соляной кислоты – это дезинфекция. Если там попали личинки, ну, допустим, цисты, паразитов какие-нибудь там, но человек съел не килограмм пищи, а немного, на горсти руки, вот как Серафим Саровский говорил, на горсти руки сныти. Вот если он это бы съел, обработалось бы всё, и инфекция могла бы, в принципе, и не попасть в организм дальше. Но человек кидает в себя, чтобы живот отвис, живот давит на поджелудочную, она, кстати, более 300 грамм, если человек съедает, то желудок, отвисая, в том числе давит на поджелудочную железу. И она уже работает неправильно. Кстати, вы знаете, что ещё в ротовой полости, когда рецепторы посылают сигнал в головной мозг, сколько довыработать надо ферментов, например, вот той же поджелудочной железе, потому что организм уже оценивает сколько. Но если продукты синтетические, он не может это сделать, поэтому выделяет огромное количество, больше, чем надо. И организм работает, поджелудочная железа на износ. Кстати, хочу вам сказать такую радостную вещь, что панкреатит в той или иной степени есть у каждого человека, кто вот это всё ест. И, так сказать, только капля перевесит, когда начнётся хроническое либо обострение, острый панкреатит и так далее. Естественно, а знаете почему? Потому что бедная поджелудочная железа вырабатывает, смотрите, амилазу тоже, кстати, то есть не только в ротовой полости, а основное количество амилаза вырабатывается именно поджелудочной железой. Но она бедная ещё вырабатывает трепсина, которым я упомянул, то есть фермент, который дорасщепляет полипептиды до аминокислот, значит, участки белковых молекул до аминокислот. Она же выделяет липазу, который расщепляет жиры, эмульгирует их, и лимфа уже может переноситься, жиры по лимфе там и так далее. Так, дальше что происходит? Значит, она же выделяет инсулин, гормон уже, который глюкозу, если она в организм попадает, проводит как за ручку, так сказать, в клеточную мембрану, чтобы в клетке глюкоза могла усвоиться. А знаете, что, например, фруктоза, другой моносахарид, усваивается без инсулина? Да, люди, которые болеют сахарным диабетом, знают, слышали, что вот есть такое вещество инулин. Вот как интересно, в топинамбуре он содержится, в батате. Поэтому сироп топинамбура можно сладкий пить прям диабетиком, и ничего, проблемы у них не будет. А знаете почему, друзья дорогие? А потому что вот молекула, знаете, чем отличается глюкоза от фруктозы? Я скажу вам, по своему весу, так сказать, элементам, количеству элементов, так сказать, углерод, кислород, водород, а больше там ничего нет, они ничем не отличаются, одинаковые. Но глюкоза, право вращающий изомер, структурный, пространственный изомер, ведь эту еще вещь мы с вами не говорили, а это очень важная вещь. А кстати, при варке-жарке, что происходит? Разрушается структура пространственная, и все превращается в право вращающуюся, либо разрушенные, либо они становятся мертвые право вращающие изомер. А вот фруктоза, она лево вращающий изомер. Как и наши родные белки с вами, как наши родные все живые структуры. И вот фруктоза в клетку проходит без инсулина. Поэтому ешьте яблоко, например, и фруктоза, которая там содержится, пройдет без инсулина, и не будет вырабатываться инсулин. Если вы едите мед, который пасечник не добавлял сахар, где только фруктоза, то будет усваиваться. Также, без применения инсулина. Бедная поджелудочная железа еще вырабатывает другой гормон, глюкогон, который, так сказать, иную функцию выполняет. Он просто, когда есть нехватка, скажем, в энергии, то, так сказать, есть такой у нас животный крахмал, он запасается в печени, в мышцах. То есть из глюкозы и фруктозы он запасается. Наш животный крахмал называется он гликоген. И вот глюкогон, гормон, он как раз его активизирует и высвобождается огромное количество энергии. Для питания наших митохондрий, энергетических станций нашего организма, для АТФ, слышали такие энергетические, так сказать, устройства, такие механизмы по запасению и, так сказать, распаду энергии, чтобы питать наш организм, когда это надо. Ну вот, теперь мы немножко отдалились. Так вот, дальше в пище поступает следующий отдел. После желудка это 12-перстная кишка. Вот туда выходит проток панкреатический, так называемый, и желчный через единый общий желчный проток. То есть из печени и желчного пузыря желчь. Соединяясь по дороге с другим протоком, панкреатическим, от той самой поджелудочной железы. Сливаясь в один общий желчный проток, поступают в 12-перстную кишку, и место их впадения называется ампулой. Вот там как раз, если камушек встанет, ну так, для примера вам скажу, из желчного пузыря выйдет, допустим, от 6, ну от 8, как правило, до 12 мм, опасные камни. Вот он там как кляп, а там сужение небольшое встанет. И что произойдет? Желчь выделяется в любом случае, а она уже не выйдет, в 12-перстную кишку, а пойдет в панкреатический проток. И она, являясь катализатором, активирует фермент, например, трепсин, который начнет активно разрушать свои собственные клетки, свои клетки поджелудочной железы. И вот это есть некроз. Тот самый, это одна из причин острых панкреатитов. Но основная причина не это, камни-то не у всех туда попадают. Основная причина – это накопление гноя, от которого не может избавиться организм, и в частности этот орган. И когда мы едим мясо, едим, да молоко, да яйца, да, так сказать, все что угодно, кидаем, да еще макаронами, картошкой вареной, все мертвое, тогда вы знаете, сколько ферментов вынуждено поджелудочной вырабатывать, гигантское количество. И вот эти самые ферменты, она работает на износ, а на себя просто когда-то включается тот самый механизм автоиммунный, когда иммунные клетки начинают поедать свои родные клетки организма. Например, люди, которые пьют молоко, например, я сейчас вот подробно не буду говорить, но сахарный диабет первого типа в основном из-за молочных продуктов, потому что последовательность аминокислотных звеньев в белковой молекуле козеина молока от коров, кокос, практически идентично последовательности аминокислотных звеньев, в островках Лангерганса, такая есть участок поджелудочной железы, который синтезирует инсулин как раз. Вот вам и диабет первого типа инсулинозависимый. Нормально? Но ведь все это ясно и понятно и логично. Но не надо извращать законы природы. Но молоко создано у коровы для паения телят, материнское для кормления своих грудных детей. Нету молока? Кормилицу ищите. Ну, я не виноват, что мир такой извращенный, что сейчас кормилицу почти не найти. Ну, да, безысходности можно и смесями в крайнем случае. Но я к чему говорю? Есть механизмы, когда мать всегда раздует себя. Всегда, если она лениться, не будет знать. Знать просто надо, как это. Теперь это мы, извините, опять отдалились. Но тем не менее, все-таки это тоже важно. Правда ведь, что я говорю, наверное, все. Дальше. Дальше происходит следующее. Часть питательных веществ. Все-таки пища как-то переварилась. Потом работает кишечное, пристеночное пищеварение. Оказывается, тонкая кишка тоже выделяет ферменты свои. Свои собственные. Идет уже на молекулярном уровне. И вот эти атомы, молекулы всасываются в кровь. Дальше идет все в печень. Печень строит собственные белки. Вот почему я вам и говорю. Да хоть растительные вы белки ешьте, они у вас в организме до аминокислот разберутся. Всосутся, должны всосаться аминокислоты. Аминокислоты не будут являться антигенами. Они поступят в печень. А печень будет синтезировать те белки плазменные, там прочь. В каждую клеточку поступит аминокислоты. И будут синтез идти в рибосомах тех белков, которые нужны в данный момент времени. В данном органе, в данной ткани, в данных клетках. Понимаете? Только природа. Организм наш это знает. Но организм наш разберет аминокислоты. А если не разберет, беда. Беда. Гной, трупный яд. Вот то, что самое мы говорим. Плюс слизь. Слизь это слизи. Какие слизистые продукты, которые способствуют в организме образование слизи? Пищевого так называемого лейкоцитоза. Не только мясо, разумеется. А это хлебобулочные макароны, вареные крахмалы. А теперь я вам скажу. Помните, я про инулин говорил? Так вот. Инулин это то же самое, что крахмал. Но крахмал это полимер, который состоит из молекул, из тысяч, миллионов молекул глюкозы. А вот инулин состоит из миллион тысяч, не важно, молекул фруктозы. И поэтому инулин расщепляется в нашем организме спокойно, так сказать, и без всяких проблем усваивается уже фруктоза. То есть легко. Надо чуть-чуть амилаза фермента во рту, чуть-чуть поджелудочная железа выработает, чуть-чуть. Чтобы расщепить спокойно эти сложные полисахариды на простые мономеры фруктозы, которые спокойно усвоятся. Вот вам пожалуйста. Но если бы продукты были живые, да, есть такие живые продукты, типа винограда, арбуза, которые состоят из фруктозы, в виде исключения из глюкозы. Но там есть витамины В1, там есть другие ферменты живые, которые быстренько помогут. Ведь есть понятие аутолиза, я вам говорил, самопереваривание. И это надо не забывать. Теперь, какой можно сделать вывод? Первый. Мы белки не должны получать извне. Мы должны получать пищу, в которой есть аминокислоты. И аминокислоты, из них организм построит белки, какие нам надо. Второй вывод. Нам не нужно много белков так называемых. Нам их нужно в десятки раз меньше, чем описано, так сказать, у товарищей. Потому что, еще раз, целые племена, народы, нации, так сказать, по религиозным прочим убеждениям есть людей, которые не едят этого. И вы просто на практике можете видеть. Я уж не говорю про йогов, я не говорю крайности сейчас. Я вам еще о племени одном интересном в Амазоне не рассказал, которые 5 продуктов, 6, извините, за всю жизнь едят. И 96% по массе это один продукт, ботат, сладкий картофель, там белка почти нет. А на выходе, фекалии их измерили, простите, один ученый американский, в 6 или 8 раз больше белка, чем на входе. Откуда? А вот это мы переходим к третьему параметру, который и академик Уголев, и до него эмпирические там тоже ученые понимали, просто не могли что-то доказать, хотя это очевидно. А вот еще что. Оказывается, у нас есть, мы же все симбиотические организмы. То есть, все абсолютно, вот от простого муравья до нас с вами, да, мы симбиотические, у нас много разных видов бактерий. Некоторые из них родные нам, и мы живем в гармонии друг с другом, но только они уничтожаются, они вытесняются, патогенные вот это, и она сильнее вот этой микрофлоры в кишечнике. Но как должно быть? И что работает? Ну, не у всех, к сожалению. Это вот какой уникальный процесс. Синтез – это выработка, синтез всех существующих аминокислот, запомните это, всех заменимых и всех незаменимых, и всех витаминов, включая любимые В12. Вот всех абсолютно, нашей симбиотической микрофлоры, как есть у всех живых, тем более высших организмов. И если мы будем с вами не идиотами, если мы не будем себе говорить, мы ущербные, там, скажем, горилла не ущербная, или термит не ущербный, а мы ущербные, вот я про таких людей промолчу, да, вы не такие, я надеюсь. Поэтому мы, скажем, мы еще в совершении, чем все остальные, поэтому нам не нужно столько пищи, как даже нужно горилле. Теперь я вам хочу сказать, дело не в этом. Итак, пример привел, это потому что она даже фрукты не ест, там, зелень, и там вообще мало белков, она 200 килограмм веса, и любого, так сказать, убьет одной рукой. Да, дело вообще не в этом. Это я вот, кто-то может что-нибудь еще прицепиться найти, поверьте, я отвечу на все. Но дело не в этом сейчас. А как все происходит? Так вот, эти бактерии, которые, знаете, где синтезируются? Инкубируются в инкубаторе, который называется аппендикс. Аппендикс, уникальный орган, который тоже мерзавцы и придурки, говорили, надо удалять, вырезать чуть ли не детям поголовно, чтобы потом проблемы не было, не понимая, почему он воспаляется. Не жрите мясо, так сказать, со всей этой гадостью, извините меня, да, за грубость опять, и не будет воспаляться. Теперь дальше. Вот, значит, тем не менее, там, когда организм, какая-то проблема, дисбактериоз, так сказать, подавляется полезной микрофлоропатогенной, все-таки потом выделяются, вот эти, опять синтезируются те группы бактерий и быстренько заполняют опять кишечник, если мы, конечно, не поставляем туда по три раза в день всю эту, так сказать, гнилую пищу. Теперь дальше. И вот они, поедая клетчатку живую растительную, помните, врачи, все, ну, там, для перистатики кишечника клетчатка и почему-то какие-то грубые вот этот вот обмолот, так сказать, советуют есть этого злаков, там, запекать в клей хлеб, хотя, слушайте, кабачки, морковка, капуста, что хотите, живая, нетушеная, вот там как раз-то самая клетчатка. И перистатика будет, так сказать, продвижение хорошо работать. Но главное не это. Главное что? То, что этим бактериям симбиотическим пища будет, и они смогут синтезировать, поедая эту клетчатку вам, родным, витамины и, так сказать, аминокислоты, как это в природе и происходит даже у термита. Даже у термита. Я уж не говорю о высших животных. У коровы это происходит в гигантских количествах. Кто-то скажет, нам, мы не коровы, я скажу правильно, поэтому нам столько мышечной массы не надо, 50 литров молока нам не надо. Поэтому, дорогие друзья, нам надо меньше по нашим затратам. Поэтому природа нас сделала другими, и нам достаточны плоды, и небольшое их количество. Проблема людей есть при переходах на живое питание? Есть. Потому что они накопили себе то, что когда они начинают либо очищаться, голодать, либо они начинают очищаться резким переходом на сыроедение, и у них у некоторых людей, не у всех, но у некоторых, настолько активизируются очистительные процессы, что в кровь выбрасывается гигантское количество яда в токсинах и органы, которые, во-первых, улавливают их печень, почки, фильтры наши, мембраны. Выделительная система не справляется с таким количеством яда, и возникают кризы, проблемы, интоксикация и прочее. Вот и все. Опять-таки, всему есть ответ, потому что он очень прост. Руководству просто надо пониманием разобраться, а не любой ценой защитить кусок бюштекса любимого, или, так сказать, попкорн с, так сказать, макаронами. Это позиция человека-зомби, а не человека-разумного. Дальше. Значит, это второй, третий вариант. То есть мы можем белки получить из пищи, аминокислоты, как вы уже поняли, нам нужны. Второе. Синтезировать, и к этому надо стремиться. Человеку надо будет очень мало еды, при том, что КПД усвоения пищи в разы, в десятки раз увеличится. И третье. То, что, может быть, кому-то вообще эзотерическим покажется, но это, опять-таки, доказал, например, вот тот же Углев Академик, что есть в толстом кишечнике, правда, в чистом, не зашлакованном, азотофиксирующие бактерии. Такие же, ну, примерно, как вот, если привести пример, азотофиксирующие клубеньковые в бобовых. Вы знаете, что под крапивой там, вот эти вот, люцерна, она усваивает азот, поэтому почва плодородная, азотом, да, богатые. Вот, и атомарный азот можно переводить в химические связи. Это третье, то есть, ну, четвертое. И еще, помните, помните, что печень синтезирует белки. А если белки разрушенных клеток поступают в кровь, то печень имеет способность их разобрать, утилизировать, разобрать на аминокислоты и опять собрать нужные белки. И это круговорот белка, понимаете, он существует, и нам извне надо всего лишь 5% пополнения белка, существующего в нашем организме. Господи, ну, насколько вот все на самом деле просто, и как мы в жизни усложнились, и превратились в машины по переработке пищи. А нам говорят кукловоды, правильно говорят, не хватит продуктов питания для всех живущих. Ну, во-первых, все-таки хватит и 40 миллиардам, если правильно вести рациональное землепользование. А если ликвидировать животноводство, под которое миллионы гектар лесов уничтожают, полей плодородных, поганые табачные плантации, на которых можно на лучших почвах, и не вино это поганое, так сказать, выращивать, а нормальный виноград, виноградный сок для питания, другие продукты питания, прокормить можно 100 миллиардов людей. Это просто легко. Это считается очень просто. Корова, 3 гектара земли требует, чтобы собрать ей урожай, сила, сена на зиму, получить с нее болезни себе, убить животное, принося в этот мир страдания, горе, эманации смерти себе передавая, помимо гормонов, которые разрушают адреналин тот же и прочее, там все, там десятки моментов. Так еще и, так сказать, губим природу, себя губим, так еще и для своих детей земли не оставляем. То есть, ну, порочный круг, то есть, это идиотизм наш, клиническая картинка. Кстати, я сегодня, вы заметите, не говорю о этической стороне вообще, да, хотя я на самое первое место это вообще-то ставлю, уважаю именно людей больше всего за это, но я, мы говорим сегодня о здоровье, поэтому извините, про это не буду, но у меня в блоге, кто захочет, мой блог, youfralov.ru, да, потом посмотрите, вы найдете в разделе, так сказать, ну, в левой колонке там соответствующий раздел про быть человеком. И там есть Льва Николаевича Толстого, великолепный, он озвученный с голосом, но есть и в текстовом виде файл, первая ступень. Вот каждый человек, если он человеком себя хочет считать, должен это послушать и вот, ну, просто какой-то вывод сделает для себя, я не буду об этом больше, теперь идем дальше. Итак, если мы суммируем, от чего же, и так вы поняли, белки проблемы получить нет, синтезировать, поставить в организм аминокислоты нет проблем, везде они содержатся, в любых травах, растениях, так сказать, и так далее. Проблема другая с минералами, потому что почвы бедные, вот это проблема, но это уже, так сказать, отдельная тема, я уже кое-что об этом сказал. Теперь все болезни, все, это накопление гноя в организме, это избыток кислоты, которая разрушает, потому что кислота закисляет, у нас все среды организма, все, кроме желудочного сока, извините, внутри женских половых органов, там кожа 6,5, чуть кислая, потому что кислота защищает, это защитные кордоны слизистых, да, там кислота, но все остальные, лимфатическая система, кровь, 7,43, все, панкреатические соки 8,6, 8,9, вообще сверхщелочные, все остальные среды, слюна там, лимфа, все щелочные. Сама природа нам говорит, какое мясо, оно всегда закисляет, любой белок животный, любой вообще белок, азот, азот, это закислитель, азотная кислота, вы знаете, страшнейшая кислота. Это не соляная, куда можно концентрированную соляную, я себе на руку лью, ничего нет, ну я в аквариумистике сколько лет, я просто когда-то случайно, а потом просто вот концентрированный, никаких проблем, а азотные попробуйте. Так, хорошо, дальше идем. Кислота. Что закисляет организм? Вареные продукты любые, особенно крахмалы вареные, мясо любое, так сказать, все животные продукты, вареные, жареные продукты все очень закисляют. Газированные напитки, так называемые, это вообще недопустимо. Всякие там колы, там вообще вгоняют, там паш, как кислоты, желудка, два, монетки, вы знаете, сходят с них, она еще, дурачки некоторые радуются, монетка очищается и жрут второй рукой эту фанту, так сказать. Говорит, ну это что такое, ну это что за, ну да, сразу не умер, и что, хорохориться надо? Ну это просто, это вот, это маразм, маразм, это закисляет, это разрушение костей, зубов еще потом, мамы, так сказать, удивляются, а вот я ем творог, мне, у меня, будет разрушаться, будет, но до молока, если захотите, дойдем, я вам еще интересные вещи, там, о катаракте расскажу, кто-то спрашивал, а то задают вопросы целителям, так сказать, о катаракте, я просто в шоке. Ну хорошо, хотя простая биология. Так, поэтому помните, минералы это проблема, но вот ягоды, ешьте больше ягод, особенно диких, лесных, потому что в лесу сохранились еще те природные симбиозы, симбиозы с корневой системой растений, с грибницами, мицелиями, прочие, и там целый кладезь, да? Да, дальше, про воду я уже говорил, поэтому вот вы поняли, да, только скажу, единственное, что еще при кипячении такая прелесть образуется, ну, на стаканчик воды обязательно будет несколько молекул, дейтерия, три и трития, да, это тяжелая вода, так называемые молекулы, мутагены страшнейшие, поэтому кипятить воду, это тоже полный маразм, по многим, во-первых, минералы разрушаются, а твар и трав вам не будут нести такую силу, как если вы зальете 60 градусов в термос, ну, зачем, хочется грубо сказать, нафига, да, расскажу. Зачем кипятить? Что ж за мания такая, все кипятить, вы что, уже от природы вообще так отошли, что далеко, что все надо кипятить, ну, что это за идиотизм, я просто такими методами, как бы пытаюсь вас, так сказать, вот направить, немножко вот, чтобы лапшу сушили вы сняли. Ну, все, закипятились уже, другой эффект, попробуйте те же травы, ну, правильно, конечно, собранные надо, чтобы еще высушены, храненные, правильно, чтобы они не были испорчены кипячением. Ну, эффект сильнее, в разы будет, в разы, ох, люди, люди. Так, идем с вами дальше, идем с вами дальше. А вот теперь, ну, как бы теперь, мы с вами, знаете что, все-таки, давайте поступим вот как, давайте с вами вот как поступим. Сейчас я сделаю очень интересную паузу, все оставайтесь в прямом эфире и расскажу вам, что я вам сегодня приготовил в качестве такого, как бы, возможности для вас уникальной, что вы сможете сейчас приобрести, это я вам расскажу, это, так сказать, вам нужно, не мне. Я просто прокомментирую, поэтому оставайтесь все. Дальше мы продолжим, я закончу свою лекцию, расскажу вам очень много чего еще интересного, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Вот тут уже, как говорится, приготовьтесь и держите рядом бумажки свои. А теперь пока, одну секундочку, и вот слушайте, что я вам сегодня приготовил. Вот чтобы мы с вами сегодня, вы потом, вы послушаете мою лекцию, вам уже она наверняка изменила там сознание, понимание, да, но чтобы вы за 2-3-4 часа, даже в таком темпе, так невозможно рассказать все, я вам сделал, вот смотрите, три инфопродукта. Всегда я обычно давал один или два на подобных начальных лекциях, сегодня исключение единственное в этот раз для вас, ну так мы с организаторами решили, они попросили мы что-то новое и глобальное. И вот смотрите, что, вот в этом курсе номер один, я вам сейчас скажу там подробно, вы увидите, 13, я подчеркиваю, 13 моих лекций, какие-то, как бонусы идут, просто подарки, а какие-то уникальные. На почти все темы, чтобы вы глубже поняли, как устроен наш организм, как функционирует, почему проблемы те, женские, так сказать, с суставами, ну короче, сейчас разберем. Второе, это очень интересная тема, там мать и ребенок, здоровье, и кое-что по онкологии тоже есть, и в первом, и во втором. А третье, это вообще чудо, об этом я сейчас вам расскажу, что входит в бонус, вот в этот еще дополнительный подарок. Так вот все это стоит вообще 85 тысяч, первый продукт, второй 2 500, третий тысяч, но это 8 500. Но сегодня это я вам сделаю, мы так договорились с организаторами, всего за 2 500. Так вот, за эти копейки вы купите несколько десятков часов уникальных лекций, которые вам откроют полную картину, можно сказать, кроме, конечно, каких-то сверхспецифических вещей, да, которые потом вы уже сможете, видя мои другие продукты, кому будет интересно приобрести. Но сейчас главная основа, чтобы вы могли все это закрепить, чтобы вы все могли уяснить, чтобы вы могли показать друзьям, чтобы вы могли доказать себе другим укрепиться в своей правоте, потому что человек, попадая завтра-послезавтра, уже, а, там, в бытовую ху вот эту входит, и уже человек, так сказать, знаете, психологически расслабляется и по течению плывет. Это ужасно. Так вот для этого, знаете, как для закрепления, как вот... Ладно, теперь вот смотрите, что дальше нужно сделать. Вот сейчас я попрошу, я попрошу Наталью, да, опубликовать, она знает, что в правый верхний угол форума, где вот чат, вы увидите сейчас, значит, картинку. Вот по ней вы можете повесить, там уже повесили, разместили только что. Кто не видит, обновите просто страничку. Значит, вы увидите, нажмете на ссылочку. И что вы по этой ссылочке увидите, сейчас я вам покажу. Я просто это показываю здесь, вы видите мою презентацию, но вы там же можете сейчас войти параллельно, вы меня будете слышать, и заодно там, кто захочет, может приобрести. Но я вам сейчас расскажу, что туда входит подробно. Смотрите, вот эти три курса. Если вы нажмете, когда вы нажмете на эту ссылочку, верхний правый угол над чатом, вы захотите это с огромными скидками заказать. Да, хочу вас предупредить, что только сегодня, но сегодня еще у нас какое там, еще 22 число, да, уже с этой минуты можно покупать. Завтра, это четверг, и послезавтра, пятница, только два дня, полных два дня, будет цена 2 500. Потом с 25 числа, с пятницы уже, да, там с субботы, будет цена 3 500, что тоже, конечно, копейки, в два раза, более чем в два раза ниже, чем стоят по номиналу эти знания. А уже с 30 числа до 1 ноября, это последний день продажи, будет, и уже потом будет цена номинальная 8 500, пожалуйста. То есть сегодня у вас есть уникальные шансы, завтра, ну, еще послезавтра, это максимум. Теперь, что вы получите, и как дальше вообще нужно действовать? Если вы захотели это купить, нажмите заказать, потом вы попадете вот на эту страничку. Я почему подробно так объясняю? Я сам плохо в компьютерах разбираюсь и понимаю, что многие из вас тоже, поэтому пошагово объясняю. Вот оформить заказ, 2 500, вы вводите в эту табличку ваше имя, потом ведете e-mail, свой электронный адрес, проверьте, скопируйте, чтобы правильно. Дальше телефончик, и нажмите купить. Вы попадаете, когда нажмете на следующую страничку, вот такую. Там вы можете оплатить любой удобный для вас способ. Вот виза, карта, так сказать, через PayPal, Kiwi, через, так сказать, Яндекс.Деньги и другими способами. Допустим, вы выбрали что-то. Вот, например, визу. Нажали, все. Вот у вас отразилось, e-mail свой опять вводите и нажимаете оплатить. Все. Вот все по инструкции. То есть очень просто. Дальше нажали оплатить, все оплатили. Теперь я вам рассказываю, что входит. Ну, во-первых, общая лекция, подобная той, что вот сейчас мы, это в первую только коробку входит. Очень сильная, мощная. Там я, ну, подробно рассказываю то, что сегодня не могу рассказать. Дальше. Про онкологию. Помните, это Варбург, клеточное дыхание, почему кальций важен, как впервые ученые обнаружили, что благодаря, там, например, щелочным минералам, как происходит, вот, ну, скажем, разрушение раковых клеток, недопущение метастазирования и прочее. Там целые все теории про рак, там я подробнейшим разобрал. Дальше моих несколько выступлений, очень важных тематических, это уже часов, там, ну, 15. Теперь дальше. В этот же первую коробку все еще входит что? Это все бонусы вам. Это бонусы. Другие вебинары. Потом пошли, например, кожа, печень, почки, лимфатическая система, так сказать, все нюансы взаимодействия. Почему, например, вот, что, вот, все псориазы, проявления на коже, так сказать, проблем, да, это все внутренние проблемы, это проблемы печени, это проблемы лимфатической системы, как она функционирует, почему. В общем, здесь это все, в общем, описано, чтобы вы поняли, и где искать надо проблемы свои. Потом, закрытый вебинар, который, этот, это все закрытый, их нигде нет. По суставам. Тут кратко о паразитах простейших все, потому что эта тема очень связанная. Почему суставы не могут сами по себе болеть, да, болят не суставы, там нет нервных окончаний. Я вот это все объясняю, все эти предрассудки, глупости, которые сами многие медики, там надо искать проблему в лимфатических узлах, которые под суставами находятся. А если у вас вылезли где-нибудь на складках рук покраснение, вот где коленные там или какие-то локтевые суставы, так это однозначно, там грибки у вас лимфатические, и там это все напротив крупных лимфоузлов, потому что уже организм не может шлаки эти из лимфы вывести, и он просто уже под давлением огромным выходит прямо в тех местах, где самый короткий путь вывода от этих лимфоузлов крупных, понимаете? А лимфоузел – это кордон, где инфекция останавливается, понимаете? Это лимфоузел, это его задача остановить распространение инфекции, понимаете, какая штука? Вот, ну и там прочее, 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 я все объясняю, гигиену питания, прочее. Дальше идет уникальная вещь, 12-й пункт, эта съемка была на ТВ, меня снимали, но в эфир вышло мало минуты, а тут целый час подробно я рассказываю все про воду, все физико-химические свойства, и даю советы, что, чего, почему и как. Значит, это всего лишь первая коробка. Вторая коробка – это мое выступление на такой конференции, так сказать, врачей-сыроедов, прочее, там я рассказываю много важных тоже разных вещей, это ладно, ответы на вопросы там есть и прочее. Вот то, что касается мать-ребенок, там передача инфекции от матери организма к ребенку, как беременность подготавливают, прочее. На что надо обратить внимание, что матери, к сожалению, не учитывают и врачи, да, и так далее. Это пособие для врачей тоже. Грибковые инфекции – вот очень важные вещи. Плесневые грибки и прочее. У меня есть, конечно, отдельный продукт, глобальный по грибкам, глобальный, но тут без этого основы нельзя дальше идти. Антигрибковая программа, прочее, восстановление иммунитета и так далее. И тут же и онкология, все типы рака, то есть все теории, откуда берутся, каковы причины, потому что их несколько, но надо понять первую причину, и здесь я тоже все подробно развею. Это плюс к тому, что в первом продукте. Теперь дальше идем. Ну, а дальше бонус – это просто чудо. Почему? Значит, ну вот, рассказываю, был такой врач французский. Раньше французы вообще-то лет 200 назад, по-моему, это, ну, в общем, жили мало, не как у нас в России. Вот, ну, немного жили люди, там, 50-60 лет, ладно. Вот, он 120 прожил, но он разработал методику, он смотрит лошади, да, ну, вот ты сеном корми, корми, корова будет жить, если сено, свежая трава, лошадь нет, она не будет такой тяговой силы иметь, там, прочей выносливости. И вот овес, овес, овес. Ну, стал он исследовать, в общем, короче говоря, он из только пророщенного овса, а не то, что можно в интернете найти. А вот кисель, овес, опять извращение про варку, про всю эту, господи. Ну, вот поэтому и нет эффектов таких. А если и есть, то они, поверьте, в десятки раз меньше, чем были бы, если бы вы делали все правильно. И вот тут я восстановил тот самый старинный рецепт, уникальный. Благодаря чему все-таки доктор, поедая определенным образом вот эти, ну, как их назвать, настои живого овса, там, я объясняю, как, методики дают. Тут просто уже идут методики, четко, сколько, когда, чтобы не думать вообще. Так вот, и печень очищается, и почки. И питается организм. У кого мышечная масса маленькая, можно качаться этим. Можно набирать вес. Только и помните, что если мышечная или вес маленький, мышечная масса маленькая, то чтобы увеличить, нужна физическая активность. Помимо питания, физическая работа. Иначе организм скажет, а зачем? Я все это в жир переведу. Калории, так сказать, жир мне не надо, и сейчас тратить столько. Вот так. Имейте в виду. Есть задача поднять массу, например, или там, так сказать, ну, понятно, что не всем можно там, но вы понимаете, поправки разумные делать всегда нужно. Так вот. И вот я даю этот рецепт без извращения. Второе. Это уже стоит. Вот просто это уже стоит, чтобы все это взять, да, согласитесь. Теперь, значит, методика приема на стойке. Как, когда, что, с другими нюансами. Я всегда даю системное знание, чтобы не в отрыве от других. То есть я объясняю, почему, как, нюансы. Там тоже теперь расторопши. Это стоит больше, чем это. Кто-то в свое время мне бы сказал, я бы 100 тысяч за это бы дал. Вот я, ну я имею возможность, я просто говорю, что я бы. Почему? Вот даже приведу пример. ЦКБ был такой эксперимент в одно время. Брали людей, больных гепатитом С. В медицине считается, что это неизлечимое заболевание. Хорошо. Ну, они, конечно же, медики со своими тараканами в голове, они, естественно, людей кормили только не жареным шашлыком, а паровыми котлетками, думая, что это хорошо. Да, но почему-то у других ничего не проходит. И вот они лечат химпрепараты, и все, человек пожизненно, так сказать, у него... Да, хорошо. А они, помимо этих методов, то есть они также их и оставили, всю эту прелесть. Но они ввели туда проростки, определенные, десятидневные, с корешком, от двух до десяти в день. Там целая методика, расторопши на ночь, там своя система. И через год у всех людей в карточках у этой группы было клиническое полное выздоровление и снимали гепатит С. Понимаете? А я возникает вопрос, если подойти с умом, если питаться правильно, если очищать организм, вот все, о чем я говорю, я в своих методиках и так далее, то тогда за три месяца не будет гепатита С. Например, в последних своих методиках в одних из попищеварительных систем я вообще рассказываю о том, как любые полипы в кишечнике, полипоз, да, вот бывают у людей, некоторым удаляют метр кишечника, полтора. А я вам говорю, что за три недели, за три недели можно убрать полипы из кишечника определенными травами, настоями, но сложными комбинациями, четко соблюдаемыми. Вот так вот. Теперь, значит, дальше. Вот это два, что там есть, да, то есть просто в этом бонусе приложения. И целая технология, которую я говорю, как правильно проращить, потому что, чтобы инфекции не попали, ведь многие же лежат на складах, ну, сами понимаете, да, что, так сказать, может быть не стерильно, далеко, а крыса пробежала, вот вам крысиный цепень, личинка могла попасть, да, то есть на прициста. Короче говоря, я вам даю колоссальные знания, я от души вам рекомендую вот эти две пятьсот, по этой возможности вот этой нынешней, приобрести там сейчас, сегодня, завтра эти продукты, вы потом все это скачаете, у вас будет своя энциклопедия, палочка-выручалочка, которую вы обязательно просмотрите, просто не теряя время, с ручкой так же. Выписываете себе, составляете систему, зная, что вы про себя читаете. И вы поймете все, как действовать, что делать. Ну, собственно говоря, с вами связь у нас в любом случае будет, потому что не первый раз, я надеюсь, мы встречаемся, не последний, вернее, первый, но не последний, к тому же вы знаете теперь, что мой блог, там вы прекрасно увидите также, что эти продукты стоят вот именно так, то есть пять тысяч первые, две пятьсот и тысячи как бонус, но я решил сейчас делать серию мини-инфопродуктов, недорогих, ну, там и несоизмеримо меньше информации, чем первых вот этих двух, поэтому вы имеете сейчас возможность просто за копейки приобрести, ну, колоссальные знания, где нет воды, а где есть четкое понимание, как надо жить, действовать и увидеть, в чем причина, так сказать, ваших проблем и так далее. Ну, вот, собственно говоря, теперь в любой момент мы продолжим лекцию, но вы в любой момент можете правый верхний угол, там будет теперь до конца нашего вебинара висеть вот этот вот баннер, ссылка, по которой вы, значит, если нажмете, перейдете на вот эту продающую страничку и, соответственно, перейдя на продающую страничку, внимательно, если захотите еще оглавление, ознакомитесь, что входит в продукты, и нажмите заказать, купить, все, и у вас будет это знание. Теперь мы с вами идем возвращаемся, что называется, да? Ну, давайте тогда посмотрим. Вот последнее я вам кое-что еще расскажу, и, соответственно, мы перейдем к ответам на вопросы, пожалуй, а там, глядишь, и, так сказать, еще много интересного расскажу вам. Итак, понятно все, что касается, так сказать, одну секундочку. А, это вода. Ну, вот давайте так, по воде я вам сейчас кадр-то открыл, но я вам все-таки сейчас не будем, эта тема долгая. Эта тема долгая. Но будет время, я вам что-то потом расскажу, конечно. А сейчас, так, вот, я вам скажу еще кое-что. Что именно? Давайте так, вот есть такая, говорит, все мы, так сказать, разные, у нас все, так сказать, индивидуально. Вы знаете, мы разные с вами, потому что мы, у нас душа у каждого своя, да? Ну, наше физическое тело, как и все биологические процессы, происходящие в высших, например, млекопитающих, да вообще, в принципе, процессы синтеза белка не одинаковы, все глобальные процессы, фотосинтеза, они во всех растениях одинаковы. Короче говоря, все мы одинаковы в этом смысле. Только разница в том, что у одного такие-то заболевания он добился в течение жизни, у одного разная стадия запущенности, у другого другая, у третьего, так сказать, уже есть развитые такие болезни в комбинации с другими, а у третьего человека нет. И только в этом разница того, что при одинаковых подходах к лечению и так далее, ну, по крайней мере, к официальным лечениям, да и к разным, к любым, у всех разная идет, так сказать, реакция степени быстрота получаемого результата, либо неполучаемого. Ну, с медициной тут все понятно. Она, так сказать, работает все активнее и активнее, триллионы долларов крутятся в этих компаниях, корпорациях, так сказать, медицинских центрах, а болезни меньше стало или больше? Скажите, наверное, вы понимаете, что больше. Также прекрасно известна статистика, что примерно на 20% теми же болезнями больше болеют и умирают раньше медики. Это тоже интересная абсолютно правильная статистика. Нет, я, конечно, не говорю о тех медиках, но, например, захотите, посмотрите, у меня в блоге найдете медика, фамилию не помню, но он то ли американец, то ли там немец, ему 98 было, ну, сейчас ему 100 лет, в общем, он 50 лет полный веган, да, то есть ни капли за 50 лет животных продуктов не съел. Он, правда, B12 себе пшикает аэрозолью, ну, у него такое мнение, у него, что это надо, я не спорю, для кого-то в какой-то ситуации так легче жить, ну, и, в принципе, может быть, даже и обоснованно. Дело не в этом. То есть он ничего этого не понимает. Он кардиохирург, известнейший с мировым именем, проработавший там лет, по-моему, около 95, лет 70 он, значит, был хирургом, как наш вот Великий Углов, только он был 78 лет оперировал, а он, по-моему, 74 или 70, или меньше, или 70, ну, неважно. Вот, послушайте, что говорит и этот человек, да, то есть, скажите, вот просто поздно, он очень маленький аспект охватывает. Он всего лишь говорит о атеросклерозе, ну, как кардиохирург, он берет свою нишу, он давно это понял, он живет очень качественно. Но дело не в этом. Я всегда противник примеров. Но зачем эти нужны примеры, когда есть законы природы? Вы понимаете, примеры нужны вот людям, которые почему-то хотят, ну, как сказать, как будто этим можно только себя убедить или доказать что-то. Это все глупости. Доказать надо другим пониманием процессов. Пониманием, что вот если, например, кальция в молоке много, но человек его пьет, почему мало, почему дефицит будет? Очень просто. Потому что в этом же самом молоке есть казеин, молочный белок, который не расщепится до конца, не разберется только лишь пепсином, соляной кислотой и желудка. Потому что для него еще нужен, помимо всего прочего, фермент ренин, который вырабатывается в желудках теленков, когда они рождаются, телята, и синтезируется до тех пор в желудках. Телят! До тех пор, пока мать кормит теленком своим молоком у людей этого фермента вообще нет. Дальше происходит сильнейшее закисление. Этот долгоиграющий белок почти не разбирается. Долго находится в желудке закисление. Дальше выбрасывается кислота в 12-перстную кишку. Что происходит? В молоке есть кальций, вы это знаете. Но природа же не дура, она как делает? Надо нейтрализовать кислоту щелочью, а щелочь надо взять из самого доступного места самым быстрым, простым, менее энергозатратным способом. Где щелочь можно взять? В молоке там есть кальций, это щелочь. Кальций, пожалуйста, щелочной металл. Да, все, он расходуется весь без остатка. Более того, в три раза еще не хватит вам щелочи, чтобы нейтрализовать последствия окисления организма белками козеином. Поняли? Вот она логика, где простая, истинная, просто это констатация законов природы. Вот как происходит. Так сказать, хотите, пожалуйста, там катаракта, вы идите, так сказать, вот пьете молоко. В молоке, так сказать, сахар молочной лактозы, вы слышали про такой. И когда люди, врачи говорят о любимой фразе, ну да, у кого-то есть непереносимость молока, у кого-то нету этой непереносимости, потому что там ферменты, там, в общем, начинают ахинею нести, вы теперь знаете и скажите им, стоп, секундочку, друзья, секундочку, товарищи медики. Не путайте. Непереносимость в связи с тем, что фермент лактазы действительно есть не у всех народов, не у всех в разных количествах. У кого-то будет понос, ну, извините меня, или не будет его. И это вы называете переносимостью? Вы что, говорите о расщеплении вот этого лактозы, то есть лактозы, да, вот этого дисахарида? Дисахарида, так сказать, проблема? Это не проблема. Ну, будет понос, дисбактериоз, несварение, это всё фигня, извините меня. А вы другую проблему возьмите, глубже немножечко. Ведь дело в том, что в организме должен дисахарид лактозы разобраться на что? На два моносахарида, на глюкозу и галактозу. И он бы, так сказать, разобрался, если бы это было возможно. Потому что, когда мать кормит своим молоком, и ребёнок сосёт её молоко, этот процесс идёт. Там как ключ к замку всё подходит. Но, так сказать, взрослый ребёнок, маленький, подрастающий, и, так сказать, лактозу расщепить не может. И, так сказать, вернее, если он может, допустим, возьмём тех, кто может. Кто может, хорошо, расщепили. На что? На галактозу и глюкозу. Глюкоза усвоится? Да, усвоится с инсулином. Проблем нету, в принципе, никаких. А вот уже, извините меня, с галактозой гигантские проблемы. Потому что, чтобы расщепить галактозу, нужен свой специфический фермент, и только он, которого нету, у, так сказать, людей, тем более взрослых. И вот уже галактоза будет откладываться всю жизнь. Куда? Ну, например, очень часто откладывается на бёдра у женщин, особенно связанная с её, так сказать, и гормональной, и другими процессами. В общем, это вот целлюлит, да? Вот, вы теперь знаете, почему он так не растворяется. Он же вот вы худеете, а целлюлит остаётся, потому что он почти водонерастворимый. Желе. А катаракта? Да, потому что на хрусталики глаза откладывается галактоза. Это катаракта. Вспоминайте тех бабушек в деревнях, которые экологически чистые, молочко, своё творожок, что у них ручки, как правило, артритные, естественно, потому что на суставы галактоза любят откладываться. Ну и, естественно, катаракта. Это у тех, кто очень любил молочко и многое, так сказать, всё можно проанализировать и понять. Но это, так сказать, природная констатация фактов. Я уж не говорю про окисленный холестерин. Ну, животный жир, он же холестерин называется. А если он окисленный, то это, извините меня, свободные радикалы, да ещё какие. Они, вы уже знаете, образуются, даже когда бидончик льётся, первая струйка молока. Почему? Ну ведь природа же, она же, мы говорили с вами, что она не дура. А как природа предусмотрела, что ребёнок сосёт. То есть кислород не поставляется. Сосёт в вакуум. Нет кислорода, нет окисления. Поняли? Природа-то так предусмотрела. Мы же сиську у мамы тоже сосём. Ну, товарищи дорогие, не будем больше извращенцами, я надеюсь, да? Я думаю, вам достаточно про молоко. Могу много чего ещё рассказать. Вы лучше прочтите потом. Потом уже у меня вот три мои эти. Или посмотрите купленные лекции. Там есть подробные, я разбираю всё это досконально. Так, это всего лишь крупица. Но она очень... А вы посмотрите. Ведь всё, что я вам сейчас говорю, каждое слово важно. Правда ведь очень сильно? И я думаю, вы, так сказать, вы это сейчас выразите потом в своих, так сказать, вот комментариях. Но давайте ещё я вам что-нибудь расскажу, и мы перейдём к ответу на вопрос. Я вам могу рассказать, как сбить температуру, обещал, да? Но чуть позже. Сейчас я скажу вам действительно такой призыв, который здесь написан, вы не убивайте детей манной кашей. Почему? Потому что ребёнок, которому вы извратили вкусовые рецепторы, так сказать, он сначала орал, не хотел, плакал, а вы ему эту кашу насильно запихивали, он всё-таки потому только стал есть, что вы туда добавляете соль, сахар, масло, там, молоко, что угодно, но это уже не... Ну, каша, да, давайте называть её так. То есть это просто тот суррогат, которого в природе просто нет. Ну, то есть, во-первых, мать должна ребёнка в идеале кормить, там, ну, до трёх лет хотя бы грудью, да? До года прикормы почти не нужны. Из молока нормальной здоровой матери всё ребёнок получит. Воду потом можно давать прикорм, дальше морковный сок по чуть-чуть, разбавленный в воде сначала. Дальше там уже перетёртые в блендере, там, например, морковка с кабачком, можно кабачок с тыквой и так далее. И прекрасно будет расти ребёнок, у него будет здоровая микрофлора кишечная, если мама, конечно, не заразила там вирусами и прочим, потом, если она сама гной не нацедила ему, потому что маме надо очищаться до зачатия ещё, да? В идеале. Вот об этом во всём я рассказываю. То есть как правильно... А если уже, как говорится, дело сделано, ну, ребёнок, ну, тут надо применять свои меры. Температуру у ребёнка, кашель, заболел. Вы что, врачу звоните? Нет, ну, я понимаю, если что-то такое страшное произошло, а если у него 39,5, ну, может быть, давайте, вам будет интересно, как я. У меня дети сейчас не болеют. Но когда они болели ещё, когда был переходный период, они, например, ещё не перешли на адекватное питание, а сейчас они не болеют. Но, скажем так, так сказать, вот веганами ещё были, но, естественно, не очистились. И понятно, что вирусы ходят, иммунитет всё-таки ослаблен в какой-то мере. Правда, их сверстники болеют месяц, там, две недели. А они два дня, а сейчас вообще не болеют. Но как лечить взрослому человеку, ребёнку? Я думаю, вам будет интересно. Давайте так, когда я вас обратную связь увижу, я скоро перейду в чат, и я буду вас видеть. Вот тогда я вам, если вам будет это интересно, расскажу это. Это очень просто. А в моих вот этих вот курсах, которые я вам рекомендую, тысячи нюансов, так сказать. Поэтому вот думайте, сами решайте. Теперь, поэтому давайте так. Вот ещё мой призыв, он правильный. Вот не надо никому верить. Вы просто думайте, разумные люди, вы часть природы, и не извращайте законы её. А они очень простые, они прямо написаны вокруг нас в виде процессов и явлений, которые вокруг нас мы наблюдаем, в виде пищевых цепей, пищевых сетей, передачи энергии, передачи, так сказать, строительного материала, клетки. Что такое антигены, понятно. Поэтому не надо быть в плену своих иллюзий, да? И всё-таки давайте снимем лапшу с упши, бельмо с глаз, и будем с вами, так сказать, людьми разумными, к чему я и призываю. Поэтому ещё раз обращаюсь действительно к вашему здравомыслию. Ну, теперь я, пожалуй, перейду, сейчас открою, что там у нас. Я буду видеть чат, я сейчас его буду видеть. Одну секундочку, я обновлю эту страничку, возможно, тут вот. Ага, расскажите, пожалуйста. Да, вы мне... Давайте сейчас, пожалуйста, друзья, напишите в чат вот что. Интересно вам то, что я рассказывал? Является ли то, что я вам сейчас рассказываю, для вас, ну, можно сказать, таким, ну, как эффектом разорвавшейся бомбы, прорывом, там, я не знаю, там, как некоторые пишут, с носом мозгов или ещё что-то. Интересно вам? Вот я расскажу про температуру, про это не пишите, пожалуйста, расскажу. Значит, вот вы мне напишите, просто с вами уже тут и обратную связь хотелось бы, конечно, иметь сейчас. Вот, потому что много интересного мы сейчас ещё с вами сможем поговорить, о многом именно в ответах на вопросы, да? У меня, видимо, небольшая задержка идёт по, так сказать, вот обратной связи с вами, вы сейчас это напишите. Насколько вам интересно то, что я вам сейчас уже рассказал? Вот. Так, теперь давайте я, пока вы пишете, а я вас прошу всё-таки написать, не полениться, я расскажу вам, отвечу на... про температуру ни в коем случае не забуду, расскажу чуть позже. Теперь. Так, 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 так. Значит, да, что касается, как скачать, как что, ну, там будет ссылочка на скачивание, не волнуйтесь, но вам это расскажут организаторы, не волнуйтесь, у вас у всех будет информационная поддержка. Теперь. Вот, теперь дальше. Что касается БАДов. Значит, да, нас всех с вами напугали очень сильно и нечестные продавцы фирмы вот этими БАДами. У нас аллергия с вами на БАДы, я понимаю. Но давайте так, если я вас, друзья, спрошу, вот является ли БАДом, например, ну, скажем, хлорелла, водоросль такая, спирулина, является ли БАДом артишок или, допустим, какой-нибудь там бурая водоросль, вы скажете, ну, нет, конечно, это же природное сырье. Поэтому я скажу, если БАДом называть природные растения, натуральные, то тогда это БАДы прекрасно. Вот. Так. Хорошо. Вот. Теперь, значит, дальше. Значит, я скажу так, я работаю с некоторыми фирмами в плане, рекомендую некоторым людям в определенных методиках. Я сторонник, конечно, трав, я сторонник продуктов натуральных, но иногда, действительно, я рекомендую, например, продукцию кораллового клуба, не посчитайте, как за наглую, навязчивую рекламу. Почему? Не всю продукцию, а всего лишь, ну, 5% их продукции, которую я знаю, которую я могу с уверенностью посоветовать, потому что, например, вот есть такой, я расскажу, фандетокс, допустим, такой препарат. Его изобрел кореец, там, ну, в свое время, там, для полетбюро, по заказу, в общем, неважно. Лет 15 работали со старинными записями, манускриптами, так сказать, древними, как из 8, по-моему, там, компонентов растений, куда входит годжи, прочее, сделать уникальное средство для регенерации клеток печени. Не сделал. И даже за 3 недели циррозные печени восстанавливаются, ну, скажем так, по большей степени. Если бы еще человек на правильное питание перешел, было бы совсем замечательно. То есть, есть уникальные препараты. И я именно работаю, почему, вот, например, с коралловым клубом, с некоторыми, подчеркиваю, чтобы мне кто-то не сказал, а вот там, с некоторыми препаратами, натуральными, только растительными, которые я знаю, потому что зимой, например, человек спохватывается, а у него проблемы с печенью. Я говорю, друзья, вы найдете артишок? Они говорят, не найдем. Я говорю, хорошо, там это расторопшу, перечисляю корень лопуха. Нет, не найдем. Я говорю, берите здесь, потому что тут есть и одно, и другое, и третье. Значит так, чтобы парабады больше мы не говорили, вы, кому будет интересно, потом зайдете на мой блог. Вот, я думаю, организаторы ссылочку скинут там, ну, или я так скажу, наберете просто в Яндексе Фролов Юрий Андреевич. Первые места, мой сайт выйдет. Ну, он youfrolov.ru называется. Так вот, вы там, левая колонка там слева, да, найдете, Коралловый клуб. Кому будет интересно, вы там прочтете, захотите, зарегистрируетесь. Почему? Ну, чтобы вы были членами клуба, и у вас просто банально 20% скидка от розничной цены была. Ну, кому это вообще будет интересно, кому нет, конечно, не надо. Но будет интересно, запомните, потом просто, когда надо будет, сделаете. А потом уже я смогу, в том числе, ну, просто я буду обязан вам еще консультации кое-какие давать, если, так сказать, вы являетесь членом клуба, просто потому, что у меня обязательства есть такие. Не надо, значит, не надо. Теперь, я вообще еще раз подчеркну, нужно переходить на живое питание. Нужно, чтобы хотя бы в нашей пище было 70-80% живой пищи. Ну, я понимаю, что кто-то имеет огромный избыточный вес, кто-то имеет кучу болезней разных. Я скажу тогда сам первый. Сразу не переходите, но уберите первое, все животные белки. Второе, молочные так называемые продукты. Уберите третье, вареные крахмалы. Ну, оставьте вареную гречку, пока в рационе. Оставьте, например, овощи на пару. Хорошо, это будет меньше изол в разы. Очищайтесь, пейте больше воды. 25-30 грамм на килограмм тела веса в день. Воды. Помните, только вода является растворителем, только она может растворить шлаки, токсины, вывести их из организма. Другого варианта нет. Значит, если вы пьете чай, там, не важно что, это уже не растворитель, это раствор, это между молекулы воды есть уже какое-то вещество, понимаете, в чем суть? Поэтому, если вы выпили настое трав, литр, это значит, что вы воды выпили, ноль, поняли? Все, про это не надо. Итак, воды, если вы перешли на сыроедение, на живое питание, то вам можно, допустим, 10, там уже не надо 25-30, там можно 10-15 миллиграмм на килограмм в день. Если лето, больше, если человек, так сказать, очень серьезно очищается и не имеет проблем больших с почками, то ему нужно 30-35 грамм на килограмм в детстве в день, летом, допустим, летом. Вот. Значит, если он соленого много есть, ему надо больше воды, меньше соленого, меньше воды, все понимаете. Да, фан-детокс, это вот тот уникальный, но их там несколько уникальных, не один, безусловно. Это, но это уникальный препар, это правда. Там коллоидное серебро, давайте не будем, я про, так сказать, БАДы не буду, значит, говорить, да, вот, потому что действительно, ну вы, вот благодарю тоже, Татьяна написала вот насчет БАДов, что информация, хорошо, теперь, да, давайте я вам рассказываю про температуру, а вы пока потихонечку готовите другие вопросы, потому что про температуру, как сбить это просто, но вот смотрите, как же все просто, да, и так, у ребенка 39,9, и вот вы, правильно, чисто и здорово, а в здоровом теле, здоровый дух, это что такое? Это русская народная пословица, наши предки ведь не с яблонь, слезли там не сосин, как нам эти товарищи, попы говорят, так сказать, озлобленные, человеконенавистники, многие из них, не все, конечно, но многие, как система я имею в виду, я сразу говорю, что если кто-то вот христианин, не обижайтесь, я разделяю Иисуса от мракобесия, которая, так сказать, нам в виде идеологической власти преподносит религия любая, в том числе и христианская, вот, это совершенно разные вещи, надо разделять, так вот, еле мы не слезли, и наши предки никогда, ни одного фразы, слова лишнего не говорили, и русский язык, вообще-то уникальный язык, аббревиатурный, это язык причинно-следственных связей, это язык, который передает генетическую память, это, пожалуйста, для этого надо всего лишь изучить, там, ну, санскрит, га, да, там, движение, пожалуйста, нога, пурга, вьюга, и мы понимаем, вот, например, ка, душа, да, печка, душегрейка, печь, душу, душу, мы говорим, душа всегда, сколько душ в комнате, а не сколько задниц, как американцы, правильно Задорнов говорит, молодец, да, так сказать, друг, какой у нас самый задушевный, закадычный, и так далее, это же все от русского языка, другие произошли, но наш язык сложный, он несет сложные древние корни, которые нам показывают основу мироздания, однозначно, и только по, даже законы природы и мироздания можно понять, если проанализировать слово образование великого русского языка, поэтому я хочу сказать последнее, и перейти к непосредственной теме, со словами Тургенева, нашего, да, гения, что никогда не употребляйте иностранных слов, он говорил, русский язык так богат и могуч, что нам нет оснований употреблять, говорить на языке, который беднее нас, это абсолютно правильно, так, теперь так, значит, это будет первое, давайте я про температуру все расскажу, и так 39 или 40, или не важно сколько, 38, и вы решили сбить температуру абсолютно натуральным методом, не причиняя вреда, вы берете, подготавливаете кружку эстмарха, пластиковая клизма такая большая на 2 литра, если взрослый человек, если не взрослый, уменьшаете просто пропорционально, теперь, пока не пишите вопросы, слушайте вот это внимательно, значит, вы берете, подготовите самый лучший вариант, первое, магнезию, голуберная соль, английская соль, в аптеке купите, ну купите, чтобы лежала у вас, как не аспирин поганый, вот этот, от которого вы почки потеряете, а, чтобы у вас был магнезия, значит, потому что не всем можно касторку, касторка тоже штука хорошая, от нее пронесет масло, она не всосется, не бойтесь, но у кого болезнь с поджелудочной железой, там панкреатит, что угодно, это опасно, опасно, поэтому в данном случае, никакие кисломолочные, да пока не пишите, пожалуйста, кисломолочные, это когда там гадят, еще вам грибки или бактерии туда гадят, и вы еще пьете токсины их, с переработанным белком, и другими прелестями, это еще большее извращение, пока не пишите, я вас прошу, слушайте про очищение, теперь дальше, значит, вы подготовили магнезию, кружку эсмарха, вы подготовили эмалированную кастрюлю, литр дистиллированной воды, либо, так сказать, воду, которая через обратный осмос прошла, ее можно не кипятить, если подозрение, вода неизвестна какая из-под крана, скипятили, заранее остудили, осадок упал, слили без осадка, все подготовили, и так, для взрослого человека, берете литр 200 миллилитров воды, и отжимаете в соковыжималке 800 грамм свекольного сока, но это вы делаете чуть позже, а в начале, то есть у вас ингредиенты, свекла, вода подготовленная, половинка лимона, соль, сода, значит, и соль, и так вы развели глуберную соль, 1 грамм на 1 килограмм вашего веса тела, в стакане теплой воды, выпили, она горькая, но ничего страшного, после этого вы спокойно занимаетесь своими делами, все у вас подготовлено, ждете, и пьете теплую воду, глоток за глотком, стакан за стаканом, пьете, пьете 2 стакана, 3-5 стаканов, постепенно, за полчаса, час, через час у кого-то раньше, позже должно вас пронести, до туалета добегаете, и, как говорится, сами знаете, что, может так быть несколько раз, как пронесло один раз, выпили еще стакан, два постепенно, ни сразу, ни залпом, еще пронесло, еще больше не проносит, извините за такую прямоту, значит, если вдруг не пронесло, через 2 часа, вы повторную дозу точно такую же выпиваете, и, уверяю, у вас, ну, тоже глоуберовая соль, вот этой магнезии, вас пронесет уж гарантированно, так вот, пронесло, все, и вы, там, муж или жена, или вы уж сами, ничего страшного, подготавливаете, вот что себе, и так вы залили в кастрюлю 800 грамм отжатого, только что, свекольного сока, налили, через ситечко, марлицу, все, так сказать, чистое, да, туда, миллилитр, 200 миллилитров, литром 200 миллилитров воды, туда, столовую ложку соды, безверха, и столовую ложку сверху соли, лучше каменной, а не поваренной, так, все, на медленном огне, помешиваете, ну, если там сода, то, в принципе, лимонный сок не нужен, не будет соды, тогда вы можете пол лимона выжать, также через ситечко, и вы, в общем, это мешаете, градусник держите, 39 вам надо, если у вас 39 с половиной, держите 40, делаете, все, сделали, быстренько перелили в кружку эсмарка, вставляете, ну, можно смазать там, кокосовыматлом, чем угодно, можно так, ну, понятно, все, ставили клизму, и она втекает в вас, ну, соответственно, будет кому-то противно, что-то, кто-то первый раз, мужчины обычно, так сказать, вообще противятся, все это говорят, так сказать, ну, знаете как, ну, ну, давайте себе гной держите, почки вам, печень спасибо скажут, ну, и антибиотики добавьте, так сказать, это же для здоровья, все, а если вы разумный человек, значит, сделайте, как я говорю, тогда, что будет дальше, тогда, только держите хотя бы минут 10-15, я понимаю, трудно, ну, там, в пользу эмбриона, то распрямитесь, то опять в позу эмбриона, сожмите мышцы, ладно, в общем, дождались максимально, вылили все это в унитаз, замерили температуру через 10 минут, если она не спала, вы уже без глоуберной соли, еще раз кружку эсмарха, ну, можете уже просто с водой соды этой, а лучше, конечно, точно так же, через час, и у вас гарантированно на второй, третий раз, вот у кого-то на первый, у 80%, но если вдруг, с первого раза не прошло, со второго, третьего, все, у вас будет 36,6, а у кого-то даже чуть ниже, потому что слабость, это может быть, понятно, и вы сделаете огромное дело, вы очистите, ну, в какой-то мере, часть кишечника, вы уберете часть гной из организма, это прекрасно, и вообще, это процедура, которую потом уже можно в глубоких методиках, применять при комплексной, системной очистке организма, чтобы уже очистить глубинные слои, каловые камни растворить, я там даю эти методики, там когда сок черной ретики, который может тоже камни желчным растворять, там я по всем системам это даю, и только поймите, системный подход, не то, что кто-то прочел в ЗОЖе, там, одну вещь, и то, кстати, давайте насчет ЗОЖа интересную вещь, помните вы, что можно, часто было как делать, например, вот смотрим, читаем какой-нибудь журнал, газету, даже дачник, и там часто люди простые пишут, как они победили тяжелую болезнь, и обратите внимание, там, где они ее победили, прямо чудо, типа чудо произошло, они либо сок свеклы используют, в общем, что-то живое растительное, но возникает вопрос, это правильно все, а почему бы нам этим просто не питаться, а люди, почему нам не питаться тем, чем для нас, что предусмотрела природа, ну что же, мы живем, чтобы жрать вот это все, так сказать, это цель нашей жизни, нет, мы едим, чтобы жить, но если мы так будем ставить вопрос, тогда понятно, что мы должны наслаждение, мы должны получать, конечно, и от еды, но мы будем получать, вы просто сейчас можете так брезгливо сказать, а морковка, мол, да вы потом от морковки, товарищи, просто вы сейчас это не понимаете, будете такие наслаждения получать, которые вы сейчас получаете от своих бюстексов, просто вы это не знаете, в это не верите, потому что вы хотите верить в другое, но меняются вкусы, привычки, микромир внутренний, очищается, правильно кто-то написал, сознание очищается, Потому что в здоровом теле здоровый дух, а не наоборот. Не наоборот, не питайте иллюзии, не наоборот. А только в здоровом теле здоровый дух. Все остальное это суррогаты, полумеры, полуприспособления, надежды несбыточные и так далее. Так, вот, значит, с кожей. Естественно, будут проблемы с кожей, творог, так сказать, только творог. А давайте так, когда вы из молока отжимаете творог, вы отжимаете казеин. Поэтому получите концентрацию. Так что молоко тут ни при чем, а творог это страшнее, а сыр еще страшнее. Сыр это вообще концентрированный клей твердый. А чем тверже сыр, тем даже бактерии там дохнут. Почему так сыр долго твердый лежит? Знаете почему? А уже там те бактерии, грибки, которые туда поселяют, чтобы они сбраживали все это дело, да, и перерабатывали казеин. Они сожрали все, и они уже сами умерли. А вы это едите. Их отходы и, собственно, вот этот твердый, так сказать, клей. Вообще сыр это очень хороший, надежный строительный материал, если правильно применять. Но это не продукт питания вообще. Так, ну вот повторите. Я быстренько повторю, но вы потом просмотрите заново. Вы найдете в моих лекциях, приобретите просто, не пожалеете эти копейки, вот эти мои лекции, вы там все это найдете. Еще раз, магнезия 1 грамм на 1 килограмм веса. Если вы 60 килограмм, 60 грамм, там, соответственно, вы размешали в воде, выпили, а дальше все я как рассказывал, да. Чем зимой? Значит, вот смотрите. Человеку достаточно питаться, если у него, конечно, он решил свои проблемы. Мы загадили себя за десятилетия жизни. К сожалению, в этом беда. Но если мы были бы здоровыми, если бы мы очистили свой организм, это методики, это переход на осознанное, я подчеркиваю, правильное питание, с глубокой верой, убежденностью в том, что вы правильно делаете. И почему я столько внимания вам уделяю на то, чтобы вы переоценили картину мира жизни, как она есть на самом деле. Вот. Значит, то тогда я вам вот что скажу. 5-6 продуктов будет достаточно нам, чтобы жить нормально зимой уж, по крайней мере. У нас есть даже на севере прекрасно, вот слушайте, в приполярном Енисеи прекрасно растет капуста, по 6 килограмм можно вырастить, по 7. У нас растет брюква, турнепс, там морковка, свекла, слушайте. Ну, объесться можно, вы знаете, как можно мелко натереть свеколку, туда сделать пасту, например, ну в крайнем случае из орехов. Я подчеркиваю, орехи нельзя смешивать с, так сказать, фруктами, брожение будет, да, как и мясо с картошкой, брожение, гниение, плохой запах и всю эту гадость. Кстати, показатель, когда у вас все более-менее нормально, кал ваш не должен плохо пахнуть. И это, вот понимаете, опять, почему это должно вонять? Это не должно вонять, оно не воняет у того, кто, извините меня, нормально питается, чем что природа положила на стол для нас, как вида. Вот, поэтому питается, это гниль, это отмершие бактерии, гнилостная микрофлора, гниющая пища, разлагающаяся, белковая, так сказать. Папилома вирус нет, там недостаточно правильного питания, вы можете контролировать все остальное, но папилома вирус, чтобы убрать, нужны хорошие натуральные антибиотики. И это комплекс мер, это не только чеснок, хрен, лук, коллоидное серебро, которые там до миллионной молекулы, самое мелкодисперсное коллоидное нужно серебро в больших дозах, это целая система. Ну и ряд других мер, особенно очистка печени. Вот, провериться папилома вирус можно точно на иммуноферментный анализ крови, на антиген папилома вируса. На что по вирусам я советую всем вам провериться. Первое, Эпштейн-Бара. Я называю сейчас те виды вирусов, которые мутагенные приводят к раку. Значит, папилома вирус, герпес шестого типа, не половой, не герпес на щеке, на губе, а шестого типа, просто пишите, если кто хочет. Значит, Эпштейн-Бара, цитомегаловирус, крупный вирус, который в печени, кстати, тоже обитает. И вот говорят, знаете, вот меня поражают люди, вот, кстати, еще, знаете, от врачей слышали такие глупости, например, а вот мало гемоглобина, железо пониженное в анализе крови у ребенка, давайте печень есть. Ну не придурки ли, скажите. А почему они не говорят, изучите на лямблей? Проверьтесь, друзья, на лямблей. Вот кто захлебнул воду, купаясь в речке, а там выше плюс 10 лямблей, обязательно подчеркнет себя. 100 из колодца, если там выше плюс 10, тоже вы лямблей сразу получите. А что такое лямблей? Ну, это вот потом мои лекции послушайте, вы поймете, полный вперед. Если у вас аскориды, которые каждые 30 грамм крови выпивают, вы понимаете, вот, слушайте, ладно, был недавно случай, вот, товарищи, случай. Вот мне звонит родственник, пишет письмо одной бедной девочке, 3 года, у нее рак мозга, довели до страшных вещей, она уже ни в туалет не ходит, ни по малому, ни по большому, и катетеры, и пищу, так и все. Но по определенным признакам, даже то, что он мне написал, я понял, ну, там он написал определенные хрипы, там, значит, с дыханием, я сказал, а вы определите аскорид, токсокар, посмотрите паразитов, а через 2 дня он мне пишет, из катетера черви полезли, естественно. Вот, слушайте, если есть аскорида, например, я говорю, например, не придирайтесь, там, врачи могут что-то, ну, будет у вас дефицит железа, будет, да хоть вы теленка съешьте, а потом, извините меня, если вы печень сварите, сжарите, какой там будет железо, валентность железа, вы понимаете, что разные бывают, вы понимаете, что минералы могут не усвоиться, я уже объяснил это, и они не усвоятся. Хрен там железо вы получите, ничего вы не получите. Вы от гранатового сока получите, от сока Годжи получите железо, от яблока кислого Антоновки получите железо. А если вам это железо не помогает, у вас либо лямбли, либо паразиты. Вот что такое природная логика. И вот это что такое разум человеческий, они долбопонимают, понимаете, что врачей, которые вообще уже только бумажки выписывать умеют, я извините так эмоционно, я уважаю настоящих докторов, а врачей от слова врать я не уважаю, потому что они, понимаете, обманывают себя и других, ничего не понимая об организме, вообще ничего не понимая. Так, я отношусь к фильтрованной воде осмосом прекрасно, потому что это единственный вариант, ну, это не единственный, это дешевый единственный вариант, убрать из воды неорганические минералы, примеси, химию, хлор, все, что хотите, и потом вы эту воду можете оживить. Как? Разные методы. Самый простой и дешевый. Самый дешевый. Вы берете графин этой уже дистиллированной воды, вы туда коралловый кальций, коралл май, вот в коралловом клубе, извините, не сдержался, потому что это самый дешевый способ. Пакетик высыпаете на полтора литра, вы его насытите минералами органическими, в форме органитоф, других вариантов существования минералов, потому что они добыты из кораллов, из необожженных. Так, теперь, дальше. Вы можете туда добавить гидросел, а вода станет более текучей, активной, есть такое средство, это жидкий кремний, грубо говоря, и не только. Кремний вы получите как раз из этого препарата, например, это мы говорим о воде, если сейчас, да, и так далее. Я не буду говорить, что микрогидрин плюс, это мощный антиоксидант. Короче говоря, добавив это, выпив, вы получите прекрасную воду. Вот тут мне недавно написали, вот у одного с почками, что ж там гемодиализм, там проблема. А тут прям описывают, как изменилось сразу организм, как моча отходить стала, как вот, когда, потому что, что такое вода, это волшебство. Вода это просто, понимаете, без, надо понимать, что такое вот вода. Это наша основная еда. И недаром, вот приведу пример моего слова друга, он, его жена рассказала историю о бабушке своей, она из Белоруссии родом, и там была женщина, в деревне жила, в глухой где-то вот, где ее бабушка в свое время, как я понял, сейчас, может, выпущу, но суть я не упущу. Значит, у нее был рак желудка, или, ну, в общем, там, короче говоря, ее выписали умирать домой. Четвертая стадия, и все. Значит, вот. Ну, и она приехала домой, поникла, и счастье, судьба, не знаю, да, как кто хочет. Ну, а попались ей ведуньи, которые сказали, если хочешь жить, ты должна теперь употреблять только три продукта в течение жизни. Первое, вода. Второе, свекольный сок, свеклу, вообще свеклу, и морковь. Не смешивая, то есть вообще моносыроедение. Она, да, ей подруги сразу все рядом, ну, она же делилась, так сказать, вот как бы эти мне посоветуйте. Ну, все советовали, да ты и давай, езжай к Москву, может быть, тебе там лучше врачей, но если бы она поехала, она бы, конечно, умерла. Сейчас она до сих пор жива, прошло лет 30. Но подруги ее, конечно, умерли все, это естественно. Вот. А она, так сказать, понимаете, она просто, она поверила, ну, голосу природы, людям разумным, да может быть, она за последнюю ниточку зацепилась. Я таких примеров знаю, я не знаю, огромные. Вот. Теперь, значит, ну, почему хочется, это я уже говорить не буду, творога, сметану, потому же, что и мясо, потому же, что и кормить бактерии, потому же, что я говорил в лекции. Теперь, как убрать камни желчным? Очень просто. Утром вы пьете стакан воды с медом, берете чайную ложечку, и чем качественнее будет мед, то есть, например, от диких пчел, если найдете, вообще будет сказка. Вот у меня такой есть, например, мы такой пьем, едим. И кому бы я не давал пробовать этот мед, у меня несколько видов диких медов, олигархам там, у меня много там всяких, вот есть знакомых, там, депутатов, там, олигархов, там, самых известных, вот. Они говорят, мы в жизни такого не ели. Откуда они могут такое есть? Да хоть он трижды олигарх, сейчас продуктов на всех нормальных нет. Откуда он может это взять? Ну, чудом только кто-то привезет. Естественно, все это они говорят, мы такого в жизни не ели. Хоть простой человек, хоть олигарх. Гадость всякую, я тут Стерлигов прав в этом смысле. Хотя он, конечно, чокнутый на религии, так сказать, вот просто. Я его лично знаю, это мой приятен, вот Стерлигов, Герман Стерлигов. Но, так сказать, конечно, совсем у него крышу снесло от религии. А так-то он прав, прав. Ладно. Короче говоря, пьете воду медовую. То есть стакан воды, но его надо выпить достаточно быстро. Эффект будет идти 15 минут. Кристаллики. Мёда. В общем, это сложный процесс, я его объясняю подробно в своих лекциях. Не буду сейчас говорить, но скажу лишь, что от полу... Ну, от нескольких месяцев до полугода, а если вы еще сок редкий, черный, будете два раза в день по 50 грамм выжат и пить натощак, если вы другие, если вы перейдете на живое питание, перестанете есть колбасу, так сказать, с салом и прочее, и прочее, и крахмалы, то у вас, ну, за 2-3 месяца могут камни рассосаться, могут больше. Так, хорошо. Ой, что касается лимфоденитов, прочих, значит, я вам сразу говорю, определяйте все, что вокруг этого, вирусы, грибки, бактерии, выясняйте. Потом надо методику выбирать конкретную, потому что методика будет зависеть от того, что и как у вас. Сначала вы обязательно ознакомьтесь, я вам по-человечески советую, те лекции все, которые я вот рекомендую приобрести для того, чтобы вы, их прослушивая, выписывали, вы увидите себя. Я же сейчас не смогу 20, 30, 40 часов, там 40, по-моему, так сказать, вот всего донести, вот таким даже темпом, да, ну, это, ну, вы понимаете. Поэтому я вам говорю максимально, попытаюсь ответить на ваши варикозы, это очень просто. А что варикоз, знаете, нет? А я вам объясню. Печень не надо засорять, было крахмалы, вареные мяса, фиброзная ткань нарастает, когда клетка погибает печень, одна с другой, одна с другой. Да, они быстро регенерируются, но не настолько, насколько может человек неразумно и современно их разрушить. А если еще алкоголь, ой-ой-ой. Так, тогда, тогда, мертвая клетка заменяется, пустота фиброзной ткани, соединительной, зарастает, и она теряет свою фильтрационную способность. А теперь думайте, если фильтр забивается, а кровь качается сердцем так же, давление растет? Растет где? На входе в печень. Нижняя полая вена там и так далее. Что происходит дальше? А то, что нижний отдел нашего тела, соответственно, куда, значит, до печени, везде растет давление, клапаны венозные уже не справляются, они ослабевают. Плюс к тому, так сказать, прочее добавьте, что я сегодня уже вам рассказывал, вот, возникает, так сказать, проницаемость, ухудшается сосуд, возникает варкозное расширение, тромбофлебит, геморрой по тому же, что печень забита. Ну, естественно, добавляется потом малоподвижный образ жизни, врачи же другого не могут объяснить первопричину. А я вам объясняю, так сказать, поэтому печень надо чистить, а регенерация печени, это вот сегодня вот этот инфопродукт, вот он сверху, видите, на экране показаны три коробки, вот эта правая коробочка, которая бесплатно идет к остальным, вот там спасение для многих, потому что вот эта методика расторопши, да это с овсом, и вся логистика, которая там сказана, помимо прочего, она даст вам возможность очистить печень, регенерировать клетки печени, потому что, но, если вы будете порошок расторопший принимать, эффект будет, да, меньше, ну, в десятки раз. Хотите сильный, примените правильную методику. Герпес от вируса, но вирусов герпесов много, они попали в организм, а иммунитет ослабел когда-то, и у вас латентная форма, скрытая, перешла в активную. Ну, вот вы получили герпес там, там или там, и уверяю вас, что если у вас герпес, то у вас еще что-нибудь из вирусов есть, еще на паразитов обследуйтесь, но дам хороший совет. Если вы будете обследоваться на вирусы грибки-паразиты по биорезонансной методике, у меня тоже про это кое-что сказано, где Коралловый клуб раздел, там в моем блоге, но я вам сразу скажу, я противник лечить, что бы то ни было биорезонансом, если только нет таких форм паразитов, которых придется либо оперировать, вытаскивать, например, эхинокок из печени, только операция, или же, соответственно, ну, в головном мозге там может быть, или же их убить, растворить биорезонансом, а потом организм будет страшно травиться гниющим белком, и вот тогда вам нужны будут сорбенты, вам нужны будут очистительные клизмы по вечерам, сорбенты на ночь, прочее, поддерживать печень, и я даю эти все методики, если вы потом посетите, прослушаете мои, соответственно, лекции, которые уже я давал, посещать будете новые, просто будете это знать, потому что моя задача вообще глобальная, сделать весь цикл лекций по кругу, чтобы человек владел, так сказать, всем организмом сам, и вообще ни я был не нужен никому больше, у меня, знаете, сколько дел, у меня более 20 видов бизнеса, я бросил несколько видов бизнеса, более доходных, ну, в разы, в десятки раз, да, именно для того, чтобы вести вот эти лекции, книгу написать, я ее, блин, уже два года не могу, потому что мне приходится отвечать на сотни писем, я прошу по возможности мне не писать, потому что я просто физически, это невозможно, а у меня строится эко-гостиница, там, в Псковской области, в Пушкинских горах, у меня огромное количество других дел, но я многие дела именно бросил, чтобы все-таки вот это донести до людей, то есть я вот задачу выполню свою года за два еще, дам все знания, и потом люди смогут, собственно, вот уже, так сказать, поэтому так, так, значит, так, ой-ой-ой-ой, это вот, я сейчас, знаете как, вот очень долгие вопросы, которые требуют, ну, некроз тазобедренного сустава, ой, значит, там надо устранять инфекционные проблемы, надо устранять, очищать лимфатическую систему, для этого надо изучить, что это такое, надо понять, да, вам обязательно, самой, чтобы, и так далее, и так далее, эти лекции, которые сейчас я вам говорю, вот, а это азы, без них нельзя дальше идти, просто нельзя, причем я поэтому за копейки их отдаю, что я хочу вам их просто навязать, то есть вы зайдете на мой блог, и вы увидите, там они же все по 5 тысяч стоят, ну, там только акции иногда бывают, когда там 10 продуктов продаются сразу, но, без этого нельзя идти дальше, поэтому я хочу, чтобы вы ничего не покупали, пока вы не возьмете это, это, поэтому я сделал 2 500, вообще уже за, такое гигантское количество, так сказать, информации, чтобы, потому что это азы, вам надо это знать, до всего остального, теперь, ой, слушайте, так, давайте так, уважаемые же ученые Болотов, вот я везде это говорю, я понимаю, вы первый раз меня слушаете и не видели, еще раз, вы верите не Болотову, а верите природе, да, еще раз, товарищ дорогой, вот Раиса, вы, наверное, можете проверить и убедитесь, что кровь имеет по H743, если она будет 7,2, даже вот неумывайкина, другого уважаемого, послушайте, человек что сделает, умрет, умрет, вот чтобы этого не было, ей это называется гомеостаз, постоянство внутренней среды, параметры, некие константы, это не зависит от даже 100 болотов, даже 100 тысяч, так вот, это будет так, а не иначе, я вам говорю как, вот 7,43, значит, если вы будете закислять, организм будет разрушать любые, из костей там, минералы, не поставлять в ткани, и будет их передавать, так сказать, в кровь, чтобы человек не умер, потому что это первый фактор, я про другие системы вообще сейчас молчу, дальше, почему работают некоторые его методики, есть такие методики, вообще принцип от противного, есть удар, который просто любой удар, раскачка, организм тряхивает, активизирует определенные вещи, я мог бы, я вот когда-то читал книгу Болотова, специально, подробно, и я бы вот когда читал рядом с вами, я бы вот вам все это объяснил бы, а вы можете, собственно, вот, я знаете, как делают, когда по молочным продуктам, в блок у меня зайдете, там есть раздел, но найдете, где три статьи о молоке, мои три больших статьи, читайте все три, и вот там есть, в первую или во вторую, уже не помню, я разбираю товарища Тарсунова, с которыми, с мыслями многими я согласен, но что касается молока, ну это, вы также могли бы сказать, ну как же, вот уважаемый Тарсунов, ну и что, ну если он чушь несет, я прям беру каждую фразу его, и разбираю, и вот вы посмотрите, и вы поймете, что я не просто прав, что насколько, какую глупость несет товарищ Тарсунов в данном вопросе, не во всех, в данном, по молоку, там благость, коровы, Индия, я понимаю, что он на основе индийских лет, там, но голову же надо иметь, так вот, поэтому, когда мы говорим о Болотеве, например, вы то же самое можете потом, так сказать, экстраполировать, вот то, что я вам сказал на примере, вы прочтете про молоко, да, и про Тарсунова, все, и вы все, в общем-то, вот, еще раз, какая разница, я сказал, уважаемый Болотов, Бутейко, которого я прекрасно знаю, мало бешать, чтобы больше углекислого газа было, ну и полный вперед будет, так вот, я все это прекрасно знаю, все теории, я все, вот все, что вы назовете, я все изучал, знаю и так далее, а рецепты сыроеднепростые, я не буду жгать сыроедные блюда сейчас, вот я, например, ну, я ем там несколько, один и тот же, в общем-то, салат практически, но я ем отдельно, что я мало ем фруктов, я ем много овощей, зелени, хотя кто-то считает, что, вот, поскольку все-таки огурцы, например, итальяны, это тоже фрукты, но тут можно спорить, в общем, не сладкий фрукт, я сладкого мало потребляю, не дай бог, из кого-то знакомых там, не дай бог, конечно, никому такого, но рак, первое, что нельзя делать, это нельзя есть ничего сладкого, даже фрукты, ничего, и дальше я все объясняю, что, чего и так далее, как можно помочь, если сотовый телефон все-таки оказал, нет, ощелачивание это просто, это, понимаете, естественное питание, свойственное человеку, травами живыми, этими, ну, проросками злаков можно, чисто злаки нельзя, не пророщенные, там клейковины много, и прочее, так вот, овощи, фрукты, вы, конечно же, уже организм будете очищать, безусловно, это уже будет защелачивание, конечно же, но, нет, не только, методики там еще должны быть у вас, ну, как бы, так сказать, зависимость от ваших болезней накопленных, прочее, кто-то, вот я перешел на строение сразу, ну, у меня, конечно, не было там, прямо вот таких вот, каких-то серьезных заболеваний, так сказать, я перешел сразу, ломок у меня никаких, в общем-то, не было, как у некоторых есть, и, так сказать, вот, ну, на полном сыроедении я, то есть, чтобы ни грамм ничего не потреблял, я два, почти с половиной года, на веганстве, семь лет, ну, то есть, ни грамма животного, ничего, да, вот, и, так сказать, кстати, да, кто не слышит, просто, пожалуйста, обновите страничку, и вы тогда, так сказать, если звук пропал, опять будет. Вот, щитовидка, очень хорошо лечится на, так сказать, переходом на живое питание, легко, ну, лечится прекрасно, конечно, есть еще методы, позволяющие дополнительно, но это уже методики, значит, что касается, вообще переход на средний, он, вот, сахарный диабет, легко лечится, у детей за 2-3 недели, за 2-3 недели, правильным, разумным, вы прослушайте все мои те лекции, что я вам советую, там вы, ну, поймете просто глубоко, это все, что мы сегодня с вами, да, мороженые продукты, это прекрасно, почему? Объясняю, вот опять, вам скажет, например, Болотов, или еще кто-то, что это неправильно, а вы скажете, дурак, почему? Очень просто, почему? Если такое будет, я говорю, если не говорите, что Болотов такой может и не говорить, я просто говорю, любой, природа говорит другое, что говорит природа, давайте посмотрим, берете рожь, пшеницу, заморозили зерна, разморозите, сделаете это раз 10, ну, 20 подряд, ну, так, для профилактики, прорастут, да, все, вопросов у вас нет, это значит, сохранена ДНК, жизнь, информация, клетки, геном, все, это природа дала нам такой способ консервирования, это есть природой, все, вот критерий истины, товарищи, вы понимаете, ну, хватит говорить про Болотов, там, еще кого-то, ну, это глупо, это глупо просто, это вообще не к разговору, это оправдывание своих желаний, о чем я вам говорил, это не по-человечески, думать надо, значит, всему есть причина, еще раз я вам говорю, всему есть причина, вот все, что касается артрозов, суставов, разберитесь сначала, я вас спрошу, я же не смогу сейчас дать вам методику полную, а другой спрашивает другое, правда, по суставам в моем, вот этом первой коробке сверху, вот которая, да, первое, там есть очень многое, все причины, вы поймете, на каких паразитах, где, какие анализы надо сделать, что обследовать, чтобы понять, в чем тут причина, плюс очищение кишечника, очищение лимфатической, печени, восстановление, вот это надо вам делать, устранить причину, грибки, вот суставы, это всегда лимфогрибки и печень, так, значит, про диски, там видео, нет, там есть, значит, в моих дисках, правильно вы спрашиваете, Наталья, там есть видео, мои лекции, в разного типа видео, там есть текстовые, так сказать, материалы, но там в основном видео лекции подробнейшие, потому что это то, что может дать, вот четко, но, скажем, в малом достаточно объеме, большой объем именно пласт информации, то есть вы там сможете спокойно себя остановить на паузу, когда что угодно прервав, выписать, прослушать, найти, делать некие закладки, то есть это самый удобный способ, да, это видео, огромное количество видео, но не только, там, естественно, есть аудиофайлы, там есть и другие текстовые, так, запись это будет, то, что сегодня я говорил, кто не сначала, она будет еще завтра выложена, ну, я попрошу организаторов, может, они на два дня оставят ее, но завтра она еще точно будет, то есть пересмотрите, хоть сейчас с нуля можете начать, кто вот только вошел, да, так сказать, вот можете пересмотреть, или там завтра, как хотите, вот, значит, все, что касается кисты, все, что касается миом, фибромиом, то есть фиброзной ткани, там, женских половин, вот все это можно вылечить без операции, все это можно, момент, то есть немедленным началом очистки, если любая опухоль, надо принимать, то есть сок, корня, например, там, по определенной системе, лопуха, ну, где вы его возьмете, значит, можно бурдок рук, например, есть бурдок рук, такой препарат в коралловом клубе, можете купить сухой лопух, можете, но это, это я вам сейчас всю систему уже не расскажу, это один из компонентов, очищение кишечника, кишечника, потому что только оттуда гной идет в, и, соответственно, опять-таки, полипы, мионы, кисты, и все остальное, все причинно там, гной, выводите гной из организма, очищаете более глубинные слои, сначала кишечник, потом межклеточное пространство, травы, которые лимфоотток, лимфодренаж улучшают, которые желчевые, гонные средства, только если у вас камней нет, 6-12 мм, тогда с желчегонными очень надо быть аккуратно, самое сильное желчегонное средство – чеснок, если вы едите чеснок, у вас все в порядке, камни не идут, и проблем нет, то вы можете принимать другие желчегонные средства тоже. Нельзя, значит, нельзя. Так, не обязательно химиотерапию, делайте химиотерапию, я не могу вам здесь советовать, здесь каждый выбирает такое заболевание, как это вам решать, но химиотерапия – это, я не скажу, конечно, безвозвратный вариант, но, не дай бог никому, я бы не стал. Есть мощнейшие средства, витамин В17, найдите его в жидком виде, я не помню, как он называется, препарат, я имею в виду, препарат, кубаламин, он понятно, но, так сказать, вот как он называется препарат, на А, это кубаламин В12, простите, это я уже, так сказать, устал, В17 вы найдите, у меня в блоге есть тоже исследование американского ученого по В17, он есть где? в косточках, в семечках яблок, в семечках косточка абрикосов, только живых, убедитесь, сухие абрикосовые косточки купите, значит, чтобы они, только вы их, как бы это сказать, проверите, чтобы они прорастали, живые были, потом замачивайте в воде на ночь и ешьте по 20-30 в день, ничего сладкого, очищать кишечник, сорбенты, значит, противораковые, значит, травы определенные, это уже, ну, травы, вы понимаете, сильные травы, они являются некоторыми ядами, поэтому тут нужны точные дозировки, я даю их в методичках, я не могу обо всем сейчас сказать, послушайте, лопух не помог, хорошо, вы откапывали корень лопуха, вы принимали по 50, потом по 100 грамм, по 200 в день, месяц, этот сок, вот прям откопанный, сухой, чистый, нет, а может быть даже да, так я же вам даю методику, я же не говорю про панацею, я вам говорю, что метод первый состоит из корень лопуха, значит, только сок свежий, выжатый из свежего, значит, если хуже будет, если дальше, расторопша для этого, дальше, так сказать, чистотел, так-то его принимать надо, дальше, заканчивайте этот период, дальше идет чага, с, чагу надо так-то заготовить, короче, вы понимаете, что это такой методики, это панацея, нет таких простых, нет, но систему, если грамотно, плюс, В-17 витамин, ничего сладкого, ничего вареного, жареного при раке, все, тут табу, тут, ну, в крайнем случае, там иногда гречка вареная, смотря какой тип рака, так сказать, изучите сначала все, что я говорю, вот в этом, смотрите, продукте вверху, вот первый, там огромная мощная лекция о раке, они вот здесь тоже, и везде идет экстраполирование на те или иные ситуации, везде крайне важная информация, жизненно необходимая, так, при панкреатите не можно сыроединить, при панкреатите нужно сыроединить, но вы правильно задали вопрос, действительно, грубая растительная клетчатка в начале, она будет вызывать тоже увеличенный синтез ферментов поджелудочной железы, поэтому здесь, вам сначала, вы оставьте немного вареной гречки, вареных овощей немного, но постепенно уменьшайте эту дозу, и вводите, очень долго жуйте, особенно вы, измельчайте живую пищу, типа кабачков, там, неважно, все, что вот в блендере, и жуйте даже эту кашицу, долго пропитывая слюной, потому что чем дольше вы при панкреатите будете обрабатывать амилазой, ферментом слюны, так сказать, пищу во рту, тем меньше будет работать ваша поджелудочная железа, помните, раньше умные старые врачи, доктора вернее, они как говорили, человека можно спасти, если у него острый панкреатит, например, только одним способом, никакой еды ему не давать, ну, недели две, а лучше месяц, на воде, на этом поджелудочная железа, запомните, может регенерироваться только, если она не работает, а мы едим на ночь, да еще жареная, да еще черт знает что, из каких-то пакетов, слушайте, природа в пакетах ничего не создала, все, так, значит, витилиго неизлечима, супер просто, значит так, идиоты, кто это говорит, витилиго, нарушение пигментации, значит, это связано с некоторыми, выработкой пигментов, это связано в первую очередь с печенью, с билирубином, с его оборотом, значит, суть, короче говоря, так, когда человек очистит печень полностью, регенерирует клетки, восстановит, а плеть в печень очень хорошо поддается регенерации, то очистит кишечник, лимфатическую систему, то витилиго пройдет, то есть на 100% из 100, дальше, маленьких детей, ну вот у меня младшая дочь, младшая, которая сейчас в первый класс пошла, вот она у меня, ну она не на полном, они у меня на сыроедении, они там раз в две недели, что-то такое, вы знаете, тут какая психология больше, а потом, вроде запрещала я сначала, ну там ели только сырое, все нормально, потом хотели, стали обманывать, я говорю, так, не обманывать, давайте договоримся, это вы едите, это и это, стали есть что-то вареное, ну типа иногда там чечевичный суп, что-то, а сейчас знаете как, едят, вот например, взяли, мама сварит раз в две недели, а то реже, ложечку раз, не хотят, не хотят, едят мало, представляете, что там скажут, у меня, например, старшая, она, ну вот у нее физическая сила больше, чем у мамы, она, когда перешла на сыроедение, она стала быстрее расти, мышцы, она не занимается физическим активным трудом, у нее мышцы, дай бог, то есть прожать нельзя, господи, насколько мы, вот дети легче на сыроедение переходят, легче, потому что они не так загажены, как мы с вами взрослые, приведу вам пример, есть такой только не Бутейко, а Бутенко, известная пишет в книге Виктория Бутенко, значит, и муж ее, Сергей Бутенко, вот очень-очень хорошее есть у нее выступление, где он описывал, как они попали в 89-м году, так сказать, в Америку, ну, в общем, думали новая жизнь, туда-сюда, жизнь, конечно, пошла какая-то, труд с утра до ночи, в поте лица, так сказать, и вот у него щитовидная железа, там, тероиды в 10 раз повышены, такая раздулась раз в 10, ему говорят, значит, ну все, тебе уже, а он банщиком еще работал, ему говорят, все, ну, в общем так, оперироваться, ты инвалид на всю жизнь, будешь на гормонах сидеть, еще 50%, что ты умрешь во время операции, подписывай документ, 60 тысяч долларов, ну, как ты хотел, значит, вот, и жена у него там при весе, ну, очень весила 120, при росте, там, по-моему, 60, боялась засыпать каждую ночь, думала, так сказать, что не проснется, у ребенка, у сына сахарный диабет первого типа, инсулинозависимый, так, а у дочки, так сказать, что же было, ну, тоже, в общем, какое-то такое серьезное заболевание. Теперь, и вот он дошел до ручки, вот как человек говорит, а потом применю, а стоит ли товарищи потом? Ну, подумайте, вы же сейчас живете, вы же годы жизни крадете у себя, годы, десятилетия жизни. Вот смотрите, что происходит, вот он дальше тоже так, как все, когда мужик не грянет, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, а это нормально, но, по-моему, нет. Я ведь тоже не потому перешел, что я, вот так сказать, вот прям больным таким был, нет, а потому что я просто сказал себе как-то, ну, слушайте, ну, это, ну, абсурдно, зачем я буду, зачем я буду терять драгоценные годы, я ведь хочу жить, не просто как самоцель, долго прожить, многого добиться, сделать самосовершенство, духовно развиваться, а для этого здоровый теле, здоровый дух. Так, короче, ладно. Теперь, вот они, значит, и вспомнил он, что еще был такой Данилян, и в каких-то там 70-х и 80-х годах в Москве он лекцию эту посещал, а он сыроед уже лет 60 или 50, ему сейчас 95, по-моему, причем концлагеря немецкий прошел, посидел, пришел, умирал, ну, разваленный, и вот он, ему книга попалась о сыроедении, еще там старинная, вот, он перешел на сыроедение, он на полном, на вообще фрукторианстве сейчас уже, вот сколько лет, 50-60, да, так вот, и он говорит, я все понял после этой лекции, но я слаб, и я, если припечет, наверное, придется перейти, и тут он вспомнил, но вспомнил тогда, когда ему сказали, 60 тысяч долларов, операция, инвалид на гормонах, и он пришел домой, беджина, пора, они все выкинули из холодильников, в микроволновые печки, а иначе соблазн, выкинули, ну, они не могли по-другому, и молодцы, мучились дня 2-3, прямо ночью, есть хотели, а там были апельсины, ну, что они закупили в супермаркете, ну, и, соответственно, конечно, это прошло, наркомания через несколько дней, ну, не буду говорить долго, спустя какое-то время, значит, у ребенка сахарный диабет за 3 недели прошел, первого типа, а что касается всего остального, значит, разобрались и с остальными, и когда их проверяли через 10 лет, на, там, всех томограммах, на всем, что угодно, чуть ли не в космическом центре, грант на это положили, там, американцы, так сказать, чтобы следовать, то среди не только своего возрастного, а лет на 20 моложе, номер один, они были естественны, так, ну, это понятно, дальше, так, никакой молочный тибетский гриб, никакие грибы не полезны, ничего не надо извращать, это все переработать, нет, нет, все это не полезно, никакого сахара, вы как, про какой сахар вообще говорите, сахар это сахароза, это вообще химический, вы знаете, что в процессе производства сахара, например, применяется сернистый газ, а хлорка, как вам нравится, да, и хлорка, будьте добры, так что забудьте о сахаре, если вы жить хотите, так, теперь вот смотрите, к организаторам вопрос, Наталья пишет, Анна нам, что ссылка на скачивание не активна, пожалуйста, посмотрите, чтобы ссылки были, ну, активны, там, какие-то правильные, не волнуйтесь, Анна, и все, так сказать, уверяю вас, что тут все автоматически фиксируется, и каждый из вас все получит, это, как говорится, вот, ну, организаторы на то и работают, то есть моя задача, вот, как спикера, как специалиста, вот, с вами общаться, доносить информацию, ну, а там работает, поверьте, целая команда, которая, безусловно, все вы однозначно получите, не волнуйтесь. Так, значит, с грыжей немножко, так сказать, сложнее, потому что, вот смотрите, вообще органические изменения, либо какие-то, это не может, но, ведь, конечно, мышцы становятся эластичнее, меньше молочной кислоты, меньше, так сказать, напряжения, естественно, в какой-то мере, да, но тут нужен еще хороший мануальщик, массажист, я вам рекомендую, помимо, естественно, правильного питания, перехода и так далее, да. Красная молчанка, да, конечно, это все тоже первопричина, где так, лечить, да, папиллом, я же говорю, все вирусы лечатся, сложно, конечно, такие, но лечатся, вы знаете, что такое родинка, например, это кладбище, например, с отмегаловируса, например, папиллом, то есть, вот, они даже отваливаются, есть, которые люди действительно себя серьезно очищают, не поставляя, поймите, вирусы, грибки, бактерии, они селятся только на ослабленном муте, в слабой клетке, вирусы, они вообще просто, они не имеют своей клетки, они размножаются, используя наше ДНК, это вообще отдельная тема, я про них рассказываю, ну, у меня будет еще вебинар отдельно по вирусам, но я забегая вперед скажу, что да, очищением организма без этого никак, это вообще основа основ всего, и правильное питание, которое тоже является очищением, и так далее, ну, салат, там авокадо я ем, там, вот смотрите, я, да, я авокадо, там авокадо, огурец, зелень, типа петрушка, любисток, там, что-то другое, так, потом, ну, там может быть масло, например, я вот люблю чесночное на оливковом, или там свежее кедровое, ну, естественно, только там отжатое недавно, там у меня же, я говорю, у меня вот хорошо, у меня, хотя смотрите, у меня кто-то скажет, ну, конечно, ему, у него биопродукты, он продает, так сказать, целое направление, я скажу, вы знаете, я из своих, у меня 300 продуктов, я ем, может быть, там 10, да, и все, то есть это уже, вот знаете, уже потом меняется все, уже там не нужно это ничего, вот, я, в общем-то, иногда масло, вот это вот, что еще туда, я же сам даже забываю, а, лук туда режется обязательно, кстати, я иногда, не делайте только этого, я просто говорю, что, ну, по весне, по осени, я иногда ем полкилограмма лука в день, например, естественно, свежего, кто-то, свежего, разумеется, ну, там, только с авокадо, потому что так его просто трудно, ну, то есть отдельно авокадо, отдельно лук там с маслом, и там, немножко каменной соли, или красной гималайской, но это нервная система, это безусловно, тут, конечно, более серьезно надо контролировать, ну, B12, это можно замерять только года через 2-3, после сыроидения, работает ли у вас кишечная микрофлора, значит, будет B12, не будет, он будет снижаться, значит, будете, так сказать, в рот прыскать B12 в жидком виде, или там куриные желтки есть, вот желтки можно, потому что там жиры, там витамины, в том числе B12, а белков нет, то есть это не проблема, сырые куриные желтки, это можно, но в крайнем случае, так сказать, ну, вот если вы за что-то волнуетесь, так сказать, тот же B12, но нервная система, это куэнзим Q10, это пиктогенол, экстракт, например, косточек винограда, или просто виноградное масло, да, вот есть такое, значит, вот косточки выжимают, опять-таки, это гингобелоба, растение такое, вот было бы у нас с вами широколистные леса, как были когда-то, да, так сказать, мы бы рвали листики, в блендер кидали бы, и проблем бы не было, но нет, ну, вот орешки гинго, так сказать, опять сырые, некаленые, а то начинают извращаться, семечки жарят, да что же это такое, ну, что ты, я вообще просто в шоке, что у людей, крыша, что ли, съехала все жарить, какая-то мания, болезнь, это же есть шизофрения, просто раздвоение личности, это и есть, природа нам одно подсказывает, а мы раздвоиваем свою личность, вот и есть шизофрения у всех нас, ну, кто вот это все жарит, не может, руки тянутся к сковородке, кошмар, а что такое запах? А это миллионы, миллиарды электронов, которые вылетели из пищи, а если электроны, часть молекул потеряла электроны, что происходит, образуется свободный радикал, ну, пожалуйста, получите мутагенный фактор, ну, то есть раковый, пожалуйста, так, вот чтобы боль в селезенке, и какими травами надо задать вам десятка четыре вопросов, иногда я это делаю, я очень не хочу сейчас индивидуально людей консультировать, у меня времени просто нет, но иногда делаю, но это нужно узнавать у вас, спросить несколько десятков вопросов, задать наводящих, и тогда можно рассказать методику, что конкретно вам сделать, вот конкретно там, что с селезенкой, с удаленной, с воспаленной, с гематомой, что-то, то есть, короче говоря, это вот такие вещи, они, конечно, индивидуально нужны, но я даю общие принципы, без которых никуда, память улучшит, гинго-билоба, вот тогда я просто вам рекомендую, если вы не специалист в травах, вот возьмите, зарегистрируйтесь по моей ссылке в Коралловом клубе, дальше что вы сделаете, возьмите там, так сказать, гинго-билоба, коэнзим-Ку-10, кофермент, IQ, это, так сказать, омега-3 полинонасыщенные жирные кислоты, возьмите там хлорелу, это такая водоросль уникальная, которая, кстати, в своем составе, ну, содержит в минимуме огромное количество полезнейших веществ, вот я вам даю сейчас просто ссылку, вот тем, кому это надо, именно на, ну, это черт, приходится вбивать эти чертовые фразы, извините, я сейчас параллельно, чтобы моя ссылочка отразилась, я вам должен вбить там, знаете, как этот интернет, то есть вот это отражает, Ф, Ж, там буковки надо вбить, сейчас я сделаю это, и, так сказать, вы ссылочку эту увидите, вот, ну, это те, кто хочет, вот я вам конкретно вам говорю, сейчас, о, вот, так, Люфролов, блин, а почему она у меня отразилась, не ссылка, а просто мой сайт, а, нет, Коралл, вот здесь внизу видите, да, Коралл Клуб отразилась, ну, в общем, мой блог вы видите, туда вот так нажимаете, войдете, и вот ссылочка Коралл Клуб, так, значит, вам для памяти, омега-3 жирная кислота, потому что мозг состоит на 98% из этого, или омега-3, или, пожалуйста, рыбий жир, хотя это не лучший вариант, или это из растений, оливковое масло, кунжутное масло, пожалуйста, это, значит, потом, гинго-белоба, обязательно, потом, есть у меня такой инфопродукт, его здесь нету, там я конкретно даю даже два, это против своих правил пошел только потому, что это объективно так, там два уникальных препарата из медицинских, ну, они, правда, там были разработаны, там очень серьезные, в Японии, там, так сказать, один, в общем, они стимулируют синтез АТФ, это проблема с синтезом АТФ, с передачей нервных, там много проблем, понимаете, в мозге человеческом нет лимфатической системы, вернее, она есть там, но там лимфатические озера, нет сосудов, там сложнее вытащить шлаки-токсины, там свои проблемы, и поэтому, вот я вам говорю, коэнзим-Ку-10, уникальное вещество, которое улучшает мозговое кровоснабжение, эластичность сосудов, гинго-белоба, экстракт, потом, пикногенол, экстракт косточек винограда, есть фирмы, которые их выпускают, или просто виноградное масло, косточек выжатых, да, значит, убирайте любое мясо, вареные крахмалы, и все, что животные белки из пищи, переходите на адекватное питание, чистите, если же печень будет ощущаться, лимфатическая система частично, уже нижний отдел тела туда будет выносить шлаки-токсины, потом легкие тоже очищайте, но это отдельная целая технология, гайморовые пазухи, то есть вот начинайте очищаться, потом бани, медовый массаж, бани, русские бани только, это прекрасно, потому что кожа вторые почки, кожа, будете бани потеть, значит, больше шлаков-токсинов тоже будет выходить, но помните, печень есть печень, почки есть почки, не забывайте про это, семена льна вообще не надо молотые, зачем это извращение, берите семена льна, в кофемолке помолоть, в плошку миску кинули, залили воду там градусов 50-60, размешивайте, до той консистенции он сразу вбирает в себя воду, какую вам просто приятно, жиже, гуще, дальше, добавили чуть-чуть меда, пожалуйста, или там ягод каких-то перетер, там, пожалуйста, черники там, все, ешьте, вкуснятина, как вареная каша будет, как, но только живая, ну только живая, и все, а это очень полезная льняная каша, оно и антипаразитарное средство, и, так сказать, ну хотя нет, не панацея, я могу, а то кто-то скажет, ой, все, паразитов не будет, ну а прямо сейчас, так сказать, какие-то, да, в какой-то мере сдерживает, но лен, это льняное масло, омега-3, жирные кислоты, прекрасно, многие витамины, минералов много, организационная кашу почвы, пожалуйста, вот, значит, так, теперь, дальше, значит, вот еще вам, организаторы скинули, вот эту вот ссылочку, нажимайте, пожалуйста, вы по ней можете, или вот наверху, выше, где оформить заказ, и вы это возьмете, так, дальше, по кораллам все я вам сказал, если, значит, какие-то там вопросы, опять-таки в моих лекциях много чего найдете, слушайте, селезенку почистить нельзя, это орган, это одна из функций селезенки, ну, это как бы инкубатор крови, как, кстати, и печень, запасение крови, поэтому там немножко, там есть другие функции, определенные эритроциты, синтез там тоже, но селезенка не почистить, вам надо печень почистить, вам надо почистить лимфу, селезенка сама очистится, так же, как поджелудочную железу, тоже нельзя очистить, ее можно дать, ей возможность очиститься, если вы очистите кишечник, не будете поставлять пищу в организм, ну, если проблема с поджелудочной, там нужно, какая сушеная рыба, так, во-первых, через сушеную рыбу, вы получите, например, такую прелесть, можете получить, как апистархоз, как различных сосальщиков, так сказать, но это дело не в этом, даже не в паразитах, это животный белок, что такое животный белок, антиген, антиген попадает в организм, и возникает реакция антигена, антитела, когда иммунные клетки поедают белковые молекулы, образуются гной, гной является всем, все, что я вам рассказывал, следующее, то есть, последствия этих, первопричин проблем, поэтому, рыба сухая, она в какой-то степени менее опасна, чем жареная, потому что, кстати, вот еще вам прелесть расскажу, при жарке, сахарный диабет 2, типа, за 2 недели пройдет, если вы все правильно сделаете, живое питание, само собой, без всяких макаронов, хлебов, крахмалов, и всей этой гадости, плюс очистка, так вообще за 2 недели. Теперь, сушеная рыба, возвращаюсь, во-первых, жиры там окислились, что ужасно, а окисленные жиры, это канцерогены, это минус, плюс, что там белки не вареные, но минус, они уже дегидрированы частично, и главное, это все равно белки, они все не разберутся, это будет антиген антил, и дальше я говорю, поэтому, строганина меньше изол, дальше вяленая рыба сушеная, но дальше, а при жарке, вот что, когда, особенно мясо, там еще такое, значит, много железа, любимого врачами, ну вот, а железокатализатор, ускоритель химических реакций, и когда, у нас есть кислород при окислении, жарка на сковородке, на шампурах, любимые шашлыки, образуются такие соединения, значит, в процессе этого окисления, донатурации белков, и катализации железом, как, значит, нитрозоуамины, или гетроциклические амины, ну это гарантированный рак, да, да, кстати, хочу вам сказать так, что, значит, кто ест мясо, он умрет от рака всегда, если только, он не умрет раньше от инсульта, инфаркта, там, и перечисляем, значит, вот если он от этого не умрет, гарантия рак, то есть стоп, ну то есть вот как бы не фантазировал, кто это будет 100%, поэтому думайте сейчас, пока не поздно, ешьте то, что вам природа положила на стол, по вашему морфологии, она, у вас что, нижняя челюсть вращается только вверх-вниз, но у кого вращается, ешьте мясо, а если у вас в сторону нижняя челюсть вращается, то вы не хищник, у вас, так сказать, и не всеядный, потому что, извините меня, вы бы сухожилие вырвали, тогда если бы, почему у хищников челюсти вверх-вниз только поднимаются, а чтобы они при разрывании добычи не вырвали сухожилие свои, а мы, так сказать, и пищу жуем, перетираем, а ноготочки, куда можно поковыряться, где ноготочками нашими, ну уж никак это не, так сказать, слушайте, если проанализировать всю биохимию, да, ведь олиго, это и паразиты в печени тоже может быть причина, совершенно верно, так вот, если, это одна из причин, но в любом случае, это проблема с печенью, это еще и, это вообще проблема с печенью, безусловно, а дальше уже нарушение пигментации, там же она пигменная, ты вырабатываешь определенные билирубиновые обмены и прочее, так, теперь, на-на-на-на-на-на, витилиго, все ясно, теперь, лейкоциты, вы поняли, нет, понижены, понижены лейкоциты, защитные силы могут ослабевать, какие-то, значит, дисбалансы в иммунитете, если много лейкоцитов, тут надо смотреть, какая причина, если лейкоцитов очень много, высокая температура, и постоянно, это первый признак возможного лейкоза, рака крови, ну, белая кровь, белая кровь, но это, не дай бог, никому, но помните, что лейкоз, то есть, именно, когда, именно рак крови, это, 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 когда гной уже образуется в самих трубчатых костях в белом костном мозге, тогда, организм запускает синтез лейкоцитов и остановить этот процесс не может, что делают умные врачи, они не понимают, в чем причина лейкоцитов, лейкоза, и они назначают химиотерапию, они бьют иммунную систему, иммунная система, соответственно, что она, она выключается, температура снижается, потому что больше не печатаются лейкоциты, и что, и все радуются, правда, до поры до времени только, то есть, выбирайте, выбирайте, вам жить, как говорится, я вам объяснил процесс за минуту, да, это именно так происходит, все правда, очень просто. Что ожирение? Ожирение – это когда, значит, с пищей поступают слишком много, ну, калории, вообще система, теория калорийности, она уже давно доказана, что она полностью высосана из пальца, так же, как все остальное, но давайте старыми, я вам примерно попытаюсь объяснить, организм, вы получили много питательных веществ, энергии, глюкозы, там, крахмалов больше, чем может потратить, частично он его отложит в виде гликогена, как я уже говорил, а остальную часть будет перерабатывать в жир, вы поймите, что белки, жиры, углеводы, все может перейти в жир, вот легко, вот вообще элементарно, ешьте одни белки, в жир может перейти, одни углеводы, в жир перейдет, кто питается кефиром, там, только хлебом и так далее, вон какие толстые, почему-то, потому что получают такое количество, мертвых, да еще и черт знает каких мертвых, без энергии, без, так сказать, ферментов, крахмалов вареных и прочее, что просто это, он просто переводит это в жир, плюс недостаток воды, как ни странно, может приводить к жиру, то есть он ее запасает в таком виде, но естественно жир, это не только жир, это гной, половина и еще микроорганизмы, так что там где-то только треть жира, реального от веса, остальное, это все вот эти прелести, так что не ешьте никакие вареные крахмалы, о чем я говорил, варил картошку, макароны, хлебобулочные и, так сказать, хлеб-рис, картошка печеная вареная, а ешьте вареную гречку, если вы не можете без вареного, пока овощи и прочее там, так сказать, да, вот старайтесь только не варить бобовые, потому что в бобовые там тоже тяжелые высокомолекулярные белки, которые, собственно, вот очень так же тяжело практически, но не так же, но как и животные белки перевариваются и тоже вызывают реакцию антигена-антитела, так что их проращивать можно есть, а так не надо. Пятна коричневые на шее и прочее, это все, ну, это печень, да, конечно, это определенные даже зоны печени, смотря где у вас, так сказать, эти пятна, конечно, да. Ну, и грибы могут быть однозначно, а грибы у многих есть, у кого иммунитет ослабленный, гной. Вот, например, колоноскопию сделать там вот у человека, вместо того, чтобы 3 миллиметра розовая слизистая оболочка толстого кишечника, например, у него там слизь, белые налеты, это грибы, кандида, мицелии целые проросли, так сказать, каловые камни, ну, а человек ест и говорит, так сказать, а что, это, а при чем тут еда? А мозги при чем тут? Хочется сказать, а при чем тут мозги? Да нет, ни при чем еда, так просто надуло. Так, Что касается экзем и любых кожных проблем, это все проблемы внутри организма, это в первую очередь кожа, грибки, лимфатическая система. Экземы выступают там, особенно голень, видите, как вы говорите, то есть в местах лимфоузлов, первой, второй стадии и так далее, степени. Вот, поэтому, соответственно, очищать кишечник, кожу, там есть целые методики, конечно, дополнительные, я их очень подробно в своих специфических инфопродуктах по коже именно, по, вернее, извините, по грибкам, вот там вот все про кожу, там прям все методики дают. Я, конечно, это определенные, понимаете, примочки и ванны, это да, но это как вспомогательный элемент, все идет, поймите, вот говорят, кремы, мази, ой, е-мое-мое, все идет через кровь, клетки кожи меняются через кровь, а не через кремы и мази, поэтому, как же хочется, вот, честно говоря, прям морду набить этим всем, извините уж, конечно, товарищам с телевидения, которые всю эту туфту нам рекламы про кремы, мази, гормоны, да, через кожу поступят, яды токсичные поступят, ну, что еще поступит? Ну, поступят какие-то особо низкомолекулярные соединения, то есть, напарить кожу, а потом охладить, пока еще поры открыты, через сальные, потовые, значит, эти железы, поры, да, а, извините меня, это мембрана с односторонним, так сказать, движением, то есть, кожа это защита, что через кожу там мазать? Ну, мазать можно, например, коловада хорошая штука, мои родители, например, я вот, второй курс проходит коловады, пока ралун клубы, это я вам говорю, как есть, мои родители, хорошо, можно, можно, как такая слабая, простая, непроблемная, но, в один из мешочков, там, комплекса препаратов коловады входит экстракт чеснока, а это значит, что вы применять можете это только тогда, если вы уверены, что у вас нет реакции отхождения камней на чеснок, ну, и вообще на любые желчегонные средства, там просто одна из методик, ну, естественно, эта часть на определенном этапе идет желчегонная. Так, третья, почему ощущение горечи во рту? Горечи во рту. Значит, подробно разбирал это все недавно, на, в общем, короче говоря, это проблема с желчью, проблема с окислением, проблема та, что может часть панкреатического сока в желудок прям проходить, особенно, если еще и бывают отрыжки и изжоги, это когда щелочная, щелочь из панкреатических соков выходит прям из 12-перстной, через клапан, сфиктор только в кишечник, ой, извините, в желудок и дальше в пищевод или, как сказать, ну, плюс вот то, что я сказал, то есть, не закисляйте организм, больше пейте воды, убирайте все эти мертвые продукты и, по крайней мере, мясо и крахмалы. Так, теперь, что касается тенториума, раньше плюс, я сказал, я сам даже был в нем подписан, рекомендовал, сейчас не рекомендую, потому, потому, хотя могло что-то измениться, но, я когда-то смотрю, у них, вот этот вот прополис на водной основе, который прекраснейший был, прекраснейший, я его так тонко чувствовал, такие ароматы, смотрю когда-то, прям химии галимый прет от новой партии, я там устраиваю, так сказать, почему, что, а мы не знаем, да вроде так же, ребята, вы не чувствуете, я чувствую очень тонко, давайте, потом стали изучать, ну, да-да, партия плохая, туда-сюда, а потом я увидел людей, которые поставляли в тенториум определенные компоненты там, пчелиной продукции, и они сказали, я говорю, вот не знаете, в чем дело, они говорят, знаю, а в том, что, так сказать, вот они перешли там на какое-то китайское сырье, где-то что-то, в общем, когда я стал видеть, что некоторые продукты, ну, в общем, я перестал работать с ними, а вообще, я вам скажу так, что были уникальные, у них несколько продуктов, у тенториума, уникальных, несколько, например, масик вот эта, который там, синяк любой, там, ну, его просто не образуется, если вы сразу уши помажете, потому что там пчелиный яд, который, кстати, через кожу как раз проникает, вот, ну, ладно, об этом сейчас нет, глютен, пшеницы не ешьте, нет, пророщенной пшеницы, он трансформируется, так же, как крахмалы, переходит в моносахариды, нет, нет, пророщенной уже нет, а для пущи хотите, пожалуйста, да и не надо ее есть, зачем ее, вот овес достаточно, что я говорю, а пшеница, прорастает росток 10 сантиметров, ножницами стригайте, состригайте просто саму зелень и соковыжималку, 30 грамм в день, просто сказка, кстати, противораковое мощное средство, и вот у кого рак, то вот там, что обязательно зеленые коктейли, вот эти видграссы так называемые, то есть выжимаете, проращиваете пшеницу, длинный, ячмень, вот эти проростки, значит, режьте ножничками, есть такие шнековые, маленькие, ручные, дешевые, дорогие, любые, и сок 30-50 миллилитров в день, так, патнаториум искал, дальше, уменьшается оно содержание, ну да, все поняли про глютен, так, что я удаляла, удаляла глисты, и по телу высыпали родинки красных, не, ну, во-первых, это там, ну, вы называете родинки, это не родинки, скорее всего, там, ну, я понял, что вы имеете в виду, короче говоря, так сказать, очень просто, вы их пишете, там, удалял, я же не знаю как, но при любом удалении, если вы не очищались, если вы сорбенты не принимали, если, 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 то вы накопили в процессе частичной гибели некоторых паразитов и прочих моментов, некоторые яды особые, которые в виде не вывезшихся из организма через лимфу поступили, и вот они у вас на коже, так сказать, вышли в такие, так сказать, ну, как бы это сказать, залежи, да, вот этих определенных токсинов, ну, конечно, с клетками, некоторыми перерожденными, все это, я говорю, лечится очищениями, и восстановлением печени, и лимфатической системы, так, можно вылечить варикоз, можно, конечно, можно, так, при сильном падении волос, там это связано не только с гормональным, как вам врачи скажут, там проблемами, хотя это тоже правда может быть, но, нехватка определенных минералов, в первую очередь кремния, потом кальция магния, зелени больше, зеленые коктейли, кремния, гидроцелл, все, что говорил, так, потом, ну, кремния, пожалуйста, есть много его сныть, крапива, лебеда, это обязательно летом, используйте салаты, зеленые коктейли, а сейчас купите в коралл-клубе гидроцелл, потому что там кремния органические, ну, пожалуйста, берите сублимированную крапиву, так сказать, тоже вариант, я заморозил, например, у меня есть замороженная, сныть и крапива, так сказать, кремния его в почве мало, в культурах обычных промышленных нет практически, поэтому он в рисе, в шелухе, например, есть, вот, кстати, гидроцелл делают из рисовой шелухи, а в рисовой шелухе он накапливает рис шелуха именно, а мы же варим, какой кремний, кукиш, какой там кремний, клей мы получаем, а не кремний, и никакие минералы, так что не ешьте рис вареный, а вот живой, который прорастает, а такие есть, у меня, например, таких три вида, пожалуйста, проросло, ешьте вкусно, полезно, никаких проблем, ну, много только не надо, все-таки это углевые, эти крахмалы, так, о, демодекоз у вас, то есть, так, все понятно, демодекоз, это, так сказать, у многих сейчас есть, многие просто об этом не знают, это клещ подкожный, кожный клещ такой, значит, есть методики лечения, я скоро его дам, значит, и это так просто не вылечить, медики никогда это не вылечат, это комплекс мер, там, например, надо настаивать на спирту, например, там, едкий красный перец, который потом надо втирать, через определенное время, определенным образом в кожу, и плюс, плюс, плюс изнутри кое-что, и прочее, и прочее, и прочее, ну, только я имею в виду, спирт это снаружи протирать, вы поняли, спирт это не пищевой продукт, это наркотик, но он для именно некоторых протирок идеален, то есть, там нужно сохранить, ну, определенные вещества, которые, собственно, не разрушаются в спирту, да, то есть, вот, и поэтому, как примочки, вот, иногда они очень хороши, в данном случае надо понимать всю систему, то есть, демодекоз вообще у многих есть, это вот когда такие поры раскрытые на лице, около краснеет часть у носа, вот, где переходит в лицо, да, часть, такие покраснения, так сказать, там, кстати, даже из-за запущенного демодекоза, может быть, то есть, вот, говорят, перхоть, прочее, вот из-за чего, сальные железы, а потому что там грибок, да, правда, но еще из-за демодекоза, из-за этого клеща, так сказать, он может распространиться и туда, а если он распространяется в уши, нос, это вот фаренгит и прочее, то есть, не только гноя, но накопление вот эти все, так сказать, миндалины, главное, но и может быть проблема, так сказать, клеща, но в основном они внешние. Так, свежевыртые соки, все овощные, морковные, сельдереевые, капустные, очень часто можно картофельные, он очень полезен для поджелудочной, той же железы, например, но именно сок, зная как с чем, отвар шелухи не надо никакой применять, нет смысла никакого в нем. Теперь, у меня около угловый дерматит, так, это печень, конечно, безусловно. Дальше, камешки, нет, нет, вы плохо меня слушали. Что такое камешки кремния? Это неорганические кремния, он никакого отношения к коллоидному раствору, вам нужна ионная форма кремния, вода растворимая в воде. Этот кремний органический, камушки неорганические, ясно, в чем разница? Вот поэтому осадок на дне чайника, это есть то зло, которое каждый из нас получает, когда он варит, жарит пищу. То же самое. И никаких минералов там нет. Но, так сказать, кремний и шунгит, например, они очень хорошие дезинфекторы, поэтому в определенных случаях допустимо применять их с настойкой в воде, но не всегда, потому что нарушите микрофлору. Так, лизион можно вылечить, опять-таки не так просто, но можно, так, камушки, так, ишемия, брюшной аорты, нарушенный кровь, висцеральный массаж поможет? Так, слушайте, значит так, висцеральный массаж, как один из компонентов, может помочь, но это десятый вопрос. Вам нужно изменить обмен веществ в кровеносной своем сосуде, начиная с кишечника, понимаете? Еще раз вам хочу сказать, без, вот вы можете забыть, потом поверить какому-то врачу, вы сделаете хуже просто себе. Начинать с перехода на правильное питание, с очищения организма, кишечника, печени, дальше уже нюансы, дальше питать организм теми минералами, которые вам нужны, и витаминами, обязательно витамин Е, витамин А, ну, чистый, помните, в морковке бета-каротин, он еще должен перейти витамина, а чистый витамин, а в хлореле есть, поэтому вам, например, я бы посоветовал три раза в день по три-четыре хлорелы, помимо всего прочего, помимо многого прочего, что я перечислял выше, когда касался уже сосудов, да? Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе изнутри, а что касается массажа, как дополнительно, потом, да, безусловно. Так, нет, нету пользы от, так сказать, гематогена, только с приставкой панта. Теперь дальше, ни в коем случае, значит, даже я скажу, не буду объяснять, почему. Так, а как вы? А я вообще зерновые не употребляю. Я вот хочу, все до руки не доходит, до моего уникального рецепта с овсом. Я его обязательно буду употреблять, и жена, и дети, и родители. Надо лень поганую себе убить, она же тоже во мне есть, я же человек, но у меня, правда, немножко, я себя так, так сказать, не то, что успокаиваю, моя лень хоть и есть, я открытый человек, говорю, как есть, не без грехов, но, правда, у меня, видите, мне помыться иногда времени нет, потому что я в темпе, как на бирже, перерабатываю информацию примерно часов по 17 в сутки, и поэтому мне немножко это, ну, оправдательно, что ли. Чайный гриб не надо пить никакой, надо пить в крайнем случае, можете травы настаивать, тот же кипрееван, чай русский, а не извращения всякие, там, черные, которые уже в грибке приходят сюда. Ну, кроме каких-то, хотите, получили дорогой чай, какой-нибудь свежий, уверенный в этом, возьмите на пакетики, заморозьте его, грибок хотя бы не будет в нем развиваться, разморозили, пейте ваш чай, ни один дегустатор не отличит, все это болтовня. Дальше, я же про Витерилиго подробно говорил, вы пересмотрите, пожалуйста, Валентина, потом, что я говорил дважды, сегодня про Витерилиго рассказал, чего, почему, значит, вы если только подключились, я понимаю вас, вы потом услышите, пересмотрите, сутки еще будет висеть это в интернете, как минимум. Красная волчанка, конечно, можно, это все можно, дерматит, так, много специй, может быть, я подсадил, нет, просто специи еще могут быть, вызывать, как бы сказать, понимаете, смотря какие, вот, например, некоторые специи вызывают гибель паразитов, предположим, это так, некоторых, у вас сразу паразиты погибли, но не вывелись, стали гнить, на себя удар приняла печень, ну, а дальше, пожалуйста, печень, лимфа, и вот у вас уже, так сказать, дерматит, как, так сказать, средство такого интоксикации, пожалуйста. А, слушайте, а по фильтрам, да, Павел, вот по фильтрам очень скоро, вы знаете, я был поражен, я был шокирован, я знал, что этот прибор уникальный, так сказать, который я все давно, ну, кто меня слушает, давно люди, да, они, так сказать, тут есть единицы таких, я специально, так сказать, с моей базой это не пересекаются, вот, наши сегодняшние, поэтому все вы меня в первый раз в основном слышите, но есть единицы, так вот, я действительно читал лекцию по воде, я обещал приборы рассказать, но пока не рассказал подробно, пока, потому что я ждал, так сказать, исследования по одному уникальному прибору, он просто очень дорогой, он доступен очень малому числу людей, но это просто порадоваться за то, что просто прорыв мировой произошел, маленький прибор делает все, что нужно для любой задачи, начиная от дезинфекции продуктов, от паразитов там, до, в тазик нальете воду с определенными свойствами, грибок ногтей будете лечить, будете пить, так сказать, организм пойдет очищаться в десятки раз лучше, стоит он, правда, 400 тысяч, этот прибор, поэтому я вам сегодня сказал, какой дешевый способ, он, конечно, так сказать, ну, потрудиться надо где-то, что-то приобрести, безусловно, это просто кнопку нажал и все, и он будет годами, так сказать, там, он сломаться, в принципе, не может, это Дайкин в кондиционерах, это Кайзер в массажных креслах, ну, кто поняли, ну, короче, Бентли в, так сказать, машинах, да, поэтому там, у них, там вообще титан, пластины титановые, из чистого титана, которые, так сказать, покрыты многослойной платиной, чистой, и тем самым, во-первых, металлы, ионы не перейдут, воду, и, значит, в организм не поступают, в отличие от тех дешевых, где даже нержавейка, это плохо, а я уж про алюминий не говорю, и, ой, вот, значит, ну, и точность прибора, дозировки, там, изумительная, то есть, там, картриджи тоже с ресурсом сотни тысяч часов, скоро я выпущу фильм про это, скоро, может быть, на днях, и с 1 ноября стартует этот прибор, будет в России продаваться, ну, собственно, вот в Америке, в других странах, с 1, так сказать, января 15-го года, у нас в России кардбланш, и, уверяю вас, а вы сами поймете, почему будет мой ролик, смотрит это чудо, кто имеет возможность такой прибор купить, я бы машину не купил, а я это купил, так сказать, а вот, кто не имеет, я всегда говорю, способы от самых дешевых, простых, да, как я сегодня сказал, за 5 рублей коралловый кальций, так сказать, ну, пакетик, и, пожалуйста, так сказать, у вас, ну, естественно, плюс гидросел желательно, там, я все объясню. Так, магний, добавка на ночь. Давайте сейчас мы еще буквально 5 минут и заканчиваем, потому что уже, так сказать, многое я сказал, я вам скажу. Это задобавка. Я вам рекомендую магний не в виде таблетки, хотя, ну, в общем, лучше всего это или ветграсс, вот этот порошок сублимированной зеленой яч, меня там, пешеница, продается, либо зелень, много зелени ешьте, долго жуйте в блендер, так сказать, зеленые коктейли, вот оттуда получаете магний, и все зеленое, это магний. Да, если родинки отпадут, сами исчезнут, отвалятся, у некоторых отваливаются, например, у моей соседки по экопоселению, там, правда, через несколько лет, полностью все отвалят. Значит, когда вы очистите, когда вы уберете вирусы из организма, когда, 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 обязательно это пройдет. Сухое голодание очень опасная штука, и как бы вам кто ни говорил, сначала надо очистить на воде, потому что только вода, растворитель, и она может вывести шлаки, токсины. Будьте аккуратны на сухом голодании, очень аккуратны. Я не рекомендую его в начале. Ангоритм лечения панкреатита я сейчас уже не успею рассказать, но в лекциях наверху я объясняю, подробно эту. В принципе, если совсем в двух словах, это в начале голодания, если других проблем нет, на воде, на соках, но только без пищи, чтобы пищеварение не шло, мед можно, с теплой водой, и потом уже очищение кружки эсмарка, вот о чем я говорил, магнезия, только несколько дней подряд, потом белая глина на ночь, как сорбент, ну и специальные препараты, поддерживающие, восстанавливающие, плюс сразу проверяйте, если у вас с этой что-то, на анкилостому проверяйте, это такой паразит на шестосому, на, так сказать, лямбли, на тексакар, и на цитомигаловирусы, пштейнбара, на вирусы, вот проверяйте, на иммуноферментный анализ крови, нет ли их у вас в печени, а если есть, то и в пожелудочной они часто бывают, вот все, что я перечисляю, так, теперь про Агулову, прекрасно, Агулов сказал, что нужно медный браслет для достичь меди в организме, прекрасно, прекрасно, так, значит, ешьте свеклу, и у вас будет достаточно меди, причем заметьте, органической, а с медью он в принципе прав, было замечено, что на рудниках медных, так сказать, онкологии гораздо меньше, медь вообще, но с медью и передозировать не стоит, поэтому лучше есть живую пищу, где много меди, так же вы знакомы, ну, короче, Германию, да, коралловую доставляют, это без проблем, там, значит, это ладно, так, значит, это теперь дальше, как определить затопы калия, нет, это не определить так просто, это как с геномом, как с генетикой, чтобы определить реально, там, это 5 лабораторий в мире существует, нет, 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 это все очень сложно, это так не проверить, на воде, так, все, но давайте, дорогие друзья, я, давайте сейчас закончим, вы, я прям, вы действительно удивлен, почти 500 человек до самого последнего момента, то есть, вот держалось для, вообще, так сказать, это очень много для подобных, для любых вообще интернет-марафонов, ну, и это я не удивляюсь, почему, потому что, сам был бы я слушателем, я бы сам был поражен, впечатлен, я понимаю, что это, это информация, ее мало кто скажет, мало кто понимает в комплексе, всю эту проблему, так сказать, единую, я хочу, чтобы вы все это поняли, поэтому я с вами хочу сейчас скоро попрощаться, я надеюсь, вы тоже будете мне благодарны, и я думаю, вам понравилось сегодняшнее выступление, пару слов, вы на эту тему, так сказать, черкните, я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю встречу, за небезразличие к себе, к своему здоровью, к своим близким, вы уже, значит, полдела сделали, оставайтесь такими же людьми, и дальше целеустремленными, я вам, не для того, чтобы продать, вы поняли, что я, в принципе, состоятельный человек, и серьезный, и предприниматель, и для меня это не деньги, я вам советую, и сделал бесплатно, не могу, это против моих правил, и это мой труд на нет сводит, огромный, титанический, значит, вы за эти копейки, за 2 500, специально за копейки, возьмите это, и изучайте это, что вам в жизни будет нужно, чем больше, чем все остальное, на что вы тратите, зазря деньги, и вообще, жизнь свою тратите, поэтому вы, пожалуйста, про это, так сказать, имейте в виду, так, теперь, значит, я хочу, значит, вижу, уже пошло, да, я вас тоже благодарю, кто не смотрел, пожалуйста, пересмотрите, завтра можете повторно, кто начал не сначала, посмотрите с нуля завтра, у вас есть возможность по акции, вот за эти 2 500, еще 2 дня купить, сейчас у нас 23 часа, последний час остался, завтра будет день, послезавтра день, то есть, четверг и пятница, и, так сказать, будет вот эта супер цена, ну и потом еще, кто не успеет, 3-4 дня будет цена очень низкая, 3 500, так сказать, вот, но сейчас у вас возможность есть вообще особая, так что еще раз тоже вас благодарю за то, что вы мне такие, написали хорошие отзывы, вам понравилось, вам действительно это было важно, нужно, интересно, я очень рад, для этого я и выступал, всего вам самого лучшего, самого лучшего, и всего вам до свидания, до новых встреч, обязательно с вами, я надеюсь, мы еще увидимся не раз, всего хорошего, до свидания. Спасибо, Юрий Андреевич, потрясающая информация, надо пересмотреть свое питание, и придется научиться правильно питаться, чтобы подольше жить. Напомню, что запись выступления Фролова и Юрия Андреевича будет доступна для просмотра до завтрашнего дня, до вечера, вернее, не до дня, до 17 часов, а заказать комплект курсов Фролова лучше до пятницы, до 24 октября. Цена будет всего 2,5 тысячи рублей, и начиная уже с 25 октября стоимость немного повысится, она составит 3,5 тысячи рублей. А уже с 29 октября этот продукт будет продаваться за 8,5 тысячи рублей. Закажите, пока цена не поднялась. Что касается всех записей форума по здоровью. Ссылка будет выслана на электронный адрес после окончания форума всем, кто заказал и оплатил. На сегодня цена – полторы тысячи рублей. Закажите, и тогда вам не придется волноваться, что пропустите нужную лекцию. Вы не будете привязаны ко времени начала выступления спикера, и сможете сохранить все записи на своем компьютере, просматривать их столько раз, сколько необходимо. Завтра, 23 октября, на форуме «По здоровью и сцели себя сам» в 19 часов по московскому времени выступит Виталий Рожков, потомственный медиум, целитель, экстрасенс. Он поделится с вами секретами счастливой жизни. Основные акценты будут поставлены на красоту, здоровье и омоложение. В 21 час Ольга Захаря. Психолог, эксперт по похудению проведет тренинг, который называется «Психология похудения». Избавляемся от блоков и негативных накоплений, которые вызывают лишний вес и мешают вашему здоровью. Таков регламент завтрашнего дня. Жду вас завтра в 19 часов. Не пропустите выступления удивительных людей. Это все на сегодня. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...